Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Поставьте плюсики в чат, если меня видно и слышно. Пожалуйста, поставьте такие плюсики. Отлично, отлично, буквально секундочку. Прекрасно, видно и слышно. Ну, видите, с небольшой задержкой начинаем. Какой-то блок почему-то у нас тут вышел, поменяли тариф, а то больше ста человек не могло войти. Ну, теперь слава богу, а то меня завалили уже и в контактах, и в чате. И письма личные, отлично. Я тоже рад вас приветствовать. Сегодняшнее занятие, наше лекция, вебинар очень важное, потому что всё-таки пищеварительная система – это просто основа жизни человека, а тем более для людей, кто выбрал здоровый образ жизни, кто выбрал на путь к вегетарианству, сыроедению, кто хочет разобраться, как устроен наш организм. Эта тема самая важная, она на первом месте. Всё, что мы разбирали с вами до того, ну, я имею в виду системы органов, печень, так сказать, почки, лимфатическую и так далее, всё это, конечно, крайне важно, но всё это неотъемлемая часть. И всё это входит в том числе в огромную, очень сложную пищеварительную систему. И действительно, я готовился к этому, к этой лекции долго. Она очень сложна, потому что она объединяет в себе всё то практически, что мы разбирали, и плюс ещё много новой, так это надо в систему связать и дать так эти знания, чтобы каждый человек смог понять. Я хочу вас спросить для начала, пока к нам люди ещё присоединяются, значит, скажите, пожалуйста, напишите в чат сейчас только те, кто первый раз сегодня вообще на моих занятиях, кто пришёл по рекомендации, кто первый раз, мол, первый раз напишите или да, вот так вот. Кому лень первый раз написать, ну, долго, напишите да, чтобы я знал, есть такие люди. Ух, как! Вот именно только вы, пожалуйста, напишите. Первый раз, да. Но, вероятно, вы, значит, вас знакомые порекомендовали прийти в Тайв. Что ж, если вы в теме вообще вопроса здорового питания, сыроедения, живого, адекватного питания, то это хорошо, если нет, то я, конечно, сделаю и для вас сегодня акценты. Моя лекция направлена на тех людей, всё-таки на моих слушателей, в основном зрителей, кто уже слышал меня, кто был на наших занятиях. Но всё-таки, тем не менее, в каждой лекции своей, да, кто был, знает. Я всегда делаю акценты такие, чтобы человек практически с нуля всё мог понять. Хорошо. У нас сейчас люди подходят и подходят, а я, наверное, что вам сейчас? Скоро начнём? Просто я немножко так делаю это, растягиваю, чтобы вижу, что люди ещё подходят, подтягиваются. Ну, ждать уже не будем. Ещё буквально 2-3 минутки стопительных слов и, так сказать, начнём саму лекцию. Я переключу вас на нашу презентацию сегодняшнюю. Ну, и, соответственно, мы будем... Давайте сейчас пару слов о регламенте, как всегда. Итак, он таков. Я поставлю вам нашу презентацию. Вы будете смотреть. Там будут рисунки, чертежи, аналитические картинки, просто для понимания, так сказать, такие интересные, смешные подборки. Но иногда не смешные, к сожалению. Это тоже надо знать. Я буду вам рассказывать всё вот и до. Это будет первая наша часть. Потом уже, соответственно, во второй будут вопросы, ответы на вопросы. И вот это очень важная часть, потому что, во-первых, мне прислали, ну, очень много вот и письменных, и, так сказать, ну, распечатал я с электронной почты личных вопросов. Просим разобрать то, всё, там, например, про дисплазии эмали, про зубы, про разрушение зубов, про витамин B12, про много-много различных вещей. И я постараюсь на всё это ответить. Поэтому вас прошу всех, дорогие друзья, а кто меня не услышит, вы просто напишите этому человеку чуть позже, ну, в чат. Я ведь не буду его смотреть, пока я не начну отвечать на вопросы. Пока я ещё смотрю. Так вот, и вы поэтому, пожалуйста, у меня такая просьба. Вы вопросы все по ходу того, что я буду рассказывать, они будут у вас, конечно же. Вы их запишите на листик бумаги. Или в электрон, ну, как вам удобнее, напечатаете в Word, сохраните. А потом, в конце уже, когда я... Перейдём к ответам. Вы просто пришлите эти вопросы. Ну, тут уже как-то давайте будем, так сказать, корректно друг другу. Если кто-то прислал похожий вопрос, постарайтесь, если я в полной мере ответил на него, не присылать дальше, чтобы просто люди, ну, так сказать, не были, и я в том числе, завален вопросами, а то просто не буду что-то видеть, да. Так, что у нас ещё из регламента? Ну, собственно, потом я, конечно, как всегда презентую, расскажу вам о том уникальном инфопродукте, ну, который я приготовил. Я говорю, вот, мне уже сегодня человек в чат задавал, всё сложнее и сложнее не отдаётся, потому что хочется дать, ну, больше методик, то есть, глубже знания, а ведь они, каждая фактически связана с предыдущим. То есть, я вообще хочу, моя мечта и моя цель, знаете, какая? Во-первых, их сейчас две. Я так уж маленькое отступление ещё скажу. Первое. Я сейчас начал, всё-таки обработали мне люди несколько моих вебинаров, в текстовый вариант перевели. Я хочу всё-таки в ближайшее время написать книгу, я очень надеюсь, до Нового года, книгу о введении в тему вообще адекватного человеческого питания. Это как бомба, вот как будет, я надеюсь, как бы, так сказать, как взрыв мозгов для тех людей, кто, ну, или не в теме, или кто вот ещё многого не понимает. Она очень будет помогать тем людям. Мне и такие письма пишут, что, мол, вот, расскажите так, чтобы мои родители поняли, или там мамы, или кто ещё. Ну, и вот как раз эта книга будет под спорьем великолепным для таких людей, да и вообще для каждого человека. Вот надеюсь, что это сделаем. И второе, это моя задача такая, максимум, это разобрать с вами со временем, вот так вот лекцией за лекцией, всю систему, ну, всю систему миропонимания человеческого организма от, что называется, всех процессов, которые происходят в нас, связи с процессами, которые вне нас. Ну, то есть, собственно, начало положено. Мы, конечно, разберём и вирусные заболевания, потому что уже разобрали паразитарного характера, да, разобрали грибки, будут вирусы, будут бактерии, и простейшие, ну, и по системам органов. Будет кровеносная система, прочее. Ну, а сегодня самое важное, пожалуй, для понимания вообще, так сказать, здоровья человека, потому что всё, что мы едим, это именно из этого, что получаем мы. Строительный материал и получаем энергию основную. И вот теперь мы будем с вами сегодня разбирать, как же происходит то, так, что люди заболевают теми болезнями, почему они думают, что у них, например, геморрой – это заболевание, ну, скажем, вот, так сказать, кровеносной системы, вена набухла, да, или внутренний его, это внешний. Ну, а это, так сказать, на самом деле первопричина другая, первопричина – это заболевание печени. Почему, так сказать, люди думают, что вот то, что говорят медики, глядя на конкретное проявление болезни, ищут в нём самом причину. Причина глубже сидит, а проблема из-за незнания, из-за того, что сами медики, к сожалению, очень поверхностно знают не то, что медицину, там, биологию не знают, биохимию не знают, а убеждения, предрассудки колоссальные в них сидят, больше, чем в обычных людях, потому что они этому учились, они заучили те определённые фразы, постулаты, больше, чем простые люди. У них это так в подсознании крепко сидит, им тяжелее понять, перестроиться, глаза открыть на мир, к сожалению. Но это ладно. Поэтому давайте сейчас мы сделаем следующим. Начнём, пожалуй, уже можем смело начинать саму нашу сегодняшнюю встречу, лекцию. Было вступительное слово, сейчас будет самое интересное. Оставайтесь до конца. Сегодня, вы знаете, столько важной информации надо дать, поэтому не будем терять время. Я, пожалуй, переключу сейчас на презентацию. Начать я бы хотел, ну, скажем, до вступления. Вот эти слова Павлова, это просто золотые слова. Что они значат? Что хлеб насущный, конечно, не в прямом только смысле, да, мы понимаем, как питание. Это действительно, он и был, и остаётся, ну, скажем, проблемой. И самой жизнью источником. А в неумелых руках. То есть, когда мы не понимаем, что же это, что мы едим, для чего мы едим, мы перепутали. Просто мы живём сейчас, чтобы есть порой, но многие люди просто находят в этом какое-то наслаждение и только в нём. И это, конечно, приводит к сумасшедшим патологиям и психическим, психологическим, естественно, к физическим. Потому что в здоровом теле здоровый дух, а если тело нездоровое, то и наши помыслы, мотивы и всё остальное, так сказать, порой становится в том числе и порочным. И сегодня мы про это будем обязательно в том числе говорить. Ведь человек, вот как действительно было когда-то прекрасное выражение, что человек, вот умеющий вкусно готовить, да, но не знающий, какая судьба ожидает его блюда, после того, как это блюдо было съедено, он уподобляется, ну, то есть в его организме что будет происходить. Этот человек уподобляется автомобилисту, который выучил правила дорожного движения, умеет картинки комментировать и сел за баранку, но ничего не знает об устройстве автомобиля. И если этот человек на таком автомобиле, так плохо подготовленный, отправляется в длительное путешествие, с такими-то знаниями, то есть ни с какими, то даже если машина и вполне надёжна, в пути могут его ждать всевозможные неприятности и большие даже порой проблемы. И поэтому давайте не будем такими автомобилистами, а давайте будем людьми разумными и себе скажем как-то и сейчас прямо, давайте действительно всё это изучим, чтобы я сам понимал, то есть каждый человек пусть скажет, чтобы я сам лично понимал, как устроен наш организм, какие закономерности есть с тем, что мы едим, что в себя вкладываем, что вообще можно называть пищей, а что нет, какая пища для человека является пищей, а какая нет. Почему термически обработанная пища? В идеале, в идеале, конечно, не все это могут, и не сразу это порой надо, но не является пищей, по большому счёту, потому что она убита, она денатурирована, она разрушена температурой высокой. И это, по-моему, не вызывает сомнений, да даже уже теперь у медиков. Мне очень много пишут, ну, десятки, если не сотни медиков, так сказать, даже люди, которые работали в фармацевтических компаниях, были люди, которые даже ушли, просто вот они говорят, мы, ну, что ли, глаза открыли, или как, и они ушли из этих фирм, потому что, ну, не могут больше, понимая, что они участвуют в этом, а в чём, ну, надеюсь, вы понимаете. Давайте приступим к нашему. Вот очень интересные шесть картинок. Вот посмотрите, о чём они говорят. Слева верхний угол, девочка вот ест вот эту вот картошку, макароны, ну, значит, всё, что родители ей вот наваливают. И вот средний верхний кадр, девочка другая, ну, естественно, выросшая на том, на чём и первая, она смотрит с недумением, фу, мол, зелень или что-то, а неразумные родители ещё говорят, а моя дочь или сын не любят, они любят вот макароны, мясо, там, а зелень не любят. Так вы, товарищи, вы их приучили к этому. Пищевая наркомания, ведь это страшная наркомания. И вот уже третья картинка. Растёт девочка, женщина, тут уже вот между женщиной такой среднего бальзаковского возраста, что называется, и уже такой дамой, да, пожилой. Вот во что это... Ну и психология, соответственно. Здесь очень неплохо, я считаю, картинки подобрал. В нижней, картинка нижняя-левая, видите, что у разумного человека должно перевесить на чаши веса в яблоко или вот этот ужас, который не является вообще продуктом питания. Потому что природа этого не создала. Ну, только салатик вот там лежит какой-то, так, для обмана глаз, что называется, успокоение совести души. Мол, ну ничего, что биг-маги, там же вот зелень есть, омол, так сказать, прекрасно. А вот эта девочка уже по-другому, она рада, она держит в руках то, что природа создала для человека, то, что содержит первичную энергию солнца, максимальный качественный продукт, потому что энергия солнца переходит изначально именно в растения, она капливается в плодах. И поэтому корнеплоды, плоды, орехи, зерно, если оно проросшее, потому что если оно не проросшее, там много крахмалов, они как раз служат для того, чтобы дать потом превратиться в разные питательные вещества, когда зародушь начнет пробуждаться. И вот пророски – это отдельная тема, очень интересная, и вы можете потом задать мне вопросы. И вот женщина уже в таком возрасте, если начать с ребенка, да в любом возрасте, человек может в принципе сохранить нынешний свой возраст внешний. Может даже помолодеть, и есть много таких людей. У меня в блоге, вот кто новичок, скажу, есть, ну, как минимум про женщин, там трех, ну, двум из них по 75, вы посмотрите, как они выглядят. Хорошо. Вот, скажем так, я вам все-таки еще вот на этой картинке и пару слов еще вот о чем скажу. Действительно, беда. В чем беда? Очень быстро современный человек особенно отдалился от природы, особенно за последние, вот буквально там 30, 40, 50 лет. Естественно, у человека не возникли никакие механизмы защиты от быстро изменяемой, так сказать, типа, режима, вида питания, объема съеденной пищи. Вот еще, ну, скажем, те запасы жизни, ну, скажем, генетики, как это называют, да, который был у наших прадедов, прадедов, да, прабабушек, прадеджек, при всех равных прочих, у нас уже, конечно, нет. Резервы агронизма, они резервы вот эти, они истощаются из поколения в поколение, они тают на глазах. Дети стали уже болеть теми недугами сейчас, которыми 30 лет назад просто только старики болели. Питание стало только неадекватным и невидовым. К сожалению, оно стало просто, даже не просто невидовым, оно стало рафинированным, синтетическим, модифицированным, каким угодно, но только ненормальным. Человек, ну, раньше тратил много физических сил. Почему? Потому что жил на земле, занимался хозяйством. И, конечно, сейчас физический труд не сопоставим. То есть, ведь высокая, понимаете, мышечная активность, она позволяет хорошо работать внутренним органам. И система выделения ядов из организма, это тренировка, в том числе внутренних органов и печени, про что мы говорили на прошлом занятии по печени. Ведь, понимаете, в результате вот хорошей физической активности, ну, современный человек, к сожалению, вынужден искать суррогат в виде спортивных залов, там, бега, но, когда раньше жил на природе, и не добыло нужды в том, потому как, даже вспомните, Иван Поддубного, который был веганом, да, но, какой он был сильный человек, от тысячи, таких сотни тысяч людей было, и более сильных было, так сказать, но они и силу свою, выносливость, от чего взяли, один из факторов, они с утра до ночи трудились, да, и причем физическая работа была очень серьезная, ну, и, конечно, была и другая пища, да и питались по-другому, мясо почти-то не ели. Я во многих своих лекциях рассказывал об этом, сейчас это упустим, в конце сегодняшней лекции, кто, значит, даже из новичков дослушав, поймет, насколько абсурдно было раньше представление, и, может быть, вас, даже еще пока, вы, так сказать, вперед не бегите, насчет естественности или даже безвредности потребления мяса, и так далее, сегодня вы многогранно поймете это, почему не так, да, очень многогранно поймете. Так, и вот при равных прочих, у тех, кто занимается физическим трудом, занимался, здоровье, конечно, выше, ведь все долгожители, заметьте, трудились, буквально не покладая рук, я, у меня много записей, мы будем делать такие фильмы, публиковать с долгожителями, но, это отдельная тема, потом я про это расскажу, у нас уже есть отснятые материалы, скоро начнем, и очень интересные вещи, там действительно познаешь, опрашивая людей, как они жили, образ, все, все нюансы, особенно, когда ты понимаешь, что надо спрашивать, это журналисты не понимают, спрашивают, потому что они не представляют, как надо поставить вопрос, задать, чтобы понять, на казалось бы ясные вещи, думает человек, а вот, то есть, как еле, а вот начинаешь расспрашивать, как и что, и вот выясняется, очень много интересных фактов. Итак, еще раз, активно очистка организмов, аж шлаков, токсинов, идет при равных прочих, лучше у тех людей, кто занимается активной физической работой. И еще, те люди, кто мало ест, вот вспомните блокаду Ленинграда, про которую я постоянно говорю, когда, действительно, это массовый пример, не только героизма русского народа был, но еще массовый пример, когда, действительно, от голода, да, люди умирали, конечно, разные были степени запущенности, действительно, голода, дистрофии, прочих факторов, но, так сказать, те, кто выжил, посмотрите, они именно те люди, которые, из тех, кто выжил, кто сохранил привычку есть мало, и я знаю таких людей, и в 100 лет, и в больше, они прекрасно выглядят, они физически активны, вот даже вспомним того же Федора Григорьевича Углова, великого русского хирурга, он до конца своих дней, да, не ел, то есть ее мало, как вот его мать когда-то приучила выходить из стола с небольшим таким чувством голода, то есть чтобы он мог съесть еще столько же, вот это очень важно, низкокалорийное питание продлевает жизнь, замедляет обмен веществ, соответственно, так сказать, позволяет организму очиститься во многом, и сегодня мы поговорим, как, какие органы очищаются, почему, и прочее, и прочее, это мы все сегодня как раз и выясним. Итак, очень важный момент, привычки формируются с детства, вы имеете в виду, поэтому детям нужно детей формировать, начиная с пеленок, начиная с того, как мать кормит грудного ребенка, и вот до того, как ребенок уже все навыки в возрасте 5-7 лет принял, и он уже сформирован, и для него новый образ жизни, вернее, не новый, а единственный, естественный, и останется естественным, если потом не сломать, но потом это будет сложнее сделать, потому что все формируется в ребенке до 3-5 лет, это однозначно, а что такое правильное кормление, в том числе грудное, это как доп. вопрос, если будет интересно, мы обсудим в конце, когда будут ответы на вопросы. И вот резкое изменение в питании людей, когда же произошло? А произошло оно в конце 19 века, когда стала развиваться такая кулинарная пищевая, можно сказать, промышленность, но в Европе это было действительно в середине, в конце 19 века, у нас же народ в целом своей массе, пока крестьянство было, составляло 80-85%, ну, до коллективизации и после, потому что приемы сельскохозяйственные, в принципе, аграрные те же оставались, и не было еще в большом масштабе химии, так вот, до 50-х годов, можно сказать, прошлого века. Но потом жить стали лучше, правда, не совсем веселее стало потом, не сразу, потом. И вот в пищу добавилось с 50-х годов, если мы говорим о нашей стране, огромное количество, ну, и вообще в Европе в послевоенное время, потому что до войны между Первой и Второй это тяжелые времена, после Второй мировой войны отстраивали, как говорится, разрушенные города и страны, и вот с 60-х годов, значит, в пищу людей простых всех слоев в огромном количестве вошло мясо и молоко, которого не было никогда. И, как говорится, показатель благополучия, якобы, жизни народа, но и увеличилось потребление, в том числе жиров, хлебобулочных изделий в больших количествах. Вместо уже сливочного масла в 60-е годы стал внедряться маргарин, химические различные продукты такой синтетической промышленности, ну и, собственно говоря, в жизнь вошла просто химия, черная икра из нефти, это уже вот 70-е, 80-е годы, гидротированные продукты в огромных количествах, как рекой палился, особенно в нашей стране, алкоголь и прочие яды. Политика была направлена фактически на спаивание народа и, в общем-то, и так далее. Так далее, об этом мы, так сказать, поговорим вот как раз ниже. В общем, страну начали разрушать с разных, так сказать, концов. И вот пришли болезни, каких раньше не было. Кстати, заметьте, после войны, вернее, во время войны Великой Отечественной, болезней практически не было у людей, особенно автоиммунных, вообще не было заболеваний. Ни простуд, ничего. Была, конечно, вот эта перманентно стрессовая ситуация, но не совсем стрессовая, это немного другое, эта мобилизованность организма, она включает вместе с низкокалорийным, редким питанием механизмы очистки и защиты. Вот. И это было. Но с 60-х годов наш народ стал жиреть, болеть, хотя лучше питался, как бы лучше, в кавычках. Качественный количественный рост, вот, как бы развитие советской медицины, да, вначале оно нивелировало, сдерживало рост болезни, но уже к 80-м годам ситуация серьезно, сильно изменилась. А с 90-х мы просто полетели в пропасть здоровья нации, и вот добавился импорт, ножки буша, так сказать, ядовитые, эти все эти, юпи и прочие, так сказать, химические, помните, пакетики, напитки, я уж не говорю про алкоголь, спирт, про ял и прочую мерзость. И вот пищевая промышленность стала просто пищевой химической. На самом деле пищевой. Сейчас уже есть вещества, не только которые делают пищу как бы вкуснее, нитрит натрия, а которые, скажем, создают и до вкусия, и после вкусия, и как наркотик, это воздействует на нервную моральную регуляцию, на нервную систему, и мозг вырабатывает подобие морфинов, как от мяса, кстати. И поэтому-то человек и хочет, а некоторые люди, которые, ну, к сожалению, или не думают вовсе, или упертые, как бараны, которые долдонят есть, ведь и такие люди, что, говорят, мясо, это и организм, значит, чувствует. Ну, слушайте, я не знаю, ну, что сказать таким людям, алкоголик, он тоже чувствует, что ему алкоголь нужен, он вам скажет, я чувствую, принцип-то один и тот же, воздействие на определенные зоны головного мозга, вызывание эйфории, желание это опять получить, и это принцип один и тот же, как и кофе, алкоголь, сигареты, любые наркотики, мясо тоже и наркотик. Вы об этом, кто еще не в курсе, кто не смотрел мои лекции, сегодня до конца дослушат, ну, поймете с разных-разных сторон, совершенно. Поговорим мы и с вами, что такое амины, вот эти гетероциклические амины, что при жарке мяса происходит, что вообще, ну, это вкратце, это не главное, главное понять нам сегодня системно, как работает организм, вот это основное. Итак, давайте дальше. Значит, итак, вот, пожалуй, мы посмотрим это. Да, это современное питание, современный мир, конечно, такой взятый крайний, гипертрофированный, может быть, хотя, вот этот дядя, так сказать, вот тут внизу, который уже себе, это реальные снимки, так сказать, настолько любит Макдональд, что считает, что он, так сказать, вот такой, чуть ли не герой, или, так сказать, реклама ходячая, ну, это просто страшно. И вот, женщина, девушка, которая, собственно, выбрала то в питании, что является действительно продуктами питания, созданными для нас, как ключ к замку, потому что на то указывают все биохимические процессы, морфологическое наше, анатомическое строение и так далее. Вот. Хорошо. Хорошо. Значит, теперь, теперь, возникли в последнее время действительно новые страшные продукты. Это вот те самые рафинированные, так называемые очищенные, утонченные. В природе вообще таких продуктов нет. Живые организмы просто не приспособлены к потреблению таких продуктов. Человек, конечно, не должен этим питаться, это вообще не еда. Вот. Это, соответственно, сахар, мучные изделия, из белой муки, хотя бы особенно уж. Значит, это, а многие ведь такие продукты нарушают и перистатику, то есть движение кишечника. Они просто убивают поджелудочную железу, при этом развиваются панкреатиты. Мы об этом сегодня обязательно поговорим отдельно. А я уверяю, почти у каждого есть панкреатиты. А невежды многие кричат, что вот сыроедния виноват, мол, на сыроедния что-то получил себе ухудшение. Вот. Так как после фруктов некоторые пишут, вот у меня пошло, все, сыроедния виноват. И организм, понимаете, ну я объясню, с чем это связано на самом деле. Организм ведь страдает от нехватки витаминов, минералов, ферментов. Организм травит с продуктами распада, мертвой пищи, если человек это ест. Это все происходит не сразу, постепенно. Но, так сказать, это происходит от этого, к сожалению, от того, что это не сразу, вдруг происходит, у человека возникает ложное и губительное чувство, как бы, так сказать, и даже уверенность в том, что в его вот этих болезнях виноват, что угодно. Но только нелюбимая его еда. Все так питаются, говорит он, ничего, да. Но, знаете, во-первых, все-таки не все. И, во-вторых, все, посмотрите, все миллионы, миллиарды людей больны и умирают от чего люди? От заболеваний, не в срок отведенной природы. Далеко, уж не говоря о тех людях, даже за сто лет, кто умирал, не по своей, так сказать, какой-то непонятной причине отчетка от определенных диагнозов, если разобраться, если разбираться. А что там говорить про смерти уже, про рак в 20 лет? Вот девочку тут написали уже три года онкология мозга, страшные вещи написали, причем там сразу по симптомам я понял, что 100% там есть острица либо аскориды. И, потому что дыхание определенное, хрипение, я сказал все то, а через катетер полезли черви, через буквально день, там два, что делать, объяснил, но хватит ли ума и осознанности, конечно, у родителей что-то изменить. А медики все, умирать домой списали. Вот что сейчас происходит. Поэтому, знайте, знание это сила, я вам как раз и даю самое главное в жизни, что только есть, знание, от которых нельзя отмахиваться, а вы после вот даже сегодняшнего вебинара напишите, насколько вы, ну скажем, осознали или переосознали или глубже познали вот картину природы болезни человека. Ну, продолжим, пожалуй. И вот очень важная вещь, я особенно скажу, сейчас активно развивается, это, знаете, видно по этим людям неадекватным и действительно прекрасный ученый, он психиатр, Николаев, который старший, отец того, что вот сейчас Николаева, уважаемого, так сказать, сыроеда, так вот, он о чем говорил, что есть понятие аминотоксикоз мозга, это отравление как раз белками и вот это шизофрении различной степени это связано именно с этим. И действительно это так, но об этом мы ниже поговорим. Итак, продукты, вторая беда, и вообще посмотрите вот эту картиночку, тут как раз то, что я сейчас говорю, рафинированные, вот эта проблема современная, обедненные, что значит обедненные? Вследствие бурного развития сельского хозяйства. С 60-х годов у нас в стране это просто повально, когда Хрущев просто завалил самолетов все, пестицидами, гербицидами, к тому же перепаханы были почвы и уже многие в результате, ну скажем, за буквально 10 лет, в 50-х, в конце, в начале 60-х годов почву выжимали по полной программе. И вот минералы, микроэлементы важнейшие, различные селен, кремний, они из почвы через продукты, через силос, через траву, которую нас корм с капу давали, они ушли из почвы. И на этих почвах пришлось впихивать, ну конечно и макроэлементы ушли, но макроэлементы там, так сказать, халий, натрий, фосфор, азот, это все вносили в виде химических минеральных удобрений. И продукты росли, чем больше вносишь, больше растет. Ну плюс надо потравить насекомых, прочее, потому что монокультуры это ущербные, и они вырождаются, и прочее. И тем не менее, что мы стали получать в пищу с такими продуктами, химию, да, но об этом не сейчас, но мы стали получать обедненные. Нету там тех минералов, которые жизненно важны нам для многих процессов. Напомню, что многие аминокислоты в своем составе имеют там, например, серу или другие минералы, гормоны, ферменты, там обязательно участвуют минералы. Не будь их определенных, мы нарушаем, у нас нарушается обмен веществ. Понимаете, это важнейший, один из важнейших факторов. Хорошо, все слаще стали, действительно, продукты. Что это значит? Ну вот новые сорта стали выращивать, которые, конечно, стали давать, во-первых, больше по количеству слаще, если там какие-то сорта кукурузы и прочее, содержание крахмалов, потому что в них стало выше. Ну и попер вперед диабет, так сказать, и в первую очередь диабет, панкреатит, потому что поджелудочная железа уже не может вырабатывать такое количество ферментов, то есть она работает на износ, и, соответственно, развиваются автоиммунные заболевания. Об этом мы как раз поговорим, как они развиваются, когда дойдем до поджелудочной железы. Сегодня в том числе и укоснемся, несмотря на то, что говорили об этом в предыдущем лекции, когда о печени речь была. Так вот, масса габаритных продуктов увеличилась, содержание ухудшилось, человек ест больше, а получает результаты все-таки меньше. Это стало питание просто убогое и дефицитное в плане минерального состава, витаминного и прочего. Уже, к сожалению, почти не осталось тех сортов, которые наши бабушки пользовались, поэтому я, например, в своем проекте Клуба органического земледелия стараюсь сохранять сорта, они у меня есть, будет у меня школа открыта по этому поводу, занятия аграрные, но это, собственно, будет интересно, потом отвечу. Так вот, поэтому, ну, думать надо, вот что говорят, конечно, люди, это я не вам, это я тем людям, которые хотят верить в сказанное им, что отмахнуться от всего, а, все бесполезно, или все что-то, слушайте, ну, таким подходом, конечно, не о чем думать, просто телевизор сиди, смотри, пей пиво и футбол, и все больше ничего, или сериалы, да, и деградируй потихоньку. Но я обращаюсь и говорю, диалог наш с вами с разумными людьми, я надеюсь, вы понимаете все адекватно. Поэтому, смотрите, современные продукты, что можно вывод, какой из этого сделать? Они созданы не для здоровой жизни, они созданы для торговли, и это четко факт. Значит, теперь уже объем съеденного, даже животного, растительного, неважно, не означает качество и достатка того, что требуется организма. Это основная причина проблем и веганов, в том числе, и сыроедов, а тем более уж я не говорю про обычно питающихся людей. Естественно, понимаете, мясоеды, значит, болеют все и чаще, и тяжелее, чем веганы, вегетарианцы и сыроеды. Чему весь мир и все больницы свидетели, но есть же умники, да, которые и тут пытаются все под себя перевернуть, с ног на голову поставя, увидя 5-6 больных, где-нибудь сыроедов, кого-нибудь, найдя специально, причем многие из них не сыроеды, типа вот как основатель Эппла, они обязательно плюнут в сторону, плюнут, так сказать, и скажут, что, ну, скажем, да еще похвастаются о своей якобы победе, на гаде, то уйдут, что называется. А за спиной у такого идиота порой миллионы умирающих, гниющих заживо людей-месоедов на одного сыроеда, но они это не видят, не хотят видеть. Это, так сказать, так легче им жить, обмануть себя, да и других. Другая беда, тотальная химизация сельского хозяйства, но об этом я вкратце сказал, конечно, это, вот, так сказать, началось давно, но, ну, сто лет уже минеральные удобрения применяются даже больше, но интенсивно с 60-х годов пошло, когда народно-население стало после тяжелых войн расти, когда изменилось миропонимание, люди в города загнали фактически, то есть, деревня стала везде потихонечку уничтожаться, стали развиваться суперсовременные комбайны, которые могут, так сказать, обеспечить там тысячи людей, значит, в сельском хозяйстве для корпораций это было выгодно, которые стали активно развиваться и под себя грести всю вот эту монополию, то есть, это целое отдельное, но направление, вот, которое я, конечно, не буду сейчас, это уже геополитика, это экономика, о нем я примерно вот говорил, был такой вебинар у меня по вот этим темам, был. Так, значит, теперь, хорошо, технологии хранения и перевозки, действительно, вообще, конечно, это все неестественно, в идеале, как в природе, съел, сорвал, съел, если бы человек жил на земле, и вот тогда он откроет для себя такие границы здоровья, каких сейчас помыслить даже трудно, потому что забегу вперед и скажу, что те женщины, вот, например, которые выглядят в 40, ну, в 70-75 лет на 40, выглядят реально, вот они срывают и съедают, ну, там есть нюансы, но я важнейший фактор сказал, потому что там не только строительные материалы, энергия, там еще дополнительно уникальная энергия прана, так называемая, которая действительно питает, в том числе, и эфирное наше тело, потому что, надеюсь, для вас ни для кого не секрет, что это все-таки факт, что это все существует и есть, не идиоты были наши предки, все они прекрасно знали, а мы только заново учимся, открываем картину мира, познаем то, что прекрасно знали наши прадеды. Хорошо, приходится хранить, города появились, приходится хранилища гигантские устраивать, плохо, ну, конечно, да, сто лет назад были погреба, ну, можно было бы и сейчас так сделать, если просто масштабировать технологии хранения, вот о чем я тоже, кстати, буду рассказывать, выступать, но, к сожалению, так проще законсервировать, напихать красители, добавок улучшителей, даже газы для искусственного консервирования и еще газы для активного дозревания, плюс, еда-то бедная, ну, понимают это, туда, витаминные добавки, минеральные сыпят все, конечно, это сказывается на нашем здоровье, это разрушает наше здоровье, ведь эти все добавки, они синтетические, они мертвые, это уже не живые, лево-вращающие изомеры, а право вращающиеся, в лучшем случае, если они вообще не являются еще ядами, что, хотя они являются, конечно, почти все, эти добавки, и вот поэтому, надо говорить, ну, ну, тем не менее, ладно, упустим и это, а то ведь некоторые, знаете, тоже вот люди говорят, вот, макароны, пищевая ценность, там нету никакой пищевой ценности, это сумасшедший балласт для организма, это фактически трижды убитая пища, которой в четвертый раз, человек просто варит твердый клей, вот что это такое, говорят некоторые умники, здесь находятся и говорят, а вот итальянцы едят макароны и долго живут, ну, знаете, на такую идиотическую глупость, вот лучше я просто промолчу действительно, если человек умеет рассуждать, анализировать, составлять, он сделает после просмотра сегодняшней лекции, себе адекватный вывод, есть еще одна большая беда, это, конечно, гиподинамия, она особенно в последние десятилетия, ведь мы за компьютерами, мы, так сказать, на работе сидим, ну, многие люди, потому что очень сильно вырос класс тех людей, кто работает, вот, скажем, просто интеллектуально, сидя за столом и прочее, это большая беда, и уже в 80-е годы били эту беду, про гиподинамию, засиделись люди за телевизорами, так сказать, прочее, а ведь это правильно, ведь, это большая проблема, энергетические и строительные нужды таких вот, понимаете, современных городских организмов, они все падают, а калорийность пищи, которую человек ест, она все растет, и количество поглощаемой пищи, и количество белков, любимого этого мяса растет, и неадекватно этому нашему расходу, то есть балансу, ну, и, соответственно, это комплексное такое извращение приводит к всевозможным дисбалансам, к нарушению обмена веществ и появлению различных болезней. Так вот, кулинария, это, конечно, отдельная тема, это, как говорится, есть такая пословица, Бог создал, да, пищу, а дьявол кулинар, вот этим сказано, поэтому больше не будем, и, конечно, я обязательно оставлю еще для своей книги многие факторы, да и действительно, иначе мы с вами не сможем сегодня все разобрать, а тема, ну, очень важная, и предстоит многое сегодня нам с вами разобрать, давайте теперь соберемся, вступительное, можно сказать, наше практически завершилось, слово мое, вернее, такой рассказ, еще пару слов, и перейдем непосредственно к самой системе пищеварения, вот, посмотрите только на эту, так сказать, картинку, действительно, мы здесь видим, что очень многие факторы, алкоголь, там, табак, туда все, наркотики, все вот это отнесем, ядовитые дымы, которые выделяются из труб, ТЭЦ, и особенно из машины, вот это свинец, оксид углерода, все, поэтому очень много онкологические заболевания, на крупных трассах, например, вот Каширска, Варшавское, шоссе, просто в 2, в 3, в 5 раз выше, чем даже в отдаленных, где стоят дома, кварталах, значит, конечно, это, вот этот пищевой, лейкоцитоз, это, это огромное количество, когда иммунная система, вынуждена бороться с антигенами, попавшими к нам в организм, а я расскажу, что такое антигены, это выделение, выработка лейкоцитов, других фагоцитов, иммунных клеток, которые, собственно, уничтожают его, но в процессе уничтожения травится наш организм, потому что процесс уничтожения любых белков, любых вирусов, бактерий, попавших на уровень, это гной, это гной, который накапливается в нас, если организм его не может в полном объеме вывести из организма, но, к сожалению, не получается. И так далее, ультрафиолетовые лучи, буквально два слова тоже, я говорил про воду, когда говорил, да, и про почки, что действительно через кожу проникает ультрафиолет и воду разрушают на гидроксильный радикал и на свободный радикал водородный, который, конечно, действует именно как свободный радикал, разрушает клетки наши и отнимает электроды у других клеток, соответственно, идет цепная реакция, поэтому много на солнце быть нельзя, особенно людям с голубыми глазами, светлой кожи, нам вполне хватит необходимого витамина D, если мы даже 10 минут постоим на солнце просто со спущенными рукавами рук, лицом вполне, так сказать, вот просто не нужно загорать долго и, соответственно, все тело, чтобы не загорало, это, конечно, особенно у кого родинки, прочее, но об этом я все рассказывал. Уж не буду говорить о радиации, хотя стоит сказать то, что, к сожалению, подгадили нам очень сильно, а именно, например, есть такой газ, криптон-85, который, это радиоактивный элемент, который в атмосфере вырабатывается всеми, к сожалению, выходит свободный полет, что называется, атомными станциями и мира, и он, знаете, где скапливается? В жировой ткани. И поэтому, вот тот самый жир животных в виде сала крайне опасный. Поэтому жирному человеку, у кого складки и, так сказать, огромное количество жира подкожного, висцерального, то есть внутренних органов, это колоссальная опасность. Там концентрируется этот радиоактивный элемент. Калий-40 есть очень опасный радиоактивный элемент. Им заражены были очень многие поля в советское время и по всему миру вообще. К сожалению, он добавлялся как один из компонентов комплексных минеральных удобрений, а полураспад его полтора миллиарда лет. Это вообще практически большая беда. Я когда-нибудь об этом расскажу отдельно. Что делать, конечно, те места, которые были, отдавались от лесов в садовых товариществах, тех, что, так сказать, вот, где были под лесами, далеко от сельхозяйственных мест, но не на сельхозземле, которая активно развивалась в советское время, этой опасности не так много. Но это надо было сказать, это надо тоже учитывать. Что ж, пожалуй, я думаю, сейчас, вот, посмотрите, перед вами, я переключил слайд, где вы можете спокойно пока ознакомиться, вот, посмотреть ссылочки, из чего же состоит наша пищеварительная система, ну, а я сейчас плавно к этому и перейду. В общем, скажу вам главное, и последнее, что если человек захочет взять себя в руки, захочет изменить свое мышление, мировоззрение, жизнь свою, а это возможно, пока человек жив, то тогда человек перейдет на разумное, адекватное питание, он знает, будет понимать те меры, какие нужно ему принять в его конкретной ситуации, он сумеет взять тогда свое здоровье под контроль. И, конечно, верить не нужно, нужно знать, вот это самое главное, и тогда вы будете уверены, вот это уже будет высокая степень понимания. Значит, будет, конечно, уже я так скажу, с улыбкой, но кто-то может с печалью, посмотрите на тех, кто до сих пор говорит, а при чем тут еда? Ну, тогда, как говорится, один раз скажи, второй раз приведи свидетеля, пусть он подскажет, что ты прав, а третий раз не мечи бисер. Так вот, поэтому призываю, изучайте наш организм, понимаете, какой действительно логике всех биохимические процессы строгой логике подчинены, получите действительно, получаете эти знания. Ведь действительно, какая пища пойдет на здоровье, а какая на погибель, нужно знать. И мы детей ведь можем либо травить своих с детства, убивать, либо наоборот, сделать их абсолютно здоровыми, ну, почти абсолютно здоровыми, а уж их детей, то есть второе поколение, можно сделать очень полностью здоровыми людьми, и они могут жить уже действительно и 150, и гораздо больше лет. Современный человек, к сожалению, ест живой пищи всего на 5-10%, а мёртый на 90-95. И это беда. Не было такого ещё 30, я уж не говорю про 50, и тем более про 100 лет назад. Помните об этом. Дело в этом. Дело именно в этом. Итак, пищеварительная система. Пока вы посмотрели, ну, а я теперь вам прокомментирую. И так, конечно, ну, все понимают, что пищеварительная система, она как бы обеспечивает усвоение организмом необходимых для энергии, для жизни питательными веществами, самой энергии, вот, для роста клеток, для обмена их на новые. Пищеварительный аппарат человека представляет, ну, скажем, вообще единую трубку, расширяющуюся, сужающуюся, которая идет от ротовой полости до ануса. Но они разделены, безусловно, по своим функциям, по строению, по перегородкам, по перегородкам своим между отделами, на условные вот эти отделы, которые человек назвал, характеризовал, и действительно, это, в принципе, все логично. Поэтому мы так и будем разбирать. Общая длина вообще пищеварительной системы человека от торта до заднего прохода занимает 8-10 метров. Это, в принципе, сравнительно немного. Это гораздо меньше, чем у животных, травоядных, жвачных. Это гораздо, ну, скажем, все-таки больше, чем у хищников. Но это вовсе не значит, что мы нечто среднее и всеядное. Это большое заблуждение. Это вообще ни факторы, ни критерии оценки, какими мы являемся. Это всего лишь попытка выдавать желаемость. Действительно, как всегда. Поэтому, давайте так скажем, по большей части, пищеварительная система представляет из себя, скажем, такую изогнутую в форме петель, особенно, конечно, это касается кишечника, да, уже брюшной части пищеварительной системы, трубок. И, соответственно, одна переходит в другую часть. Это, соответственно, начинается с полости рта, глотка, пищевод, потом идет желудок, потом идет тонкий кишечник, который состоит из нескольких отделов, в том числе, первая из них, это 12-перстная кишка, про которую я постоянно рассказываю, очень важный отдел. Дальше идет уже толстый кишечник, тоже со своими отделами, мы их сегодня с вами посмотрим. И прямой кишки, соответственно, ануса, все продукты окончательные, и токсины, которые должны выйти из кишечника, должны, но не у всех, к сожалению, выходят, выходят через анус наружу. То есть, соответственно, это вот совсем примитивно, ну, а здесь вы уже видите на схеме, на первую. Потом мы будем подробно смотреть по каждому разделу. Ну, а сейчас, первое, это вот ротовая полость, это действительно, ну, я объединил это, скажем, потому что долго слишком про это говорить не будем, хотя все-таки про слюнные железы придется рассказать подробнее, потому что они очень серьезным образом участвуют в системе пищеварения, во всех процессах. Поэтому вы пока смотрите, но я вам, соответственно, расскажу. Итак, понятно, что каждый знает из вас, что в ротовой полости располагается и язык, и зубы, и слюны, и железы. Естественно, в ротовой полости пища у нас механически измельчается, вот, она ощущается на вкус, ощущается рецепторами температуры, формируется пищевой комок, вот этот, с помощью, конечно, языка, самой слюны, зубов, и слюны железы через протоки выводят вот свой, вот этот секрет в слюну, слюну, да, но слюна это и есть секрет, собственно, слюных желез, и уже вот в ротовой полости происходит первичное расщепление пищи, это очень важно, и фермент слюны птиолин, это так называемый слюна, амилаза, я всегда раньше просто говорил амилаза, но я вот хочу вам уточнить, это называется птиолин, но по большому счету это амилаза, которую вы узнаете, вырабатывает, в том числе, поджелудочная железа, которая, естественно, этот фермент выбрасывает в 12-перстную кишку и завершая таким образом пищеварение в кишечнике, ну, скажем, не завершая, а определенный этап завершается, она еще дальше идет, эта система пищеварения на этом не заканчивается. И основная задача в ротовой полости, знаете, какая? Именно потому, какие ферменты выделяются, значит, до каких элементов расщепляются сложные вещества, это расщепление крахмалов до простых сахаров. Дальше я поясню подробнее. Потом идет у нас глотка, понятно, вот, ну, тут все понятно, тут рефлекторные функции, их, собственно, их несколько. Тут есть, во-первых, несколько отделов, это носовая часть, носоглотка, да, ротоглотка и гортанная часть глотки. И, соответственно, основная задача, это, ну, проглатывание пищи, по большому счету. И, конечно, этот процесс осуществляется рефлекторно. А вот пищевод уже, и тут сложнее, вот пищевод, ну, скажем, это там можно назвать ее верхней частью пищеварительного канала, она представляет из себя трубку, которая снабжена вокруг мышцами, и верхняя часть трубки состоит из поперечно-полосатой, а нижней с гладкой мышечной мускулатуры. Вот это надо иметь в виду. Трубка, скажем, она выслана, конечно, плоским эпителием, и пищевод транспортирует пищу в полость желудка. То есть, это некая такая трубка транспортер. Хотя, вы знаете, заболеваний пищевода очень много, к сожалению, есть. И многие путают врачи заболевания пищевода с заболеванием желудка и прочее, хотя это очень сильно между собой связано. Теперь, очень важно сказать пару слов о строении зубов. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что строение зубов у человека явно и однозначно нам говорит и показывает, что наш ротовой аппарат, наши зубы созданы для измельчения растительной пищи путем пережевывания и протирания, как у травоядных и плодоядных животных. Отличий совсем немного. И даже те условно клыки, которые мы почему-то называем клыки, они у нас, заметьте, находятся в один ряд с другими зубами, хотя даже у всеядных животных и даже у приматов, которые, многие из которых просто плодоядные либо травоядные, существа, у них клыки в 2-3 раза больше, чем у нас. Но давайте посмотрим, почему у нас нижняя челюсть может вращаться не только вверх-вниз, но и влево-вправо. Ни у одного хищника не вращается нижняя челюсть влево-вправо, иначе бы он сорвал из суставных сумок просто нижнюю челюсть, когда разрывал добычу. Ведь всему есть объяснение, всему есть четкие, ну скажем, механизмы, критерии, и просто, если проанализировать, начинают количество и расположение слюных желез, какие они выделяют ферменты, но об этом чуть ниже, да, и до всей анатомии и морфологии каждого отдела пищеварительной системы, то ровно на 100% из 100 мы будем вынуждены сказать, что человек по своему типу питания является плодоядным существом. И это никакой, это ущербность, это наоборот вершина эволюции, потому что плоды это концентрат энергии Солнца, это концентрат минералов Земли, это самые питательные продукты. Вот. Это просто факт. Теперь дальше, что происходит? В ротовую полость вообще открываются три пары слюных желез. Поклушные, подъязычные, и подчелюстные. Деятельность этих желез заключается в выработке специальных веществ, которые входят в состав слюны и выполняют очень важные функции для переваривания пищи. Значит, при выработке самой слюны железы очень сильно интенсивно снабжаются кровью. Вот. Причем при этом кровь очищается от определенных продуктов обмена, и они выделяются вместе со слюной. В это время они являются тоже как ролью небольших фильтров. Одновременно с ней вырабатывается специальный гормон, который активизирует углеводный обмен в организме. Еще одна вам галочка, еще один плюсик к пониманию, но факт медицинский, что синтезируются специфические гормоны, помимо которых активизируют углеводный обмен. Углеводы это плоды, это не белки, то есть там есть белки, но они в форме полипептидных, они в форме олигопептидов, там, липопротеидов или гликопротеидов, то есть комплекс с жирами или с углеводами, я имею в виду, белки, растения, они другие. Поэтому ротовая полость нам говорит даже сама по себе, какие мы по типу питания и чем мы должны питаться. Слюна, запомните, еще фактор, имеет щелочную реакцию всегда, 7,4-8. Почему? Потому что дезинфекция. Потому что только при щелочных ферментах в щелочной среде расщепляются углеводы и, соответственно, расщепляются жиры по большей части. В состав слюны входит что? Муцин, неорганические вещества, азотистые, различные соли, это щелочные элементы в том числе, органические вещества, ну и, конечно, некоторое количество кислорода, азота, газа, углекислота, это немного, в небольших количествах тоже присутствует. Вот из ферментов в слюне имеется птиолин, который я уже говорил, самый основной фермент. С его помощью, скажем, пища расщепляется крахмалистой до более простых соединений. Вот и еще даже Павлов, кстати, академик, знаете, еще о чем говорил, очень важно, о лечебном действии слюны, и мы знаем, что если ранка, мы поплевать, хотим высосать, выплюнуть слюной, смочить, говорят, поддорожник слюной и приложить, да, слюна здорового человека, она действительно дезинфектор по многим, так сказать, критериям. И об этом даже Павлов очень серьезно в свое время говорил. Так, ну, за сутки у человека вырабатывается полтора, иногда и более литров, понимаете ли, слюны. Вот. А, кстати, у крупных животных, сельскохозяйственных, так сказать, ну, у которых человек вот селекционно, так сказать, улучшал, чтобы, ну, там вообще до ста и больше. И вот, но мы с вами люди, мы не жвачные животные, поэтому у нас все рассчитано под себя. Теперь, так вот, любое жевание, да, когда человек жует пищу, оно усиливает слюноотделение. Причем, чем больше измельченная пища вот получается, да, в процессе жевания, тем это значительнее и эффективнее идет процесс пищеварения. И рецепторами уже человек, как бы, организм осознает, сколько нужно дать, какой сигнал на выработку каких гормонов, каких ферментов в других отделах желудочно-кишечного тракта для того, чтобы пища там допереварилась, потому что организм четко знает, что он сделал в ротовой полости и что надо сделать дальше. Но когда пища неадекватна, когда она не рассчитана на то, чтобы, так сказать, человек мог, действительно, кстати, долго жует человек, вот задумывались ли вы, вот мясо, прочие, так сказать, которые сдобрены с перцем, солью, всем-всем-всем, так сказать, жареная картошка, там все, человек быстро хочет проглотить, но не может жевать. Естественно. А если он берет, например, перец, яблоко, он легче, даже психологически, тот же человек жует дольше, и это естественно. Это есть, так и есть. Так, кстати, вот я говорил про очистительную функцию некоторых, вот, процесса жевания слюны железы. Действительно, вот, если акцентировать на этом еще внимание, то в процессе простого акта жевания можно прогнать, как бы, через, вот эти железы слюны до 6 литров крови, представляете? То есть, фактически всю кровь нашего организма. Вот таким вот образом. Ну, и, конечно, высокая щелочная среда слюны как раз нейтрализует действие кислот, которые предотвращают как раз эта щелочь от разрушения зубов. Но ведь у людей зубы разрушаются. Почему? Это вот другой вопрос, и про это мы обязательно поговорим. Обязательно поговорим. Я, тем более, это обещал. Так вот, качество пищи и сколько надо бы рыбить ферментов в дальнейших отделах желудочно-кишечного тракта именно определяется во рту. Вот. Хорошо. И еще уж такую вещь скажу, что энергия полей, полевая энергия, как бы, да, снимается именно в ротовой полости. Она используется для полевой формы жизни, то есть для нашего эфирного тела. Это уже из, что называется, ВЕТ, но просто вам тут скажу. Хотя я всегда касаюсь, вы знаете, стараюсь говорить чисто вещи научные, но это тоже наука, просто ее не воспринимает современная наука, которая абсолютно порочная. Я надеюсь, все вы это, в общем-то, понимаете, причем во всех областях знания, абсолютно без исключения. Хорошо. Поэтому я вам хочу сказать, очень важна гигиена ротовой полости и зубов. Ведь гнилостные микробы, бактерии, которые обитают, особенно если на эмали, на лед, вот там, как на перфорациях, на дуплах, да, там возникают вот эти гнезда, так называемые, рассадники инфекции. Естественно, если даже остатки пищи, я уж про это не говорю, если вы кислую выпили продукты, соки, те же, то бактерии используют это, кислота сама по себе в, так сказать, активное, в, соответственно, фруктовых соках. А помимо того, любая пища является питательной средой для инфекции. Если бактерии развиваются активно, то они выделяют кислоту, которая разрушает наши зубы. Соответственно, есть болезни, которые идут еще в утробе матери, типа дисплазия, эмали и прочее, которые никак не относятся непосредственно к питанию вот под ребенка, который уже родился, она раньше закладывается, но это отдельная тема. А вообще, при правильном питании, соблюдении гигиены полости рта, что нужно, понятно, пользоваться и зубной нитью, и промывать лучше, конечно, чем нитью пользоваться, но не у всех есть такие возможности, вот как кабинет стоматологов, водой под давлением промывать, да, полости между зубами, щели. Это, безусловно, мягкие щетки, обязательно мягкие, это зубной или порошок, или обязательно паста, но только дай, вот прям прошу вас, чтобы ни в коем случае с фтором не пользовались. Ну, ни в коем страшнейшее вещество, которое отравляет весь организм, так сказать, и на умственную деятельность влияет, и в том числе на эмаль, на все. Хорошо. Итак, значит, вообще, ну, давайте я скажу так еще, что слюны и железы, да, это, конечно, еще раз, первый ряд, первого отдела пищеварительной системы. Про ферменты и про все я в целом сказал. Есть, как бы, малые слюны и железы, вот, значит, они расположены под слизистым слоем области губ, щек, неба, языка, вот так называемые небные, щелочные, губные, их много, но большие слюны и железы являются крупными парными органами, и они оказывают, вот как раз, самое большое воздействие на пищеварение, и различают три вида больших слюных желез, даже их уже различают, это околушная, это подчелюстная, это, ну, собственно говоря, я предлагаю, боюсь, на часы смотрю, мы не успеем, то все, что я запланировал, поэтому вы уже потом ознакомитесь подробно, если будет интерес к этому. Так, поэтому про функции все. Значит, единственное, что еще раз скажу, значит, вот маленькое завершение для закрепления, да, что ферменты для образования слюны поступают уже в полустират рта через протоки слюнных желез, которые как раз открываются и под языком, и на уровне верхних больших коренных зубов. Иногда человек как зевает, а у него такие микро, знаете, слюнки такие, прям под давлением выскакивают. Вот ведь какую силу имеют действительно слюны и железы. И вот слюна, проводя первоначальную химическую обработку пищи, и обволакивая ее, значит, муцином, это такое специальное слизистое вещество, оно способствует формированию как раз пищевого комка, участвует самым прямым образом в процессе пищеварения. Поэтому правы те, кто говорит, пищеварение начинается с полости рта. Поэтому пищу надо жевать очень долго, тщательно, чтобы пищу нужно глотать, как воду. Вот так надо разжевывать. Тогда снимаются сразу автоматически много проблем с пищеварением. Ведь чем меньше пища, тем быстрее и легче она расщепится в желудке, потом в кишечнике, быстрее переработается, меньше пойдет на это ферментов, на эти процессы. Легче пища будет всасываться в тонкий кишечник, в толстом кишечнике, и, соответственно, меньше ресурсов у организма уйдет на изменение этой пищи. Так, хорошо, буквально два слова. Какие есть слюнные ферменты? Вот есть мальтаза, тероксидаза, амилаза, оксидаза и вот этот птиолин, так называемый. И другие, это все белковые вещества. Помните, ферменты, как и витамины, это все белковые природа. Вырабатывает их наш организм, какие нужны в данный момент времени, какой группе тканей. Это знает только организм. Поэтому эти ферменты, будучи проглоченными, они оказывают свое действие и дальше. Но как она попадет в желудок, там уже действуют другие законы. Вот об этом мы поговорим чуть дальше. Я вам единственное, что скажу, это очень интересный факт, что вот смотрите, вот тот самый птиолин, то есть слюна амилаза, вот она что делает? Сначала она крахмал переводит в декстрин, так называемый, вернее, в декстрин, а затем уже дисахарид, мальтозу, мальтоза, это дисахарид, который из двух сахаров состоит. И, соответственно, второй уже фермент слюны, мальтаза, он расщепляет мальтозу, но на две молекулы глюкозы. А вы знаете, что глюкоза это тот самый сахар, так сказать, мономер, который является источником энергии. Правда, не все знают, чтобы этот источник энергии действительно усвоился клеткой без лишних затрат организма. Это должна быть не глюкоза, а именно фруктоза. Но об этом я расскажу чуть ниже. Так. Значит, теперь давайте все-таки я вам расскажу вот еще о чем хотел. Давайте я быстренько расскажу маленькую классификацию углеводов, чтобы вы просто в этом разбирались. Смотрите, все углеводы делятся на простые сложные сахара. Простые сахара, они делятся на моносахариды, дисахариды. Что такое моносахариды? Это полимеры, состоящие из одной молекулы пространственного изомера. Глюкоза, это фруктоза и это галактоза. Если вы помните, кто смотрел мои статьи о молоке, то лактоза, это тоже, кстати, это дисахарид. Вот он, лактоза, расщепляется на галактозу и глюкозу. И это уже, соответственно, моносахариды. А дисахариды, это сахароза, химический сахар, смесь глюкозы и фруктозы, который ни в коем случае потреблять нельзя, синтетический, химический сахар. Он не содержит ни витаминов. Он страшно ущербен. На него нужно огромное количество выработки и инсулина, гормона поджелудочной железы, и ферментов различных. Ну и резерва у организма отнимает он гигантское количество. Вот мальтоза, про которую я вам говорил, ой, мальтоза, извините, естественно, мальтоза это фермент. Вот. И, соответственно, что, лактоза, да? А сложные, сложные углеводы, это что такое? Это полисахариды, это уже полимеры, состоящие из большого количества мономеров, например, из глюкозы. Что это такое? Крахмал. Крахмал – это полимер, который как раз состоит из глюкозы, из мономеров, из огромного их количества. А вот, например, есть, есть ли такие полимеры, вот как вы думаете, которые состоят из молекул не глюкозы, а фруктозы? Конечно, есть. Это инулин, который содержится в, например, топинамбуре, в батате. Поэтому знают диабетики, что его есть можно. А почему? И даже нужно, потому что как раз он усваивается без инсулина. Не нужен инсулина этот гормон. А если он не нужен, нагрузка с поджелудочной железы снимается, количество сахара в крови не растет, потому что он легко усваивается тканью. И только глюкозу инсулин должен провести через мембрану клетки, потому что глюкоза не может пройти так просто. А фруктоза может. Вот это надо знать. Видите, как все просто, на самом деле, интересно. А что такое фруктоза? А это во всех фруктах она содержится. Пожалуйста. Кроме единственной, виноград и арбузы, там чистая глюкоза. Но опять-таки она живая. И она легче перестраивается. Ведь, знаете, вообще принципиальное какое отличие глюкозы от фруктозы? У них химическое строение одно и то же. Нет, не буду сейчас говорить. Я вам это покажу на одном слайде чуть позже. Маленькая интрига, пусть останется. Поэтому картошка, макароны, понимаете, глюкоза, это вот как раз, они состоят, это крахмалы. Они состоят из глюкозы, да еще убитой, мертвой. Там молекулы правовращающие изомеры. Там вообще они убиты несколько раз. Поэтому глюкоза такая она, недопустима. Ну, естественно, из-за этого происходит и диабет второго типа. Потому что, если люди едят эту жареную картошку с маслом, едят вареные макароны и прочее, да еще и добавляют себе всего остального мяса и прочее, то, естественно, так хорошо. Действительно, есть сейчас люди. Ну, не будем о таких люди говорить, которые все это, так сказать, не хотят видеть и хотят жить просто как они. Ну, кому хуже от этого будет, понятно. Хорошо. Значит, теперь об этом я немножко вам сказал. Угу, угу, угу. Так. И вот еще очень важный момент. Надо учитывать, что вообще все живые продукты, да, они содержат свои ферменты, свои так называемые энзимы. В любой вот травмированной ткани вот яблоко упало, и оно начинает темнеть сразу. Почему такой ведь идет такой специфический запах, да? Это что происходит? Клетки лопнули, определенная часть клеток. Лизосомы, такие органеллы, которые в цитоплазме находятся, они задержат пищеварительный фермент этой клетки, чтобы утилизировать продукты обменные, ненужные, в самой клетке, но и в случае распада клетки ее утилизировать. Так вот, этот процесс называется аутолис. Его открыл Академик Уголев, но пару слов об этом скажу, потому что есть и новые люди. Подробно посмотрите у меня в любой лекции, где я подробно об этом рассказываю, общее, так сказать, введение в тему живого, адекватного питания. Но все равно, ведь у нас может быть не только переваривание пищи за счет наших внутренних резервов, то есть наших ферментов, которые производят сам организм для этих целей, вот как, например, слюнных желез или дальше, что мы будем разбирать. А это еще ферменты, энзимы те, которые содержат непосредственно сам съеденный живой, только в живом виде продукт, потому что в вареном все энзимы, ферменты погибают уже при плюс 43-45 градусах, они разрушаются. Ну, а, соответственно, в живых продуктах остаются, и тогда они помогают нам в процессе пищеварения. На это просто не будет тратиться наша энергия на эти сложные химические дополнительные реакции, на производство ферментов. А ферменты – это белки, значит, организм не будет расходовать и излишнее количество наших собственных белков, значит, их больше останется в самом организме, поэтому в том числе, в том числе поэтому людям, которые переходят на живое питание, которые к этому уже адаптировались, приспособились, для них действительно не проблема есть меньше, они уже не хотят много есть с определенного момента. Это не сразу происходит, и не у всех, конечно. Хорошо. В растениях нет чистых белков, еще раз хочу сказать. А чистые белки, ну, скажем, вернее, растения, в растениях белки в составе находятся, в структурных элементах, например, гликопротеидов. Это углеводы и белки. Ну, а жиры с белками, соответственно, липопротеиды, липиды, жиры, да, переводят. Так вот, такие комплексы легко расщепляются. И уже во рту, но только их надо долго жевать. И они перевариваются на 100%. Вот зерно, например, само по себе, его есть не надо, там много крахмала. Но когда вы начинаете проращивать, то действительно крахмалы превращаются вот в те самые фруктозу, глюкозу. И вот уже это можно потреблять. Более того, в проростках, в отличие, например, ну, скажем, вот в проростке энное количество витамина С, там, неважно, в проростке пшеницы, на пятые сутки в 20-30 раз в этом продукте, в этом зерне становится больше витамина С. Вот для чего нужен крахмал. Ну, а у нас в организме вместо крахмала что? Ведь есть животный, так называемый, крахмал. Запас энергии это гликоген. И гликоген, он в огромных количествах находится в нашей печени. Печень просто запасает энергию таким образом, и когда ее не хватает, она расходует благодаря другому гормону, уже тоже поджелудочной, кстати, железы, это гликогон. И вот гликоген тогда уже распадается до глюкозы. Но, как правило, организм держит это в резерве. В мышцах тоже в наших скапливается гликоген для того, вот этот животный крахмал, для того, чтобы снабжать мышцы, а ведь мышцы, как известно, это энергозатратные очень ткани. Так, ну, хорошо. И еще заметьте, что крахмал вареный, то есть вареные макароны, там все это вареное, 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 это донатурированный крахмал, это клей. Ну, еще раз говорю, вспомните, как мы в советское время варили все, там, муку убрали, обойный клей, да, что получалось от муки? Клей, клейстер, ну, и что? Ну, вот что люди едят, только в разном модифицированном виде. Ну, переходим дальше с вами. В общем, вот посмотрите, да, конечно, здесь очень, с одной стороны, пищевод, но я решил сюда вставить еще такую картинку за одну, какие, ну, скажем, одни из, не все, конечно, но правила здорового образа жизни, безусловно, объективные, разумные, так сказать, добавьте только к компьютеру вообще все электромагнитные волны, которые на нас воздействуют, поля, особенно опасны, конечно, Wi-Fi, поэтому я рекомендую, следите, говорите с соседями, убирайте эти проклятые Wi-Fi, потому что это сотни раз излучение идет сильнее, чем от сотовых телефонов, да, которые всем уже известно, что они вредны, и говорите по ним меньше, а детям вообще не давайте сотовые телефоны, это, конечно, совершенно неправильно, а тем более, если они в руке, как помешанные, да и взрослые сидят и играют целыми днями, ну, это просто убийство детей, так, ну, хорошо, тем не менее, мы перешли к пищеводу, этот отдел пищеварительной системы расположен между, понятно, глоткой и желудком, длина его, как правило, 25-30 сантиметров, а толщина стенок, ну, 4-6 миллиметров, и в пищеводе в самом различают шейную, грудную, брюшную части, собственно, вы видите это на картинке, так, ну, я не буду сейчас говорить, сколько, какая часть, это все, вот я сразу вам скажу, дорогие друзья, что в том инфопродукте, который я вам потом предложу, вот все, о чем мы говорим, там, ну, сверхподробно расписано, то есть, более того, там даже будет специальное, дополнительное, такое, для более глубокого самостоятельного изучения приложения, отдельные брошюры, там, по-моему, 50 страниц, помимо прочего, но это я сказал к слову, теперь дальше, значит, вот такое известное многим понятие изжога, это как раз, вот такое неприятное ощущение жжения, оно распространяется по всему ходу пищевода, а связано оно с чем? с забрасыванием кислого содержимого желудка в пищевод, тогда пищевод получает такие ожоги периодически, а это происходит от чего? От неправильного питания, и нарушение, в связи с этим, вот такой вот, и перестатике, и работой желудка, и повышенной кислотностью желудка, так вот, это связано, конечно, с нарушением моторики пищевода, и желудка, и не только, и 12-перстной кишки, так вот, это отмечается очень часто, и сжога, знаете, при, ну, например, заболеваниях, при гастритах, там, холецистите, при язвенной болезни, при повышенной кислотности желудочного сок, как я уже сказал, ну, и при нервных расстройствах, кстати, многие. Вообще, у здоровых людей это может возникать даже при, ну, скажем, непереносимости определенных продуктов, либо при некоторых отравлениях, так что, обычно это, значит, поскольку это причина кислота, изжоги причина, то иногда принимают соду на кончике ножа, там, буквально, ну, полстоловой ложки, в полстакане-стакане воды, но это помогает только отчасти на время, что и говорит о том, что сода это не какие-то набор тех минералов, которые могут удерживать щелочную среду, это всего лишь химическая реакция произошла, вы соду приняли, вы, значит, вам легче, конечно, стало бы, что вы ощелачили органин, кислоту избыточную сняли, но, так сказать, и всего лишь, а потом реакция химическая, процессы идут так же, если ничего более вы не поменяли, то все вернется на круги свои, опять возникнет этот проблем. Это как в дудинцевой белой одежде, если помните, там, один из докторов, ну, значит, который все, значит, прятал, полиплоиды, да, свои, так вот он, у него болела, у него была язва, все-таки, я так по признакам скажу, 12-перстной кишки, но он пил там молоко, потому что там есть жир, и у него на временную боль проходила, а потом это начиналось опять, почему? Естественно, ну, потому что, вот, прочтите мои статьи о молоке, вы поймете, закисление идет, кальций-то весь израсходуется на то количество окисляющих белков, которые находятся в этом же молоке, и не хватит этого кальция, для того, чтобы, значит, нейтрализовать действие кислоты, оно наоборот будет еще более избыточное, а мало того, а что надо делать, воду пить щелочную, больше пить, пить, любая повышенная кислотность, это недостаток воды, просто это концентрация, плотность увеличивается, вот что это такое, плотность кислоты, это немножко другое понятие, то есть, воды не хватает, ну, конечно, плюс пищи, которая закисляет, но об этом дальше, о закисляющей пище. Хорошо, сократили стенки пищевода, комочек протолкнулся пищевой в желудок, да, ну, поэтому дальше вроде по логике желудок, как бы надо разбирать, но мы немножко еще поговорим о пищеводе. Значит, да, безусловно, есть очень много заболеваний, ну, например, там, пищеводная, например, дисфагия, это ротоглоточная дисфагия, это затруднение акта глотания, да, ну, например, уже во рту, потом в пищеводе, как комок стоит, это различные идут модификации этих заболеваний, с чем они связаны, как и почему, иногда это врожденные нарушения, иногда это вызвано ослаблением стенок, так сказать, клапанов, и прочие, прочие, причин на то много, но, я это все подробно описываю, сейчас говорить не буду, потому что, это не система, а просто знания дополнительные, нам сейчас важно понять систему, и те знания основные, какие, конечно, необходимы в этой связи, для общего логического процесса, и моего объяснения рассказать, так вот, эзофагит такой, если это очень серьезное, воспалительное такое, заболевание стенок пищевода, оно бывает хронического, острого течения, оно может быть от химических каких-то ожогов, от косточки, рыбы проглоченные, там раздражение, потом инфекции попадут, и пойдет, поедет, так сказать, а может быть по другим причинам совершенно, например, при поражении от гастрита, заброса желудочного кислого сока, и вот эти ожоги постоянно возникают, их тоже много модификаций, есть определенные четко выраженные симптомы, но вот, кстати, я вам покажу вот этот вот слайд, один рентгеновский, вот изъязвление, и вот трещины, и вот левый кадр показывает на слизистые, какие идут трещины именно в пищеводе, да, и что в результате получается. Действительно, это может протекать болезненно, и переходить в тяжелое состояние, тем более человек каждым глотанием подвергает, ну, дополнительному воздействию, ранению, незаживающие раны, поэтому тут нужно срочно принимать меры, и пищу в жидком виде получать, сначала соки, и только не кислые, а щелочные, обязательно овощные, но про это, как говорится, я подробно рассказываю в своем продукте, тут же важна система, а не просто отдельные высказывания, но чтобы понять в целом, я вам как раз сейчас, так сказать, в общем это вот и рассказал. Хорошо, поэтому классификацию, какие бывают, эрозивные, там прочее, это все-все, я вам обязательно даю, там очень подробно все это расписано, много страниц, потому что, как, что врачи назначают, какое лечение, почему это неправильно, безусловно, я потом рассказываю, как лечить это простыми методами, но комбинациями серьезными определенных трав, вот, и очень важно здесь только, знаете, что отметить, что, вот, например, вот этот хронический эзофагит, вот тут я скажу такую вещь, что это заболевание пищевода, которое очень многие воспринимают, как такое, знаете, безобидную болячку, а иногда, бывает она, кстати, почти у всех, и не всегда, ну, когда-то она сама, проходит, когда-то обостряется, ну, его часто приписывают другим заболеваниям желудка, и поэтому путают, вот, при жжении за грудиной, грешат, там, на язву, да, не всегда это бывает так, а с возрастом грешат на сердце, там, на остеохондроз, когда не знают, что происходит, а это часто бывает, отголоски отдают, именно, именно вот эта болезнь пищевода, вот, разобраться с этим обязательно надо, поэтому я по этим болезням даю очень подробную дополнительную информацию. Так вот, я еще скажу такое, что, вот, действительно, проявления вначале одинаковые, как и с болезнью желудка, с другими, но, и даже ведь опытными медиками не распознаются, они действительно принимают за болезни желудка, сердце и так далее, поэтому нельзя это дело запускать и терять время. А вообще, мой большой совет, переходить надо на естественное живое питание и нормальный образ жизни, потому что, если человек не ест рыбу, он никогда косточка, это не поранит, и не возникнет проблемы, потому что, так сказать, нормальные потребления овощей, зелени, фруктов и других продуктов, нормальных, естественных, гарантированно избавят от этих болезней, но уж если они есть, или, допустим, есть хроническая какая-то форма, стадия, тут надо, конечно, вылечить и дальше держать себя в нормальных руках. Так? Хорошо. А какие симптомы, я вам скажу, какие могут быть, например, которые говорят в том числе об этом, не обязательно, но в том числе, конечно, изжога, отрыжка, да, вот это нарушение прохождения пищи, о чем я говорил, вот эта дисфагия, ощущение комка за грудиной. Очень часто у тех, кто глотает, например, бывает, знаете, какую-то таблетку, с малым, ну, глоток воды, а этого всегда должно быть достаточно, глотка воды, а у него ощущение, что комок встал или таблетка, вот это значит, это и есть уже проблема. Вот так вот. Ну, и боль еще бывает при прохождении пищи по пищеводу, так называемая, одинофагия, это вот тоже разновидность, да, икота, рвота, боли под ложечкой в пищеводе, вот эти специфические боли, это некоторые принимают еще за, так сказать, вот даже чуть ли не за болезнь поджелудочная, это именно в этом проблема. Так, все, значит, поэтому, что делать, как, я, единственное, скажу, что легко определяется, по ашметрии пищевода делается, вот, ну, и другие методы тоже есть, если уж нужно точно поставить диагноз, хотя по косвенным прямым признакам, да, и когда вы изучите это более подробно, я даю эти знания, там, дополнительно, продукты, то вы тогда просто поймете, что и чего делать нужно. Так, и вот это лечение, соответственно, вот так, у меня очень подробно расписано про лечение пищевода, это очень, я охватил целую группу проблем, и знаете, что еще? Вот, дело в том, что часто причинами заболевания пищевода являются еще и, а вот это очень важное, чуть ли не забыл сказать сейчас, цитомигаловирус, это очень серьезный, крупный такой вирус, это кандидоз, который у многих есть, если язык белый, то кандида 100% в организме, это герпес некоторых форм, и поэтому в этом случае нужно включать в программу, которую я вот подробно объясняю, еще и антивирусную, антибактериальную, программу защиту, ну, соответственно, я это говорю, плюс очистку организма, прочее, в общем, это методика, понимаете, что такое правильные, грамотные методики, это не просто что-то принял, выпил, первое, любая грамотная методика, это понимание, что у тебя происходит, полная уверенность, понимание, что да, это происходит так, и знание, что нужно сделать, чтобы это гарантированно убрать, потом, составляется план, для себя, с учетом своих нюансов, корректировок, которые я указываю, в сеть момент, это целый, это набор, это трав, работа с травами, расписанная по недельно, значит, дополнительные методики, в зависимости от того, что у вас и как, с чего начинать, как, чтобы сразу, не организм отвратить от методики, как добавлять по чуть-чуть определенные компоненты, как это совмещается с определенными препаратами, с пищей и прочее, но вообще не буду сейчас об этом, вот что такое, действительно комплексная методика, хорошо, дальше, а дальше мы переходим, давайте к желудку, и так, пищевод комок попал в желудок, вот что мы видим на картинках, ну, желудок, понятно, вот он как из себя представляет, вот что это, вы видите, то такая смешная картинка, где сидят инфекции, это самое, и вот смотрят, так сказать, телевизор, а у человека дискомфорт, дисбактериоз, что называется, и прочее, и прочее, ну, и вот от такой пищи, безусловно, будет еще и не то, и живот будет вот так расти, и плохо, это как песня была о макаронах, как раз, кстати, помните, там в советское время, что люблю я макароны, так сказать, туда-сюда, я их посыплю перцем, этим-этим, то есть так-то не пойдет в горло, да, и это просто вот прекрасно, их, так сказать, запью еще вином, и пускай мне будет плохо, но это плохо будет потом, как в песне, но это слова неразумного человека, кто жить не хочет, кто плюет на завтра, сегодня, на свое, да еще на своих детей, если будете так же воспринимать, а вот нижние картинки, вот женщины держат яблоки, это радостно, вот действительно ребенок, который, так сказать, который привык, и, понимаете, для него эта пища, если естественная с детства, он ее будет любить, радоваться ей, так же, как только будет иск, по-другому, это надо чувствовать, как ребенок радуется естественной пищей, вообще всему естественному, а эти суррогаты радости, от печенья, это, господи, это только раздражительность, апатию, сонливость, безусловно, слизь, там прочее, это, ну, многие родители видели бы, если бы понимали, закономерности, ну, и вот, как говорится, действительно, так держать, да, и так желудок человека вообще это что, это мышечный орган, который внутри полый, он представляет из себя, как бы резервуар, для съеденной человеком пищи, мышцы желудка, ну, постоянно сокращаются, когда в них пища находится, выполняя, такие волнообразные движения, таким образом, вот это вот, перетир, они же что делают, желудок еще и перетирает, и перемалывает еду, вопреки, как говорится, такому распространенному мнению, что основной пищеварительный процесс происходит в желудке, на самом деле основной в кишечнике, но тем не менее, желудок тоже играет свою роль в системе пищеварения, хотя главная его роль все-таки в дезинфекции пищи, и об этом мы поговорим, в чем же заключается эта дезинфекция, чуть ниже, причем, кстати, замечу, что эта дезинфекция очень важна против чего, против паразитов, которые видят цист, личинок мы можем проглотить, вирусы, грибков, потому что сильная соляная кислота в верхнем отделе только в желудке, вот она, если человек съел за раз, немного пищи может обработаться, если человек до приема пищи не пил в течение 30 минут, если он пищу не запивает, а у нас как было, помните, первое, второе и компот, это же гарантированный, не только все эти гастриты, язвы, попадание инфекции, их не уничтожение, потому что, опрокидывая стакан воды, я уж не говорю про компот, или уж тем более про что-то другое, мы разбавляем и же, и все ферменты, во-первых, ферменты слюных желез, ферменты, так сказать, и соляную кислоту разбавляем, которая в желудке, и дальше по пищеварительной системе все это пропускаем, и разбавляются уже ферменты поджелудочной железы, и, соответственно, нет такого эффективного пищеварения, учтите этот момент, поэтому пить надо до еды за полчаса, пить нужно основной объем воды с утра, и после еды, смотря какой еды, если вы живую пищу, салаты и прочее поели, можно через полчаса выпить воды, а если вы поели что-то такое вареное, жареное, через час, а если мясо, вообще, не дай бог, конечно, но это вообще не раньше, чем через два часа. Итак, значит, некоторые, конечно, значит, железы желудка выделяют ферменты и соляную кислоту, которые помогают расщепить пищу, некоторые компоненты всасываются в желудке, например, кстати, часть жидкости воды, соли, ну, примерно 5-10% жидкости может всасаться, не дай бог человек алкоголь пьет, так он прям сразу с пищевода всасывается, и в желудке уже в кровь удар сразу делая, и меняет там среду, и печень сажая, и прочее, и прочее, уж что про это говорить. Поэтому, значит, кстати, дают реанимацию солевой раствор, теплый, потому что соль, сразу вот эти щелочные минералы, и теплая вода активно, моментально впитывается по всей пищеварительной системе, буквально, и сразу в кровь, тем самым ощелачивая кровь и весь организм, это очень важно, это знают врачи скорой помощи, и все растворы еще льют щелочной, безусловно, это жидкость, то есть, разбавляют, и кислотность, в том числе, потому что щелочные минералы там присутствуют. Так вот, желудочный сок расщепляет, как же, белки, все это знают, все слышали про этот самый пресловутый пепсин, но и частичные жиры начинаются тоже расщепляться, потому как там есть соответствующие ферменты, но немножко. И вот под действием желудочного сока, ферментов, и вот этих волнообразных движений в стенах желудка, пища перемешивается, перемещается, измельчается, и превращается в однородную кашицу, которая называется химус. И вот из желудка химус небольшими порциями, небольшими, там это все рефлекторно, и, конечно, через нерву, моральную регуляцию передается, подается куда? В тонкий кишечник, где и происходит основной процесс переваривания и всасывания полезных веществ. Желудок – это орган маленький, эластичный, он всего лишь, как говорится, в состоянии не еды, ну, 250 миллилитров, ну, у кого-то растянут и больше, но в норме. Поэтому правы те, и тот же Серафим Саровский говорил, что вот на горсти руки человеку еды хватит, сныть и той же из леса, чтобы съесть. И это правильно, потому что, если съесть полкилограмма пищи, то желудок растянется и будет давить на печень, на поджелудочную, вернее, железу, извините, на поджелудочную, ну, на печень тоже, но на поджелудочную в первую очередь. Тем самым и ферменты надо вырабатывать поджелудочные, она не может, она может чуть ли не спазмировать, стянуться, протоки заузятся, то есть, меняются процессы, поэтому многое есть за раз вредно, в том числе, поэтому. А человек ест килограммы-два, а сами знаете, у кого живот вот этот вот есть такие, особенно мужчины, вперед висит, ремень оттуда вот чуть ли не вообще его поднять можно там на полметра. Но это просто ужас, как себя довести до такого состояния. Это просто вот человек действительно на грани жизни и смерти. Он, конечно, еще ходит, но, так сказать, миллионы так ходят, а потом раз, и сердце, инсульт, инфаркт, что угодно, безусловно. Поэтому желудок до 20 раз может растягиваться, это просто, конечно. Понимать надо. Итак, желудок является органом, как бы складирующим с одной стороны пищу и со второй, с другой стороны осуществляющим начальные стадии переваривания. Благодаря кислой среде и пепсину пища идентурируется, распадается на более простые составляющие. И, конечно, белки, попавшие в желудок, благодаря ферменту пепсина и соляной кислоты, должны разобраться до простых полипептидных участков. Но, к сожалению, это не происходит, когда человек по своему невежеству, привычкам потом уже ест мясо и другие животные продукты, потому что там белки очень серьезные, так сказать, полимеры, которые состоят из там их масса молекулярная миллионы аминокислот. Это практически до 40%, это уже точно подсчитано, не менее 40% проходят вплоть до тонкого кишечника в непереваренном виде. И вот дальше возникает огромная проблема, о которой мы поговорим дальше уже, когда коснемся кишечника и что происходит дальше. А пока пища будем считать нормальной, съеденной, вот что произошло. Плюс она же является соляной кислотой дезинфектором и если ее концентрация нормальная, пищи не слишком много поступило, то в большей степени многие микроорганизмы, патогенные вирусы все-таки уничтожатся, в том числе паразиты. Но не все и не всегда, конечно же не все. Так, но тем не менее, поэтому функции действительно многогранны. Еще очень важный момент, верхняя часть, кривизна так называемая, а мы сейчас с вами вот посмотрим вот этот слайд, и вы тут увидите и отделы желудка, и внимательно посмотрите, а я вам пока скажу следующее. Значит, очень важно отметить, что разные поля, то есть отделы желудка, выделяют различный пищеварительный сок, об этом тоже мало кто знает. Вот, например, верхняя часть, кривизна желудка, вырабатывает, вот вы посмотрите, вырабатывает что? Очень кислый сок, причем очень быстро вырабатывает, а нижняя менее кислый, длительная, скажем так, пилорическая часть, а вообще, которая вот здесь, ближе к выходу, в 12-перстную кишку, вот эта часть, она что? Она вообще щелочную среду, она щелочной сок вырабатывает, вот что важно знать, тоже почти никто об этом не говорит, но это важно, и это как раз говорит о чем? В том числе о том, что какую пищу мы в принципе должны есть? Не так-то много кислоты, если правильно человек питается, если он неправильно питается, конечно, будет вырабатываться очень много на пределе кислоты, почему как раз мы и видим результаты проявления сильнейшего закисления в ответ на попадание соответствующей пищи, например, много мяса человек съел, так сказать, конечно, кислоты будет вырабатываться до предела, сколько может выработать желудок в этот момент, и соответственно, часть кислоты будет, так сказать, поступать и в пищевод, оттуда все вот эти отрыжки и прочие изжоги, это, конечно же, так. Хорошо? Вот. Тем не менее, значит, чистый желудочный сок человека вообще, он представляет из себя что? Простую, ну, как бы такую вот прозрачную жидкость, без цвета, без запаха, значит, ну, скажем, резко, конечно, кислого вкуса из-за соляной кислоты. Он содержит примерно 0,4-0,5% раствора соляной кислоты, и что соответствует кислотности в 110-140 показателей, если кто в клинический, ну, удельный вес его, ну, не важно, там эти сейчас цифры будут у вас все, если захотите, потом ничего не записываете, все это у вас будет. Из неорганических составных, конечно, натрий хлор, калий хлор, значит, и прочие, фосфаты, сульфаты, и прочее, и прочее, и прочее. Значит, какие ферменты? Пепсин, понятно, да? Химозин, это сычужный фермент, вот, который частично может переваривать молочные продукты матери, но там еще у нас, в детском организме, там есть специальные бактерии, которые ребенок, высасывая молоко матери, получает вместе с выпитым молоком. Это принципиально отличает пищеварение молочных детей, молочных наших, от других животных, кстати, млекопитающих. Вот тут есть как раз отличие. Там у них фермент ренин, эту функцию выполняет, который у нас определенные симбиотные бактерии. Вот, но плюс, тем не менее, этот фермент есть, он практически неактивен, или паза в небольшом количестве, который, так сказать, уже начинает расщеплять жиры, хотя, конечно, они расщепляются, конечно, в 12-перстной кишке. Итак, дальше, ну, соляная кислота, понятно, что она активизирует находящийся фермент уже в железах, желудочных, в слизистых, это пепсиногена, превращая в пепсин, и тем самым, так сказать, обуславливает вот это действие фермента. Соответственно, он уже выполняет свою роль. Кроме того, есть еще самостоятельные функции, значит, желудка. То есть, например, вот главный из них, я уже сказал, это развитие, подавление развития бактерий именно в самом желудке, да, и далее в пищеварительной системе, патогенных, которые могут попасть в организм. И они, конечно, это идет частичное дальнейшее расщепление углеводов, пока они проходят через желудок. Очень важное действие на клетчатку, оказывается здесь, которое под влиянием вот желудочного сока все-таки тоже видоизменяется и получает больше, ну скажем, большую возможность раствориться в следующих отделах пищеварительной системе. Это очень важно для толстого кишечника. Очень важно. Но поэтому здесь крайне важно именно то, что человек ест, вот, и мясо здесь не является продуктом, которое безболезненно, без последствий проходит для нашего пищеварения. Так, ну хорошо, из желудочных соков понятно. Хотя есть еще другие активные компоненты, которые действуют в желудке, но это уже углубляться так подробно не будем. Я пару слов скажу все-таки о этом мясе, понимаете, и связанном с ним переваривании. Да, действительно, болезни очень сильно все помолодели за последние годы. Они, конечно, связаны с разными факторами, но главным это с тем, что люди стали питаться, да зная, как воздействуют животные белки на организм человека, ничего удивляться, в общем-то, не приходится. Вот. Дело в том, что часть молекул животных белков не расщепляются до аминокислот, как это должно быть, потому что нам нужны не белки, нам нужны аминокислоты. Ведь не даром я вам сейчас рассказал, ферменты, это тоже белки. Конечно, потому что наш организм печатает те белки, синтезирует в печени, в каждой ткани нашего организма, в каждой клетке, те, какие необходимы. Есть на то процесс биосинтеза белка, который проходили в школе и в институтах, кто учился, биосинтеза у нас в организме. Но любые белки, какие попали к нам в организм, должны обязательно, пройдя до тонкого кишечника, в нем расщепиться до аминокислот и всосаться в виде аминокислот в стенки слизистую тонкого кишечника в кровь. И уже тогда пойти током крови во все части нашего организма, в печень, через соответственно кровеносную систему, в первую очередь к печени, и вот там происходит вот эта основная лаборатория, синтез, в том числе большинства белков плазмы, крови и так далее, и так далее. Но что происходит, когда попадает, а всегда до 40%, я уже говорил, значит, никогда животные белки полностью не могут расщепиться, не хватает кислотности желудочного сока, не хватает действия фермента пепсина, и вот эти 40%, примерно, плюс-минус процентов поступают аж в тонкую кишку, в следующий отдел пищеварительной системы после желудка, не переваренными, но не разобранными доминокислот. Там уже дальше, да, что уж говорить про 12-перстную кишку, если в нижнем отделе желудка уже щелочная среда преобладать начинает, а в 12-перстной кишке, первый отдел тонкого кишечника, там всегда щелочная среда. Почему? Да потому что туда выходят протоки, какие? Желочные протоки, которые всегда сверхщелочные, 8,6 в среднем, и панкреатические протоки, это от 12, от поджелудочной железы, они тоже всегда щелочные. И потом запомните, все среды нашего организма, все щелочные, кроме вот желудочного сока, соответственно, в верхних отделах и среднем, и кроме некоторых слизистых, где есть функция защиты, ну, например, там влагалище и так далее, то есть там есть функция защиты, поэтому там тоже кислая среда. Остальные среды наши, лимфатическая, слюна, да, так сказать, кровь, все щелочные. И когда кто-нибудь вам очередной раз скажет, вот человек по системе, там, я не знаю, болотово, кислоту пил и вылечился, то, вот понимаете, ну, как бы на это сказать, вы, главное, должны знать принцип. Вот не верить кому-то, что, и рассуждать, а какая должна быть среда организма, а надо закислять или ощелачивать, природа нам сказала, знаете чем, своими константами, то есть постоянными средами с определенной щелочностью, да, тех или, вот в данном случае мы говорим о кислотной среде, о щелочной, баланс кислотно-щелочной, и мы видим, потому что природа нам говорит, щелочная там, 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 ну не надо, поэтому говорить, тем более, все мы прекрасно знаем, но вы уже, наверное, что раковые клетки не развиваются в щелочной среде, что щелочная среда, кровь становится гуще, менее текучая, нагрузка на сердце увеличивается, забиваются печень, почки, в том числе, так сказать, и увеличивается давление, возникают геморрои, варукозные расширения вены, прочее, 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 это все от закисления организма и от зашлакованности организма, ну а что происходит дальше, если человек все-таки съел мясо, и вот это я все-таки скажу еще раз, вот эти цельные белки проходят прямо непосредственно до 12-перстной кишки, в тонком кишечнике уже никак, потому что эти ферменты трепсин, направленные на разбор, так сказать, полипептидных участков белковых молекул, вот тех самых, значит, связанных с углеводами в живых растениях, эти белки низкомолекулярные, и они легко разбираются всегда на 100%, а эти не могут уже там разобраться, они туда, поэтому часть из них будет гнить, являясь пищей для патогенной микрофлоры, скажем, опасной для нас, ну, которая, безусловно, с одной стороны делает нам добро, потому что, чтобы мы сразу не погибли, то есть она поедает эту вареную, декентурированную пищу, мясную пищу, и на выходе у них, конечно, шлаки и токсины, которые нас тоже гадят, но мы хоть как-то живем, и приспосабливаемся потихоньку, так сказать, но, значит, часть проникает цельных белков, и это такой тонкий механизм, вы потом прочтите еще раз, кто не читал статьи о молоке, по-моему, во второй или в третьей, у меня четко про это сказано, как исторически, как вот в процессе антогенеза, когда ребенок маленький, если мать его начинает, отец, поить молоком козьим коровьям, с маленького возраста, то у него вот эти микропоры становятся не тонюсенькими, как должны быть, потом почти зарастают, а они становят, и туда уже только аминокислоты могут пройти, и микроскопические атомы, ионы той или иной пищи, да, уже на таком уровне молекулярном, атомарном, а вот они крупнее остаются, не зарастают, так я грубо говорю, и поэтому туда цельные белки проходят, что возникает в результате? В результате возникает реакция антигена-антитела, любой чужеродный белок, который не создан нашим организмом, будь то вирус, грибок, бактерия, это белковые организмы, будь то цельный белок съеденного мяса, выпитого молока, яичного белка, рыбы, и так далее, вот это является антигеном, чужеродным агентом, который должен наш организм найти, распознать, уничтожить. Для этого работает иммунная система на полную, как говорится, катушку. И вот тогда в огромном количестве, если такие агенты попали в кровь, вырабатываются, синтезируются лейкоциты, фагоциты, макрофаги, другие защитные, в разных их тканях, и в плазме крови там, и они уничтожают эти белки, эти вирусы, бактерии, все, кого смогут только найти, если способен организм на это, попытка будет в любом случае, постоянная, пока эти факторы воздействуют. И они вместе погибают, фагоцитоз поглощения, поедание, и они вместе после этого акта погибают, а белки гниющие в организме, это что? Это гной и трупный яд. Вот это беда. Поэтому, поймите, даже если одному человеку перелили кровь другого человека, а резус-фактор, иной резус, белок такой есть, то человек просто может умереть, благодаря чему? Какому процессу? А благодаря иммунному ответу антител. Вот как раз с образованием гигантского количества гноя и трупного яда, которое организм отравит, а организм погибнет. Потому что любые высокомолекулярные белки, они чужеродные нам. Потому что у них другая структура, они другого видны, у них другая плотность, программа другая, понимаете? Но растительные белки – это совсем иное, совсем другое дело. Как вам вообще нравится такой факт, и что вообще следует из этого факта, что вообще вот эта верхняя кривизна желудка выделяет крепкий кислый пищеварительный сок, в большей степени, чем остальные ее части. Так вот, и она при этом, этот медицинский факт подвержена, медики это знают, самому большому и частному возникновению язвенных процессов, злокачественных новообразований. Вы понимаете, о чем это говорит? А это говорит о том, что неестественной своей привычке, для современного человека пищи, такой привычной, но такой неестественной для организма, большим количеством закисляющих продуктов, мяса, любых белков, организм вынужден, чтобы хоть как-то их разобрать, максимально большее количество, да, белковых вот этих сложных молекул, вынужден создавать сверхкислую среду, обрабатывать большим количеством пепсина, и запускается автоиммунный процесс. Это тоже автоиммунный процесс, как и сахарный диабет первого типа, муковицидоз, так сказать, панкреатит, и это все автоиммунное заболевание, когда организм уничтожает свои же клетки. Конечно, это еще, тут есть и, понятно, хеликобактер, который открыли, что за язвы отвечает вот эта бактерия, но она бы никогда не развивалась, если бы не было ослаблено защитной силы организма, слизистые молочки повреждены, и тогда огня не повреждаются в большей степени, а именно там, где выделяется самый кислый сок. Вот теперь вы это прекрасно, логику понимаете? Так вот, вот если пищеварение не идет, то постепенно слизистая защита желудка, да, от собственной кислоты, она нарастает, и реакция происходит слабо кислая, даже в верхнем отделе желудка, поэтому если человек переходит на адекватное питание, начинает питаться растениями, плодами, то у него нет уже такой сверхкислой среды, ему не грозит ни рак, так сказать, желудка, ни язвы. Если, конечно, он не ударится в другую крайность, в дегидрированные продукты, так сказать, в соки, только фруктовые и прочее, и прочее, и прочее. Но уже все равно небо и земля, так сказать, это другой день. Итак, в сутки вырабатывается тоже, примерно как, заметьте, как слюнными железами, примерно полтора-два литра желудочного сока. Особенно много, если человек питается смешанной пищей, поэтому, а если не смешанной, то у него может вырабатываться и меньше, ему не нужно столько, а чем больше вырабатывается, тем больше износ, тем больше нагрузка, поэтому смешанная пища нежелательно. Но, безусловно, несколько компонентов не так опасны, когда смешивают десятки, и тогда организм просто в дисгармонии, в дисбалансе, он не знает, что, сколько вырабатывать, вырабатывает максимум, чтобы не упустить. Это как гипогликемия, когда сахар человек ест химически, или вот, и такое количество, а не знает организм, даже путем рецепторов, он не может определить, нет в природе таких продуктов. И он понимает, что сахара, но не может расщепить, и он дает команду выработки такого количества инсулина, что, собственно, он быстро сахара в крови, перерабатывает, перегоняет в клетки, а потом просто, поскольку инсулина больше в этом случае, неестественном таком, вырабатывается, чем нужно, всегда больше с запасом, то происходит оно дефицит сахара, и наступает гипогликемия, когда человек в оборок может упасть. Так ведь, если бы он ел овощи, зелень, этого бы не было. И сахарный диабет вообще, любой, лечится вообще легко. Но, конечно, современный человек, понимая этого, всегда имеет. Если есть сахар, у него обязательно панкреатит, просто не обязательно острый, но он есть, и другие болезни. И вот тут нужны понимания всех этих процессов и корректировки. Если что-то вдруг где-то вышло в процессе перехода на правильное питание, какая-то проблемка, то надо понимать, где искать эту причину. Но не в самом естественном питании природа по-другому не создала, чтобы человек, или другое, любое живое, пока оно живое существо, чтобы оно питалось не живой пищей, это вот это и есть шизофрения. Которая вошла в такую убежденность нашу, что варить это нормально, что, так сказать, да, организм к этому просто в большей степени сейчас приспособлен. Я потом еще объясню, почему тут нюанс какой. Почему с вареной пищей не бывают обострений таких, у некоторых, у кого уже больная поджелудочная железа, когда люди переходят на сыроедение. Здесь, особенно фруктов много едят, и у них могут возникать проблемы с поджелудочной. Но не потому, что они на сыроедение перешли, а потому, что у них она уже была больная. А тут они, извините, дали клетчатку грубую. Знаете, сколько надо ферментов поджелудочной выработать, чтобы вот так вот, вот в чем суть. Но хорошо. Значит, и так понятно, желудок все эти функции выполняют уже ясно какие. В полость, значит, желудка вместе с желудочным соком, кстати, выделяется ряд веществ, если человек питается неадекватно, в больших количествах каких, например, мочевина, мочевая кислота, креатинин и другие. И при болезни почек, например, которые не могут справляться с таким, ну, огромным количеством отходов, которые им надо вывести через мочу из организма, фильтрация, помните, была, мы разбирали первичное образование мочи, вторичный. Печень, потому что уже загажена, априори, если почки, это 100%. Просто они не болят, ни печень, ни почки, там нет нервных окончаний, они сами не болят, болят протоки, которые испещрены нервными окончаниями, если камни идут и так далее. Поэтому это особо важно, беречь надо и печень почки. И вот тогда, чем, значит, большое количество выделяется, вот повышается этих ядов, мочевины, мочевой кислоты, значит, при нашем, ну, при наших всех процессах, дыхании, пищеварении, и если больны почки, их количество тоже увеличивается и в желудке. Это все системы между собой взаимосвязаны в организме, и тогда возникают, так сказать, усугубляются болезни, быстрее развиваются, потому что организм травится и в том числе травятся те же клетки, эпителия желудка, других слоев, так сказать, это тоже те самые клетки, которые испытывают все эти вази, потому что к каждой клеточке подходит, ну, собственно говоря, в межклеточное пространство, микрокапилляр, который приносит с кровью не только питательные вещества, но и яды и токсины, если они есть, они есть, тем более вокруг желудка и вокруг всей пищеварительной системы, там быстрый очень обмен, идет вещество, обмен крови, так что тут первый удар переносит на сайте органов. Ну что ж, помимо того, желудок еще, кстати, как и костный мозг, кишечник, и селезенка, и как печень, являются депо ферритина, это белковое соединение железа, которое участвует в синтезе гемоглобина, да, вот. Ну и, что я тут хочу сказать, вообще, очень я рекомендую раз, ну, в неделю, две голодать по 24, по 48, кто как может, часов, вот, потому что желудок тоже, как и все органы, должны отдыхать, обязательно должны, вообще в идеале, конечно, я не беру исключение, когда есть определенные болезни, но в идеале нельзя принимать пищу чаще, чем раз в 3-4 часа, потому что тогда желудок все-таки будет восстанавливать свои функции в какой-то мере, и если это пища еще будет адекватной. Так вот, постоянно, когда люди что-то едят, особенно если едят на ночь, то очень быстро как бы выводят желудок из здорового состояния, то есть причиняют себе, в том числе для желудка, большой вред, не только для кишечника. Значит, количество и качество желудочных соков, конечно, зависит от рабочего состояния желез, от наличия тех или иных веществ в нашем организме, питательных, необходимых, ну и очень сильно играют эмоции, очень сильно сказываются на выделении секреции, в том числе желудка, его соков. Так вот, страх, например, или стресс, они парализуют деятельность желудка, аналогично действия оказывают, например, ну, значит, шоковые состояния, ряд таких неожиданных эмоций, да, и, конечно, химические препараты. Это тоже очень влияет многие, не все, конечно, многие. Так, еще последнее, что скажу, и перейдем к следующему. Надо понимать, что количество, выделяемое во время пищеварения соков, прямо пропорционально количеству принятой пищи. Вот. И при чрезмерном количестве, более 500 грамм, ну, вообще более, чем при 300 граммах, ну, 500 грамм, да, если это живая растительная пища, больше, уже нарушается количество этой пропорции, когда организм уже все равно с каким-то, да со сбоем будет переваривать эту пищу. Тут очень важно соблюсти вот эту пропорцию, чтобы была адекватная выработка во всех отделах желудочно-кишечного тракта, всех ферментов, секретов для качественного расщепления и переработки съеденной пищи. Что ж, смотрим с вами дальше. Ну, вот, я вам еще покажу, вот на этом слайде, вы видите здесь, что язву желудка, вот крупную достаточно слева, и язву 12-перстной кишки, это вот уже справа, где язва и эрозия, вот, да, это все автоиммунные заболевания, когда, конечно, разъедаются, то есть, поедаются свои же клетки. Вот. Безусловно, микроорганизмы здесь играют роль, но вторичную. И вот на операции тут вот такой кадр еще, да. Так, я буду, вообще, вообще, давайте так, что под язвой вообще надо понимать? это как бы образование такого очага, очагового эффекта, такого стойкого очагового эффекта, фактически это дырка, если простыми словами, в стенке полого органа, там, желудка, 12-перстной кишки. Причем, вот этот структивный процесс начинается со стороны слизистой оболочки. И по глубине поражения язвы могут быть поверхностными, они могут быть ограничивающимися только слизистой оболочки, или глубинными, захватывающими даже мышечную ткань, и серозную, например, брюшинную, это особо опасно, когда уже идет нагноение брюшины, общее заражение крови, может быть, это нарушаются оболочки органов. Ну и при сквозной деструкции стенки возникают такие, ну, прободения, прободные язвы, так называемые, да, ну или если это полный дефект стенки органов, так сказать, выходит в брюшную полость, это вообще очень серьезная вещь, как я уже сказал. Так, по продолжительности существования, конечно, различают острые и хронические, как и все, в принципе, процессы, как и панкреатит, может быть, острый и хронический, все что угодно. Холецистит, тоже самый хронический и острый, да, почти все люди живут в хронических, тех или иных, и холецистит, и панкреатиты, те, кто питаются вот так, вот как обычные люди привыкли, там, здесь, перехватить мясо, картошка, жареная, однозначно. Значит, острые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, они часто вторичны, и они представляют собой реакцию желудка, ну, скажем, или близко расположенный на какой-то воспалительный процесс, который рядом находится, или непосредственно в самом этом органе, например, при остром панкреатите, либо на общий такой, как бы системный патологический процесс, это травмирующий шок при каких-то там на повреждениях туловища конечностей, на острую кровопотерю по той или иной причине, на какие-то ожоги того же пищевода и дальше, соответственно, кислотного ожога. И вот впоследствии желудок как бы, ну, заявляет о себе как такой орган шоковый, отвечающий однотипной болевой реакции, да, на различные экстремальные патологические процессы. А какой привел, нужно искать, отбросить то, что не может быть лично для вас, а что остается, то, скорее всего, и есть. Острые язвы, как, ну, скажем, они образуются при длительном приеме, кстати, очень часто, медикаментов, обладающих повреждающим действием на слизистую оболочку. Это аспирин, да, это очень опасная вещь. Например, бруфен, гормоны, типа, преднизолона, например, это опаснейшие вещества, которые тоже приводят, в том числе, к язвам, а не только в прошлых лекциях, к чему мы с вами смотрели. Так вот, какие причины язв? Их на самом деле много, но причиной являются, конечно, основные это извращенное пищеварение, питание человека извращенное. Язвы, это не кары какие-то божьи, это, так сказать, четкие причины и следствия. Потому, только питание и дефицит воды и высокая концентрация кислого желудочного сока, да, это есть усугубляющий фактор развития язв. Это факторы, конечно, основные, но есть еще факторы, безусловно, бактериальных поражений. Так вот, значит, на первом месте, конечно, сильнейшее закисление и зашлакованность организма. И зашлакованность тканей, потому что в этих тканях, когда нарушаются обменные процессы, когда там скапливаются яды и токсины в этих клетках, то тогда они не выполняют свои функции, поэтому отравление клетки и даже желудка, любой ткани, это один из первых признаков. Вот. Но, соответственно, в нормальной ситуации, конечно, в слизистой это не происходит. Ну, а происходит, когда вот есть вот эти факторы поедания, мяса, молока, продукты животного происхождения, которые являются сами по себе сильными закислителями, а чтобы их как-то разобрать, расщепить до более простых составных частей, кислотность, как вы поняли, уже в желудке, хочешь не хочешь, увеличивается. Ну, и вот пресловутый хеликобактер, так называемый, это вот, есть такая, действительно, были научные данные, которые подтвердили, что многие язвы возникают по его причине. Но если бы организм был крепок, если бы защитные силы и оболочки были активны, клетки не повреждены, многие, да, слизистых и прочее, то тогда и эта проблема не была бы, как не было бы и раньше. Ведь были эти бактерии и раньше, и были, а люди были крепче, у кого были все эти проблемы с желудком, с кишечником, вот если почитать классиков, там, например, там наших, которые описывали там дореволюционную Россию, даже вот если мы так, они описывали вот эти купеческие и прочие сословия, которые только и делали, что ели, пировали, ели все эти котлеты фаршированные, черт знает чем, там кулебяки в 20 слоев, так они получали эти, простой народ не имел этих болезней, которые, как говорится, щедокаши пищенасов, наши редичные какой-нибудь квас натуральный, безрожжевой, так сказать, и нормальное питание с огорода в основном круглый год, так сказать, и запасы, и вода хорошая, и прочее, и труд постоянный, вот эти все факторы. Ну, хорошо, подробно я рассказываю про вот эти статьи свои, мои смотрите, о молоке, и лекция для начинающих обязательно посмотреть от 18 июня, обязательно. Так, дополнительно факторы, скажем, приближающие возникновение язв и усугубляющих, это, конечно, прием гормонов, гормональных средств. Это очень опасно, как я уже говорил, да, например, для лечения ревматизма или тяжелой бронхиальной астмой, вот, кстати, да, часто используют многие гормоны, врачи назначают, но это такие вещи, которые, собственно, ни в коем случае нельзя, только сядешь на гормоны, как говорится, слезть трудно будет. Ну вот, хорошо, значит, хронические язвы человека возникают, конечно, долго, не сразу, это значит, что, если она есть, то сразу автоматически проблемы есть и с печенью, и с легкими, обязательно, и с почками. Вот, не буду сейчас говорить, многие знают сами, какие симптомы, я подробно расписываю про язвы, конечно, в своем продукте, и сейчас экономлю время, не буду про это говорить. Значит, есть, конечно, очень хороший тест, единственное, скажу, на язву, например, 12-перстной кишки желудка, да, большинство больных, ведь с язвами желудка и 12-перстной кишки боли облегчаются после приема, ну, питьевой соды, как я уже говорил, да, это так называемая содовая проба, и вот просто надо взять порошок на кончике ножа, полстакана воды, выпить теплой воды, обострение, если боль, ну, скажем, мгновенно, ну, пройдет, как, например, стенокардия от нитроглицерина, да, сразу проходит, да, то, скорее всего, на 100% у вас именно язвенный, так сказать, больной перед вами, или вы сами, если вы для себя этот тест сделаете, ну, а подробнее я уже рассказываю дальше, не буду сейчас про это говорить. Да, кстати, очень опасные язвы, чем? Переходы в рак, потому что, и, кстати, рак, вот это я скажу, по каким симптомам можно заподозрить рак желудка. Это изменение ритма болей, то есть привычных, которые постоянно одинаковые, а тут они изменились. Потеря связи с их, ну, скажем, приемом пищи, то есть уже не только в определенные периоды, как раньше, а и в другие начинаются те же боли и продолжаются. Это стойкое снижение кислотности желудочного содержимого. Это появление комплекса таких малых признаков, например, отвращение к пище, к самой, которая вчера еще нравилась, особенно мясной, хочу подчеркнуть. А почему, кстати, это происходит? Это чисто вот медицинские известные факты, но медики-то сами не думают, как парализованные, я поражаю их, потому что уверены в том, что мясо – это человеческое питание. А организм, вы же знаете, когда идет любая болезнь, он пытается очиститься, и в первую очередь, он не может, либо вообще ничего не хочется есть, когда общее отравление организма, естественно, потому что какая тут еда, тут нужна вода, промывания, тут нужны меры, чтобы вывести эти яды, которые отравили организм, и все функции нарушились. А если он мясо не может, и тут правильно понятно, почему, так потому что мясо даст еще большую кислотность, еще большую проблему, потому что еще больше шлаков, токсинов, гноя даст это мясо в процессе своего, так сказать, утилизации, пищи, переваривания, и тогда еще хуже будет организм, хоть как-то пытается здесь уже, даже все обманки ваши, исхищрения человеческие, которые привыкли, вот эти наркотические, тем не менее есть, есть до упада, только еле жив, а уже есть, так сказать. Но и даже это проходит, когда уже край наступает. Потом, какие еще проявления? Утомляемость без причины, дурной запах изо рта. То есть, это бывает, конечно, проблема и с кишечником, когда проблема с клапаном, ведущим из желудка в кишечник, да, но в том числе комплексно, если все это вместе, то, конечно, это очень высокие признаки для того, что можно говорить о наличии такой болезни. Потом, небольшое повышение температуры тела. Вот. Ну и появление некоторых других симптомов, когда, например, это симптом Мельникова, так называемый, если в норме объем нижней губы человека всегда больше верхней, то при раке желудка наблюдаются обратные соотношения. Вот если часть из этих факторов попала, надо уже бить, как говорится, тревогу и менять и питание, и проводить те мероприятия, которые я рекомендую, чтобы не дошло это, гарантированно не дошло до рака или в начальной стадии это все легко было вылечить. Вот те методы, которые я рассказываю, начиная от пищевода и про язвы, я очень подробно даю методики. При любые язвы, при язвенной состоянии, это все касается, что начинает колит и гастрит, это все вот эти методики. Так, обследования есть точные, конечно, их можно пройти, это и рентген там, и эндоскопическое исследование, введение в полу желудка через рот, и прочие припаж метрии желудка, и, кстати, очень хорошие риды диагностика, или, например, ауритоколуддиагностика, там есть другие методы, я все это описываю, не буду все сейчас про это, иначе просто все не сможем разобрать, а сегодня у нас впереди самое интересное еще будет. Так, поэтому лечение подробно, я вот сейчас даже параллельно на это все смотрю, я пропускаю, очень подробно это все описано, кто приобретет продукт, он все это увидит, узнает. Теперь переходим дальше. Вот у нас наш родной тонкий кишечник, и, соответственно, часть его 12-перстная кишка, вот вы видите, вот толстый кишечник, тонкий, так сказать, прямая кишка, вот 12-перстная кишка, вот подвздошная и точная, это все, часть, вот это вот все, вот это вот все, это часть тонкого кишечника, то есть три отдела. Вот, пожалуйста, мы видим в разрезе эпителий, вот мы видим складочки, вот мы видим четыре оболочки тонкого кишечника, вот иннервация, ну тут, по крайней мере, что сосуды кровеносные, вот тут еще лимфатические, да, лимфатические сосуды указаны, которые каждой складочке подходят, и в межклеточное пространство осуществляется обмен веществ. И вот мы видим кусочек на складке, где под микроскопом видим увеличение, как происходит всасывание, посмотрите, питательных веществ через эти красные стрелочки указано, через микроскопические поры, которые, к сожалению, больше по размеру у тех людей, кто потреблял в детстве много молочных продуктов. Так, ну а я пока буду рассказывать. Итак, тонкий кишечник относится, конечно же, к трубчатым органам пищеварения и представляет из себя длинную, такую постепенно сужающуюся трубку, начинающуюся от желудка и образующую большое количество петель, да, но вы видите, вот в организме, и переходящую в толстый кишечник. Вот, соответственно, вот в этот толстый кишечник. Так, в начальном отделе толстой кишки диаметр ее там, ну, 40-50 мм, в концу уже 20-30 мм. Общая длина примерно 4-5 метров и состоит из четырех слоев. Вот слизистые оболочки, подслизистые основы или собственные, ну, скажем так, пластики слизистой оболочки, как ее называют. Это среднего мышечного слоя, наружного серозного слоя. Вот они, эти участки здесь указаны. Указаны. Значит, длина, понятно, что у мужчин, она чуть больше, ну, порядка до 7 метров, у женщин там до 6,5. Причем, кстати, очень интересно отметить, что длину тела превышает примерно пропорция в 4,1 раза. То есть, у очень высоких людей чуть длиннее, понятно. В следствии, кстати, посмертного расслабления мускулатуры, это вот очень интересный момент, ну, на трубах это вот видно, что всегда длиннее, чем у живого человека, в следствии того, что в тонусе находится у живого человека, то есть, при расслаблении длиннее становится. Вот. И у живого человека не превышает 2,7 метра, скажем, тонкая кишка, но она чрезвычайно изменчива. Поэтому, в зависимости не только от возраста, полуфизического развития и так далее, от потребляемой пищи, значит, внутрибрюшного давления, характер, прием пищи, она варьирует и меняется. Так. Значит, все эти отделы, участки и подробная классификация я все, опять-таки, даю в дополнительных материалах для исследования, кому, для изучения, кому будет интересно. А я скажу вам теперь вот о чем. Значит, как осуществляется продвижение благодаря мышечным сокращениям. В основном, это как раз такие, так называемые, говорят, перистатика. Это перистатические волны. Кроме этого, характерны еще антиперистатические или еще и маятниковые такие движения, то есть, направленные в разных проекциях, в разных плоскостях. То есть, за счет очень сложного строения, за счет сокращения брюшных мышц, брюшин и так далее, и так далее, идут со всех сторон периодические давления. Это и есть общая система перистатики, так называемая. И вообще, прохождение пищи идет как раз за счет этого. Значит, слизистый слой кишечной стенки имеет действительно уникальное строение. Вот чтобы всасывающая поверхность была максимальной, о чем вот здесь хорошо показаны вот эти складки, чтобы всасывающая поверхность, и это не только в толстом кишечнике, но и в тонком, эта возможность осуществляется благодаря более чем 700 складок на всем протяжении тонкого кишечника. Вся поверхность кишечника покрыта малюсенькими ворсинками, которые являются такими пальцевидными выростами слизистые до 1 мм. И за счет этого общая поверхность увеличивается еще на 10 квадратных метров, а общая поверхность, если растянуть все полости, около 200 квадратных метров, что во много раз больше внешней нашей кожных покровов. Вот я вам здесь не буду показывать, но подробно еще кровоснабжение кишечника, схемы другие даю в приложении. Так, понятно, что три отдела, это мы уже сказали, очень важны здесь труды академика Уголева, который, собственно, называл 12-перстную кишку чем? гипоталама, гипофизарной системой, то есть брюшной полости, некой такой, второй, говорят, мозг, так сказать, наш, кишечника, это правда. В ней очень многие факторы, функции выполняются, энергообмена и прочих аспектов. Ну, например, переход от желудочного пищеварения к кишечному. Понятно, что это содержание, содержимое 12-перстной кишки имеет всегда, кстати, слабо-щелочную реакцию, я рассказывал в результате, чего это возникает, но чуть далее поговорим, еще раз вернемся под другим ракурсом к рассмотрению этого вопроса. Значит, в полость 12-перстной кишки открываются несколько важных, понятно, протоков, как я уже говорил, из печени и поджелудочной железы, да, это панкреатический и общий желчный проток, которые сливаются вместе и впадают через так называемую ампулу в 12-перстную кишку, куда несутся, соответственно, сразу несколько ферментов, а также желчь, которая вырабатывается печенью. И это все идет непосредственное участие в жировом, углеводном обмене и, конечно, в белковом, поскольку один из ферментов 12-перстной кишки, а именно трепсин, и призван для того, чтобы дорасщепить те участки полипективных цепочек белковых молекул, которые должны доразобраться дваминокислот. И поскольку у нас столько степеней есть переработки белков, ну, можно себе представить, насколько пища мясная неестественна, если она благодаря и кислой в среде желудка, правда, в верхнем отделе, и пепсину, и ферменту трепсину, который выделяется в 12-перстной кишкой, то есть поджелудочной, извините, железой, в 12-перстной кишкой, тем не менее, всего этого не хватает для того, чтобы расщепить белки, и процентов 40, как я уже говорю, часть из них гниет, часть всасывается в кишечник, в кровь и в цельном виде, и тогда возникает реакция вот этого антигена, антитела. И все аллергии, уверяю вас, это именно воздействие либо непосредственно из пищи каждодневное получение животных белков, плюс еще вирусы, бактерии могут размножаться уже вторично, либо вот эти те самые гнойные процессы, которые привели к тому, что в организме было отложено во всех полостях, тканях огромное количество этих шлаков, токсинов, которые постоянно на них и рядом с ними, с мертвыми, полумертвыми клетками паразитируют грибки, вирусы, бактерии, вот тогда человек вроде бы уже не ест мясо, а если он не очистился, если ему уже много лет, так сказать, если он загаживал себя, то тогда аллергии вроде не проходит, и человек говорит, ну почему же у меня не проходит, да потому что чиститься надо. Это уже другой вопрос, но главный принцип вы поняли. Теперь, значит, существует три основных типа пищеварения, да, полостное, мембранное, внутриклеточное, под действием, конечно, секретов поджелудочной железы, желчи и собственных соков. Значит, всасывание питательных веществ, выделение, понятно, из крови некоторых нужных для самой пищеварительной системы, это тоже функция. Потом, какая еще? Выработка кишечных гормонов и биологически активных веществ есть и такие. Вот, они оказывают и пищеварительные, и непищеварительные эффекты. Кстати, например, в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки образуются гормоны, например, секретин, который возбуждает секрецию поджелудочной железы, то есть, он ее иннервирует. Что такое нейроморальная регуляция? Это и есть регуляция всех функций нашего организма через гормоны и через передачу нервных импульсов, и в том числе всех желез, и в том числе, так сказать, и пищеварительные, все системы. Поэтому и гормоны даже выделяются, вырабатываются в самой слизистой оболочке двенадцатиперстной, например, кишки. Ну и в других тоже кишках, понимаете, какая штука. Так вот, значит, например, такое, как вещество, как холецистокинин, например, стимулирует моторику желчного пузыря, да, и поэтому, соответственно, открывает он желчный проток, но велокинин, возбуждает моторику ворсинок тонкого кишечника и так далее. Ну, об этом подробно мы не будем останавливаться. То есть, просто я хочу дать понять, что насколько все и просто, и сложно, но насколько все просто, потому что слаженно и знает это наш организм, если бы мы так не гадили его, ну, не рождены мы для болезни, ну, нет в природе у животных, которые живут, естественно, как природа им предусмотрела в плане питания, образа жизни, в этой среде, у них нет тех болезней, которые есть у прогрессивного человечества. А у тех народов, которые остались жить, так сказать, вот в плане гармонии природы, питания, образа жизни, как это было веками, да, тысячелетиями и прочее, так вот у них нет этих болезней. Например, то же племя Хунзи и другие там есть племена, там, в том же Пакистане, я же не говорю про Латинскую Америку, и прочее, где нет урака, вообще ни одного случая за все это время, замеченного, да, и на все на то есть объективные причины. и так, значит, тонкий кишечник, это, конечно, важнейший орган секреции. В нем обнаружено вообще семь типов различных эндокринных клеток, которые, ну, которые выполняют, продуцируют определенные гормоны, только гормоны, помимо других ферментов, например, ведь стенки тонкого кишечника имеют действительно очень сложное строение, раньше не знали его до конца, и сейчас ученые все открывают новые и новые возможности и способности кишечника. Например, клетки слизистой имеют до 4 тысяч вот этих ворсинок, да, так сказать, общее количество до 200 миллионов доходит, и подобная структура называется такой, ну, щеточной каймой, то есть она многократно увеличивает возможность всасывания, и так, но представьте, если там, так сказать, гниющая пища, если там размножается гигантское количество патогенных микроорганизмов, то нарушаются процессы всасывания, безусловно. Так вот, ну, подробно я рассказываю вот об этих, из чего состоят ткани, да, вот этих извилистых нитей, как там все, значит, происходит процесс пищеварения, более подробно, все вы это узнаете в инфопродукте, поэтому я тоже не буду подробно, просто хочу, чтобы вы знали, что я все это разбираю очень подробно. Пищеварение, вообще в тонком кишечнике, еще стоит вот о чем сказать, когда мы говорим об этом. значит, значит, с помощью вот полостного пищеварения осуществляется главным образом начальной стадии гидролиза белков, жиров, углеводов, за счет фермента липазы, который расщепляет жиры, да, за счет фермента, это все ферменты поджелудочной железы, амилазы, которые расщепляют углеводы до более простых мономеров, и за счет трепсины, который доразбирает белки до аминокислот, да, но и за счет других нутриентов, значит, это так называемых пищевых веществ, например, в щёточной кайме протекает гидролиз молекул мономеров, на мембране микроворсинок идут заключительные стадии вот этого гидролиза с последующим стадией, то есть самих вот этих вот, это пристеночное так называемое и уже внутриклеточное слизистая оболочка в пищеварении, то есть их гораздо сложнее, обширнее процесса, чем представляла наука ещё там 30 лет назад или 20. Значит, немножко, какие особенности этого пищеварения, да, значит, во-первых, высокая свободная энергия появляется на границе всегда всех сред, вода, воздух, почему, помните, я рассказывал, что такое свободный переход электронов, это когда из воды электроны благодаря воздействию и поверхностному натяжению, да, сред, разница сред, вот о чём сейчас речь идёт, образуют, выходят свободные электроны, и они потоком ветра разносятся, эти электроны могут проникать непосредственно, сейчас это доказано, и в тело человека, и в других животных, заряжая, например, эритроциты крови и так далее, это наука точно уже установила, так вот, но граница вода, воздух, масло, вода, это всё происходит, свободная энергия появляется, и вот благодаря этой большой поверхности, например, тонкого кишечника, здесь происходит мощнейший процесс, поэтому требуется здесь и большое количество свободной энергии, так вот, состояние, в котором находится вещество, пищевая масса на границе фаз, вот этих, да, отличается от состояния вещества, как бы в объёме, в комке, поэтому здесь и идёт уже другое пищеварение, и энергозатраты иные, так, хорошо, потом, органические вещества, вся вот наша пища, она, ну, как бы уменьшает поверхностное натяжение, следовательно, собирается на границе фаз, и вот дальше как раз создаются благоприятные условия для перехода пищевых веществ, как раз из середины химуса, где идут ещё другие процессы в середине комка пищевого, на поверхность, когда распределяется в тонкую слой, да, поэтому там и есть переход от плоскостного к мембранному пищеварению, вот так вот. Так, хорошо, значит, избирательное, конечно, ну, скажем, разделение положительных отрицательно заряженных питательных веществ на границе фаз приводит к чему? К возникновению значительного, ну, скажем, фазового потенциала, при этом молекулы на границе поверхности в большинстве находятся в таком ориентированном состоянии, а в глубине комка, ещё в хаотическом, это вот ещё хочу, я вам просто хотел дорассказать, ну, хорошо, значит, и на заключительной стадии пищеварения, когда образуются мономеры, то уже вот в этом, так сказать, клеточном, уже на уровне клеток это происходит, да, доступные, вот, бактериям, симбиотическим, нашим родным, да, значит, и оно происходит в, ну, скажем, ну, в такой щёточной кайме, которую я уже рассказывал, в этом, в этих местах, в кишечнике, по всей его площади, и бактерии, вот, в это место уже не проникают, потому что их размер несколько микрон, а размер щёточной каймы гораздо меньше, и вот, щёточная кайма, так называемая, там выполняют функции, как бы, своеобразного бактериального фильтра, ещё плюс к тому, вот ещё одна из защитных функций нашего кишечника, почему же эти бактерии живут в кишечнике, и вредные, и полезные, но не проникают, всё-таки бактерии крупные, вирусы проникают, они маленькие, бактерии нет, причём вирусы, кстати, помните, когда мы разбирали лимфатическую систему, проникают именно через, как правило, лимфатическую систему, вместе с молекулами жира, вот, но хорошо, значит, интенсивность вот этого мембранного пищеварения изменяется в очень широких пределах, и зависит от очень многих факторов, и скорость движения химуса, и, так сказать, ну, да и многих-многих других факторов, в общем, кому будет интересно, изучите это, пожалуйста, подробнее, а я вам пока переключу, и вот, как раз здесь вы видите тонкую кишку, вот левый кадр, ну, тут разделы, она вскрытая, тут видно вот эту стенку, оболочки, а вот эти ворсинки, на нижнем, так сказать, вот, собственно, о чём я говорил, вот это пристеночное пищеварение, и вот эти микроскопические ворсинки, которые устилают, посмотрите, каждую складку, создавая, посмотрите, какую гигантскую внешнюю, а плюс ещё ворсинки добавляют вот эти метры, да, квадратные, о чём я говорил, помимо того, что сами складки как извиваются, и вот, соответственно, сюда подходят лимфатические капилляры, которые являются, естественно, сборщиком мусора всего, отходов в процессе, так сказать, распада, и, скажем, клеток старых, появления новых, в результате оттока уже непитательных веществопродуктов, распада из межклеточного пространства, и берёт начало лимфы, и соединяется в капилляры, потом сосуды более крупные, лимфатические узлы, это параллельная система, как мы уже говорили, кровеносная нашей системе. Так, ну и теперь давайте, пожалуй, разберём подробнее, и как бы, подытоживая, ну, то есть, скажем, давайте попробуем разобрать целостно теперь, как происходит пищеварение вот на этом кадре, а их будет два, потому что картинка эта большая, и вот на этой, посмотрите, сейчас я покажу, здесь верхняя часть, как бы, пищеварение разложено в плоскости, да, понятно, что примитивно, но очень-очень хорошо нам демонстрируют функции, и вот эта нижняя, мы вернёмся сейчас к верхней, вы пока посмотрите внимательно, что в ротовой полости, да, вот то, о чём я говорил, ферменты слюны начинают переваривание, от крахмала до простых сахаров, задумайтесь, почему не от белков до более простых, потому что эта пища нам, естественно. Хорошо, что дальше происходит, вы прочтёте сами, а я пока расскажу вам ещё вот о чём. Значит, 12-перстной кишки, ферменты желчи, ферменты поджелудочной железы, они работают только в щелочной среде, желчь и фермент липаза, понятно, что расщепляют жиры до мелких молекул, запомните, что молекулярный вес, например, вот кислорода, там 32, водорода 2, да, а белка, животного происхождения, высокомолекулярных белков, несколько миллионов, поэтому они не могут расщепиться, но не предусмотрел организм такого варианта. Другой вопрос, хищник, он глотает куски, рвёт, он прям не жуёт, там другой желудочный сок у него, там идёт процесс аутолиза, автолиза, там выводится моментальность прямой кишки, отходы все, и там тысячи нюансов, каждый из которых нам говорит, что безусловно мы не только не хищники, но и не всеядные, но это подтверждение на каждом этапе пищеварительной системы, как в морфологии, так и в биохимии, везде. Так вот, растительные белки, ещё раз скажу, состоят из таких цепочек, или глобул, ну, полипептидных цепей, низкомолекулярных белков, да, вот, поэтому, кстати, сложные белки ещё это орехи, это бобовые, поэтому тоже ими нельзя злоупотреблять, даже если они потребляются в пище, не в варёном, а в живом виде, но если вы бобы прорастили, и едите проростки, то это прекрасно, там уже нет этих сложных белков, там они простые. Так вот, варёная растительная пища тоже гниёт, это надо понимать, не предназначена пищеварительная наша среда, она должна легко пищейти, передвигаться, варёная пища в 5, в 6, в 10 раз, ну, скажем, медленнее переваривается, и это говорит явно о том, что она неестественна, ну, хотя бы это, хотя тысячи других моментов о том же говорят. Белки не могут пройти в поры мембран, я говорил, да, часть гниёт, часть, соответственно, превращаются в антигены, всё-таки попадают. И, что происходит дальше? Вот эти яды, они являются причинами воспалительных процессов, прямо и косвенно. Растительная белковая молекула в составе углевода и жиров, она не является антигеном и легко усваивается. Вирусы и бактерии, и высокомолекулярные белки, вот это и есть антигены. Бактериофаги, да, наши, и вот прочие фаги, это защитные клетки иммунитета. Они и призваны уничтожить вот этих агентов у нас в организме. Ну, кстати, вот гуморальный иммунитет, да, есть ещё такой интересный, гуморальный, это в сыворотке крови и, кстати, в сыворотке молока есть растворимые белки, это альбумины и глобулины. Ну, глобулины чуть крупнее, это же глобулы, да, такие круглые. Они делятся на альфа, бета и гамма. И вот, например, глобулины, они что делают? Они уничтожают антигены в самой крови. Если другие фагоциты, там, лейкоциты, могут в тканях уничтожать, ещё то в крови, в основном, гамма-глобулины. То есть, если, например, из тканей в кровь попали антигены, то там уже за работу берутся вот эти защитные клетки. Часть ядов в клетке, конечно же, не может выйти из самой клетки в межклеточное пространство, и они запасаются в клетке, как бы консервируются в виде таких коацерватов, таких дегидрированных комочков, как, собственно, крупные дегидрированные каловые камни уже в толстом кишечнике, о котором мы после будем говорить. Так вот, а что делают врачи, когда, например, при диабете, они говорят, что углеводы нельзя, белки животные можно, варёные только они жареные. Но это же страшное преступление, потому что высокомолекулярный сложный белок – это антиген. Варёный ещё, он ещё правовращающий изомер, вообще мёртвый. Вот мясо, мясо вообще можно называть только кусок трупа животного, мышечные его ткани, оторванные от животного. Варёное, донатурированное, бывшее мясо уже является просто какой-то аморфной массой безжизненных белков. Вот что это такое, это вообще даже не мясо. Это извращённое понятие, это даже не мясо. Но тем не менее, вот отсюда автоиммунные заболевания и воспалительные процессы любые отсюда, ведь это и есть, так сказать, результат реакции антигена-антитела. Воспаление – это борьба иммунных клеток с антигенами, вирусами, бактериями и крупными белковыми молекулами. И иммунная система просто вынуждена печатать вот эти бактериофаги, тучные клетки, гистеоциты, там различные фаги для уничтожения антигенов. И они погибают вместе с тем, что они съели. И образуются гниющие вот эти белки, то есть трупный яд. Это и есть причина всех болезней организма, первичная всех абсолютно, всех, так сказать, поражений полостей, любых слизей в организме – это реакция погибели наших защитных клеток и антигенов, попавших в организм. Вот что это такое. Так вот, а медики что делают? Лечат автоиммунные заболевания чем? Иммунодепрессантами, антибиотиками, цитостатиками, которые сами приводят, вот различные там жаропонижающие дают, да? Это всё приводит только к ухудшению процесса. Что от этого? Воспаление пройдёт? То есть, ну, по крайней мере, что от этого? Яды куда-то денутся, да ещё, они ещё глубже засядут, ещё будут более концентрированные. Поэтому подавление иммунитета у матери и отца, у их иммунитет, у детей, их детей будет ниже, а у внуков ещё слабее, вообще не будет. И когда иммунитет совсем слабый, это и есть ВИЧ, это не какие-то вирусы специфические, это и есть тот самый эффект иммунодефицита глобального, когда уже, так сказать, организм совсем ослаб. А другая сторона процесса, когда крепкий иммунитет, но яды, токсины в организме в большом количестве есть, и они не выводятся, а человек продолжает так же есть питаться, а иммунитет крепкий – это рак. В конце это рак уже как… Потому что рак – это попытка законсервировать эти вещества в виде определённых клеток. А, так сказать, это одна из характеристик, вот действительно, раковые клетки. Так, что ещё я вам важное хочу сказать, да? Понятно, что такое энергия. Это АТФ, аднозинтрифосовная кислота, связи. Это для них нужна, так сказать, вот, нужен, собственно, кислород. Вообще, основная причина смерти человека – это отсутствие, это недостаток для клеток кислорода. И слизь в лёгких. Но это как раз причина следственной связи. А в лёгких слизь будет почему? Потому что нижняя часть пищеварительной системы, то есть нижняя часть лимфатической системы, если забита, ведь лимфа должна вынести через сосочки, через складки клеток в толстом кишечнике, вывести в кишечник уже в толстый, чтобы быстро вывести из организма с каловыми массами гной, токсины, отработанные клетки. Но они не могут это сделать. Потому что толстый кишечник в складке забитый. Забитый чем? Каловыми камнями, слизью, грибными мицелиями. И, естественно, куда? Давление идёт в противоток. То есть, соответственно, шлаки выходят уже не выходят из толстого кишечника, а всасываются опять в клетку, в межклеточное пространство, и идут выше по единой лимфатической системе, в грудные протоки, а там лёгкие. И, естественно, часть лёгких просто забита. Человек, в принципе, не чувствует, что у него есть проблема с лёгкими, даже если одна треть каждой доли забита слизью. А так и есть у большинства людей, к сожалению. Что такое АТФ? Это преобразованная первичная энергия Солнца, аккумулированная, запасённая в теле растения. И АТФ вообще, конечно, разрушается и от ядов. В клетке, в нашей клетке, и от гнойных токсинов. А АТФ ведь это запас энергии. Это те самые макроэргические связи, которые дают при распаде очень много энергии. И они концентрированно запасаются. Так же, как гликоген, животный крахмал, запасает миллионы молекул глюкозы, которые, так сказать, свёрнуты в малюсеньких, так сказать, в объёмах, да, находятся. Так же, как крахмал, посмотрите, зёрнышко даёт даже без света, какой огромный росток. Потому что это концентрат. Так вот, запомните, мёд не аллерген. Травы, никакие пыльца, это не аллерген. Значит, оранжевые фрукты там, это всё глупости, это аллергены, это только антигены. Но почему происходит, когда человек, потому что это есть просто фактор реакции. Вот и всё. Если человек очистится, у него проходят все аллергии. Если он очистит кишечник, печень, лимфатическую систему, как автоматически, да, там почки не навредит себе, да, ведь будут здоровые, то тогда у него пройдут автоматически все аллергические проявления, на что у него было раньше. Только аллергия может быть, ещё раз, аллергическая реакция, это защитная реакция, когда иммунная система уничтожает антигены в нашем организме, в крови и в тканях. Всё. Поэтому лечение, в том числе аллергии, это наладить отток гноя и его выведение из организма. Смотрите, теперь внимание. Переход вообще в наше время на сыроедение осложнён. Почему? Потому что у каждого почти, помните, я говорил про панкреатит, если не острый, то хотя бы панкреатит, так сказать, ну, хронический. Вот давайте я чуть-чуть подлегусь на схеме и вам покажу. Мышкой тут тем более всё видно, видите, как хорошо. Вот печень. Значит, ещё раз немножко расскажу, давайте ещё подытожим. Повторение мать-учения, а здесь тем более. Вот у нас слюны и железы. Много-много их много. Здесь начинается процесс пищеварения. Потом через пищевод пища попала, сформировался комок, верхней модели кислая среда, потом она всё более щелочная, пища допереваривается и через сфинктор проходит в 12-перстную кишку тонкого кишечника, идёт, 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 идёт по тонкому кишечнику дальнейшее пищеварение. А что у нас вот здесь в самом начале в 12-перстной кишке? Посмотрите, вот печень. В печени образуется желчь, и она по желчным канализам, протокам желчному, идёт, ну, правда, соединяется вот здесь с желчным пузырём. В желчном пузыре желчь в 10 примерно раз более концентрированная, чем в самой печени выделяемая, да? И дальше тут тоже есть свой клапан, который, значит, синхронно открывается, закрывается, вот вместе с этим клапаном. Когда поступает пища, какая поступает, когда прекращает поступать. Я подробно об этом рассказывал, когда мы разбирали печень и поджелудочную железу, да? И желчный пузырь. А кто не смотрел, обязательно посмотрите лекции в свободном доступе в интернете, у меня в блоге есть. Так вот, этот желчный общий проток соединяется вот с этим панкреатическим протоком вот в этом месте. И здесь уже образуется ампула, значит, куда, значит, выходят вот эти секреты, ферменты и желчь через эти протоки в 12-перстную кишку. И, соответственно, что, какая еще очень важная роль желчи? Ведь желчь, дело в том, что катализирует, ускоряет, скажем, действие ферментов поджелудочной железы, в том числе, трепсина. И поэтому, когда вот здесь, не дай бог, камушек, который камни образуются в печени и в желчном пузыре, выходит, и в ампуле, она уже чуть-чуть, чем сам проток, встает кляпом, то тогда желчь из желчного пузыря идет под давлением, идет в обратку в панкреатический проток, и это запускается процесс некроза поджелудочной железы, когда вырабатывается трепсин, потому что пришла желчь, и она заставляет активнее вырабатываться трепсин. И тогда идет некроз. Но еще, в основном, он идет, ведь не у всех камни тут встают, а панкреатит, и некроз, и головки железы очень у многих людей. А почему? Но потому что, например, печень, то есть, извините, поджелудочная железа, она, в ней тоже накапливаются яды и токсины, и когда их много, а не белковой природы, трепсин-то выделяется на любые попадания любых белков, и, соответственно, просто его много, да и просто по другой причине, потому что человек ест мясо, ест, ест мясо, ест, ест, ест. Трепсин-то вырабатывается на износ, а это, кстати, уникальный фермент, потому что ведь даже вот заводы создают огромные цеха, которые искусственно синтезируют, а это малюсенькое поджелудочное, нам что делает, да, но когда мясо, источник раздражения, идет, идет, она на износ работает, и просто когда-то выработка, но это происходит клин, как короткое замыкание, это и есть причина любых атоиммунных заболеваний, клетки начинают организма поедать себя, например, когда я уже говорил, кто помнит о молоке, молочных продуктах, когда первый тип сахарного диабета, это причина в основном, когда казиновые белки, попадающие к нам в желудок, а потом в 12-перстную кишку, не переваренными, также не переваренными, проходят, и, соответственно, но суть в чем уникальность, что их последовательность аминокислотных звеньев в белковой молекуле казина почти идентичны, как островки лангерганса поджелудочной железе, и тогда организм принимает их за что? За чужеродные клетки, когда переклинивает, я так скажу по-простому, нашу защитную систему, когда уже нет мочи, что называется, печатать столько защитных иммунных клеток, столько ферментов, и вот тогда поедаются нашими же клетками, антителами, островки лангерганса, где вырабатывают, синтезируются инсулины, вот оттуда первый диабет сахарный, вот я говорю, как все просто, и какое невежество, так сказать, просто заставляет людей быть больными, и поддерживать в них уверенность, что а при чем тут еда? Да ни при чем, действительно, такому прям ничего, ни при чем. И вот теперь, к чему я все это говорю, панкреатит, да? Вот смотрите, у каждого первого сейчас, калиты, панкреатиты, энтериты, гепатиты, и вот в живой пище, нужно растворить клеточные оболочки, которые не вареные, в отличие от вареной, ведь в этом только есть отличие переваривания и усвоения растительной пищи у веганов, вегетарианцев, и веганов, ну, вареноедов, и веганов-сыроедов. Как правильно питаться? Питаться надо, естественно, живой пищей, в идеале, но она содержит грубую клетчатку, а на это требуется больше ферментов на начальном этапе, в том числе поджелудочные, а если еще плохо разжевали, а плохо разжевывают. Если бы при равных прочих этот человек хорошо бы разжевал маленькими порциями, то тогда бы у него хватило и ферментов, но, конечно, если у него уже поджелудочная достаточно больна, если у него больна, печень забита, фиброзной тканью, прочей, если кровоток нарушен, и прочее, и прочее, и прочее, а это происходит так и есть, плюс шлаков токсинов в организме много, то, конечно, у него переходим на другой тип питания, к тому же организм очищаться начинает, он выделяет в кровь очень много токсинов, а органы выделения слабы, не выполняют свои функции, а это удар, как бы стресс дополнительный, безусловно, это влияет. И вот в этом только и есть причина того, что у некоторых на сыроедении, да, людей возникают болевые ощущения, опоящая боль, вот панкреатического характера, и они говорят, вот, сыроедение виновата. Да нет, это ты виноват, потому что, так сказать, ты не предусмотрел, ну, сделал попытку, отойди чуть шаг назад, начни вареную гречку есть или что-нибудь там, овощи на пару. Но, ты пойми, что твоя задача чистить кишечник, чистить печень, голодать, потому что только при голодании поджелудочная железа начинает себя восстанавливать, если у нее хватает питательных веществ на это, и если, она же тоже из ткани, из клеток состоит, если ты очищаешь и кишечник, клеточное пространство тем самым, этап за этапом, по системе, плюс ты принимаешь травы, которые способствуют этому, и так далее. Если ты активную воду принимаешь, которую, именно активная, я говорил, что такое активная, физико-химические свойства воды, этого уже не буду сейчас повторять. Так, и так, поэтому, перейдя на страницу, некоторые люди чувствуют небольшое ухудшение, а иногда и большое состояние боли, да, но, это вы в прошлое из жизни все получили, изгадили поджелудочную железу, а теперь просто расхлебываете. Ну, можно, конечно, дальше ни шатка, ни валка, тогда она будет и дальше от вареной пищи, ее легче, некоторую пищу переварить, ну, по крайней мере, в частности, так сказать, в каком-то аспекте, ну, в плане вот углеводов сложных, например, и клетчатки. Да, конечно, но не лучше ли все-таки понять причину и просто изменить, не допустить, очистить организм и дать возможность и желудку, и поджелудочной железе себя восстановить путем, конечно, правильных чередований приема правильной пищи, очистительных процедур, голодания и так далее, комплексного, правильного подхода. В зависимости от, конечно, тех или иных заболеваний корректировки делаются, конечно, поэтому и системы даются по-разному для пищевода, для этого лечения и травы разные и прочее. Так, нужно восстанавливать поджелудочную железу, без этого будет не дело. Человек будет худеть, худеть, потому что, если поджелудочная железа неправильно, не в должном количестве выделяет ферменты, нарушается вот во всем тонком и, соответственно, дальше в толстом кишечнике, пищеварение, значит, меньше питательных веществ неправильно или вообще не всасываются в должном количестве. Ну, конечно, учтите здесь еще фактор паразитов, потому что в тонком кишечнике могут обитать и бычьи цепени, и любые цепни, и, естественно, лямблии, аписторхи, которые, кстати, в печени обитают, и в поджелудочной железе, анкилостомы и другие паразиты. Поэтому, все, кто не смотрел, обязательно посмотрите мою лекцию, например, от 13 мая по паразитам и по грибкам. Вообще, нету неважных, ненужных к просмотру лекций моих. Вы, когда будете смотреть, пересматривать, обязательно выписывайте, берите бумагу себе, помечайте все нюансы. Вы, может быть, себя увидите в чем-то. Не сегодня, так вчера. Вспомните, что было. Это очень важно. По два-три раза просмотрите, если захотите серьезно все осознать, понять до конца. Потому что все эти темы переходят у меня одна в другую. Так, обязательно должен быть правильным сон, чтобы восстановить поджелудочную железу. Помните, по биоритмам надо. Ну уж, если с поджелудочной что-то однозначно на ночь не есть, а вообще спать лучше ложиться в 20.00, так сказать, ну хотя бы в 21.00, не есть и не пить после 19.00, 20.00. Поджелудочная железа отдыхает ночью именно. И разгрузочные дни, как я уже говорил. Так, хорошо. Теперь, значит, ну, про эпифис тут я немножко скажу, но поскольку про сон говорил, да, это так называемый, вот, проекция третьего глаза. Эпифис такую, центр мозгу, который находится в центре мозга, он как горошинка по размеру и проекция его прям четко это третий глаз. Когда-то были функции, ну, про это сейчас не буду, это уже относится к эзотерическим знаниям, к прочим, да, но кто третий глаз понимает, что это такое. Но, есть одна функция, это меланин стимулирует выработку мелатонина, в общем, благодаря эпифису это происходит. А это сильнейший антиоксидант, это вещество, которое не только антиоксидантными свойствами, оно, человек не может расти без мелатонина, отдыхать, головной мозг не может, дети расти не могут, поэтому обязательно надо спать в темноте. А если уж поджелудочной железой проблема, то это особо опасно. Значит, вот, поэтому наведите порядок, и тогда ваши фруктовые соки будут хорошо усваиваться, но опять-таки не злоупотребляйте это фруктовыми соками. Овощные соки совсем другое дело, они усвоятся у вас прекрасно. Вот, эксперимент какой, говорят некоторые, вот, утром мед я поем, или там, овощи, фрукты, у меня, типа, болит, вот, вроде как, под ложечкой, все, я говорю, хорошо, возьмите льняную кашу, немножко, вот, сделайте, съешьте в начале, да, а потом съешьте через там сколько-то минут, вот тот, чего у вас болит, нет такого? Нет, ну, я говорю, ну, поджелудочная железа, вы понимаете почему? Так сказать, вот, потому что не резкое идет сасывание, значит, резкий выброс огромного количества там ферментов, той же поджелудочной, а плавное, потому что льняная кашин, например, или что-то аналогичное, вот, как лечили, типа, язвы, прочее, давали там масло сливочное, то есть жиры, жиры обволакивают язву, что вполне понятно, это знаете как, помазать вот рану, после ожога, либо дырку каким-то жиром, там, легче будет легче, конечно, особенно внутри тем более, так что тут просто все понятно, это не значит, что это панацея, как люди делали, так же, как и этот товарищ-то, биолог тоже, мудрец, вот, из белых одежды, он ведь что, вылечил свою, так сказать, язву? Нет, конечно, потому что он продолжал есть и пить то, что человек не должен есть пить, он не устранил первопричину, он усугублял, просто он делал временный эффект, а временный будет, пожалуйста, можете пользоваться методиками врачей, целителей временными, потому что они сами, какой целитель, если он ест куриную ножку, ну о чем тут можно говорить? Хорошо, в заболевании тонкого кишечника их много, энтериты, это как бы комплексные заболевания, которые характеризуются воспалением тонкого кишечника, тонкий кишечник, так сказать, вот все эти, например, воспаления тощей кишки, да, например, там, эюнит называется, есть другие, там, элит, там, прочие, это все мы не будем сейчас говорить, уже просто будет перегруз иначе, но дополнительно я эту информацию подробно даю, так, теперь давайте следующий кадр, вот вы видите, и проговорим, вот пища пошла дальше, она уже обработалась ферментами поджелудочной железы, у нас уже вот идет средний отдел тонкой кишки, тут тоже есть свои ферменты, которые выделяются, вы уже об этом поняли, да, идет пристеночное, внутри клеточное пищеварение, пристенное и прочее, вот, и, соответственно, дальше она переходит у нас куда? В толстую кишку, вот об этом мы сейчас будем говорить, мы вернемся к этому кадру еще, поэтому сейчас переключимся вот на что, но пищеварение, вот вы видите, вот оно, в больницах, во всем, все вареное, все перетертое, живого нет, значит, минералы разрушены, белки донатурированы, свернуты, разрушены, витаминов нет, биологически активных веществ практически нет, это балласт, который поддерживает человека фактически психологически, чем физически, на самом деле так, потому что есть энергетические источники подпитки, я уже говорил, свободный переход электронов, ночью человек получает энергию из космоса, спит, просыпается, полон сил, так сказать, если не полон сил просыпается, это проблема с печенью, 100% на я, дальше, и вот ребенок, он сосет эти макароны, ну естественно, политым перцем, сыром, ну как вот в песне, иначе не съешь же вареный клей, вот, дальше человек утрированно, вот это вот жрет, фактически это напичкано всем вот этим, вместо того, чтобы есть вот это, и быть здоровым, хорошо, значит, еще расскажу немножко, вот вернемся сюда, ну, тут вот, толстая кишка, здесь не указано, но вот есть здесь аппендикс, да, уникальный орган, это железа, которая, ну, мы еще дойдем до этого, которая выделяет ферменты, необходимые для переваривания, запомните вот это, очень важная вещь, я про это, может быть, даже не говорил никогда, у аппендикса несколько функций, да, это инкубатор, наших симбиотических, определенных видов бактерий, которые, выходя в, там, защитный клапан, на случай, так сказать, инфекцирования, но, когда все нормально, он открывается, выходит определенная порция бактерий, вместе с ферментами, понятно, наших симбиотических разных видов, в толстый кишечник, который эти бактерии и расщепляют, подготовленную уже, пережеванную, обработанную слюными железами, и дальше, дальше, ферментами, клетчатку грубую, но она уже не такая грубая, туда доходит, должна, по крайней мере, если работает нормально, поджелудочная железа, в том числе, так вот, и перерабатывают на выходе все витамины, все незаменимые аминокислоты, все что угодно, но не у каждого человека, из-за того, что, и вот здесь все загажено, слизистые, не пропускают все питательные вещества, часть их не переваривается, потому что ферментов, прочее, не хватает, переход, и то же самое в толстом кишечнике, и если это не идет в полной мере, человек худеет, худеет, если переходит даже на живое питание, потому что он уже не так много в нем гнилостных бактерий, слизи, гноя, жира, который раньше держал его, не мышцы это были, а вот именно слизь, гной, бактерии, жиры, и это все как бы уходит частично, но питание у него дефицит он получает, потому что у него не идут, как правильно должны есть здоровые кишечники, вот эти процессы, поэтому надо очищаться, и питать свой организм, пока он ущербен, безусловно, пищи суперфудами, так называемые, то есть включать в пищу спирулину, хлорелу, то есть те водоросли микро вот эти, которые в малом объеме имеют колоссальную питательную ценность, уникальными разными овощами, желательно выращенных на богатой почве, различные, так сказать, зелени, особенно дикоросами, потому что в дикой природе еще очень много минералов, в лесах, особенно на полянах, там ягоды, ценнейшие продукты, которые поставляют в организм огромное количество, так сказать, незаменимых просто компонентов, в том числе редчайших минералов, которые нам так необходимы, но хорошо, аппендикс это еще и железа, которая выделяет ферменты, необходимые для переваривания жестких структур клетчатки, а именно целлюлозы, то есть оболочки яблок, там, ну, всех овощей, огурцов, там, не важно, фруктов, трав, и это хранилище, инкубатор, понятно, да, это понятно, так вот, немного о лейкозе, он напрямую имеет отношение к пищеварительной системе, происходит лейкоз от того, что дети больны гнойными процессами, ангинами, там, аппендиксом, да, воспаленным, когда это было, когда-то это было, ангины, бронхиты, трахииты, прочее, значит, когда температура высокая, лейкоцитов по анализу всегда много, потому что это защитные клетки, потому что они чего-то защищают, значит, кого-то они поедают, и они гибнут, образуется трупный яд, нарушается процесс распада и синтеза АТФ, и, соответственно, температура, так сказать, растет, потому что не могут АТФ связи вот эти вот запастись, там идет распад, идет нарушение, токсичные яды, они мешают этому процессу энергообмены. Так вот, лечат чем? Химиотерапией, черт знает чем, хотя, причину не меняют, а причина в гнойных токсинах, это значит мясо, вот это мертвичина, это трупы, соответственно, гнойные процессы идут, коль человек это питается и в детей вкидывает, плюс, интоксикация гнойными вот этими ядами, моноамидами, а вот я говорил, еще раз повторю, что если человек напряжарит мясо, там образуется еще такая прелесть, в процессе окисления и обработки маслами, связь с кислородом происходит, а там же еще железо много, а железо это катализатор, и когда мясо жарится, образуются гетероциклические амиды и нитрозоамиды, это мощнейшие мутагены, которые приводят к любым типам рака, то есть гарантированно, кстати, кто есть мясо, еще раз вот скажу, кто новый не слышал, человек всегда умрет от рака, вот любой, кто ест мясо, это 100%, если он раньше просто не умрет от инсульта, инфаркта, других причин, вот 100% как умирали люди из-за 100 лет от рака, именно потому, что это логичная цепочка процесса нарушения деления клеток и обволакивания определенными перерожденными клетками гнойных токсинов, которые просто не может организм вывести, и предел всегда наступает. Так вот, если амины получаются, вот эти амины, монамины из гноя, то такие яды называются путрисцинами, а если из трупных ядов кадаверин, кадавер, труп по латыни, так вот, аллергия, еще раз, это только белки реакции иммунной системы на их уничтожение. Погибшие белковые ткани превращаются всегда в гной и разносятся кровью по всему организму. Если в трубчатые кости к белому мозгу они тоже попадут внутрь, войдут, а когда-то это происходит, то синтезируются лейкоциты в гигантском количестве в костном мозге, иммунные клетки белым костным мозгом синтезируются. Если туда проникают гнойные токсины, то организм создает гигантское количество таких клеток и вывести яд оттуда уже не получается и происходит как короткое замыкание и тогда синтезируются лейкоциты в сотнях там раз больше, чем норма. И температура высокая, постоянные люди, и врачи констатируют результат лейкоз. Знаете, детские лейкозы, как сейчас частые? Настолько частые, которых не было и 20-30 лет назад, тем более раньше. Это запичкались уже этими паровыми котлетками бедные дети. А начинается с любых гнойных процессов. Бронхит, тамангины, это все факторы лейкоза. Вот любой фактор гнойных процессов, гланды, миндалины, там, все что угодно, это все гаймориты, синуситы, конъюнктивиты, все это мешки с гноем. Все это причина будущего лейкоза, поэтому необходимо чистить свой организм сейчас. Я уж про легкие не говорю. И про мам. Помните, я рассказывал, все время говорил, что мамы спасают себя от рака молочной железы, потому что они кормят детей своим молоком, которые гной просто выходят через лимфатическую систему, из легких просто выходят излишки. И себя они спасают, особенно у кого двое, трое детей и больше. Те мамы не болеют, как правило, раком молочной железы. Как правило. Не всегда, но как правило. То есть там в десятки, в сотни раз больше, если сравнить эту статистику, кто двое, двоих, троих. Вот что надо, почему я говорю, изучая биологию, зная, как проверить правильность определенных там выводов, прочее, помимо прочего, надо такие вещи сопоставлять, которые, к сожалению, медики просто не догадывают сопоставлять, и что это значит, не понимают. Ну хорошо, просто делают все те методы и тесты, которые в силу своего развития и понимания жизни они способны делать. А они через призму нормальности поедания мяса на мир смотрят, что это естественно. Ужас просто, ужас. И еще, запомните, хлеб, хлебобулочные изделия, это клейковина, это клей, вареные крахмалы, макароны, поэтому простуды. Уберете только крахмалы, и через год-два, если вы очистите комплексно, методично свой организм, уже через полгода и никогда не будет. Есть, значит, не очистили. Путрисцин, я там кому интересно даю тоже формулу, все, ладно, теперь смотрим мы дальше, вот на что. Ну, тут понятно все. Значит, теперь вот такая картинка, вот смотрите внимательнее теперь. Вот что такое глицин, там, аланин, прочий, валин, это все аминокислоты, вот их формулы, вот обозначение. Внизу вот это что такое? Это глюкоза, да, молекула? Вот она, вот она формула, вот она распадается. Молекула, вот 38, вот энергия, да, появляется, вот уже идет молекулярный вес, все, так сказать, и распад. Вот это спирты, то есть, извините, жиры. Тут уже радикалы, ну, смотря какие прикрепятся, будут разные жиры, да, тут и жирные кислоты перейдут. Короче, давайте посмотрим, какие вот, вы прям даже напишите, вот в чем отличие всех этих структур друг от друга, и что общего? А ведь действительно, здесь общее почти все. Тут отличий мало, а посмотрите, как мы это называем, белки, жиры, углеводы, ну, часть белковой молекулы, это вот эти миллионы, там, разных, разных, в разной последовательности соединенные аминокислоты, да, это вот, посмотрите, что тут у нас есть, что общего, что разного, прям даже напишите, а я вам... Ведь действительно, это просто крик души, но что творят с детьми? Ну, их просто убивают своей невежестью, вот, понимаете, а препараты, которыми как бы лечат, еще все сильнее и сильнее, вот все эти, понимаете, полиартрит, это что такое? Это тоже автоиммунное заболевание, значит, но ему всегда предшествуют гнойные процессы, начинается все с ангин в детстве, потом почки, еще осложнение на почках, там плюсы берут, так сказать, вирусы, там вирусы с бактериями, но это уже вторично, эти заболевания все ускоряются, как бы, от года к году, все чаще, все сильнее, и автоиммунных заболеваний все больше, вот, ну вот, собственно говоря, образуются, понимаете, лейкозы, бластомы, это избыточный иммунитет, а его подавляют чем? Когда избыточный иммунитет, в крови антител много, подавляют гормонами, цитостатиками, химиотерапией, вот, так сказать, рак, и появляется, это ускоряется процесс, вот этого новообразования, так, ну, разница в чем? А, очень просто, посмотрите, возьмем углеводы, жиры, белки, что там? Водород, кислород, углерод, тут углерод, кислород, водород, тут тоже будут водород, кислород, углерод, все, да? А здесь что? Водород, кислород, углерод и азот, вот разница в этом азоте, а эта разница огромная, это страшнейший окислитель, но когда это все естественным путем соединено в более простых соединениях, которые для всей живой природы сделали растения, ведь первичная энергия и вещество в экосистеме, в биосфере, да, передается через вот эти сложные пищевые сети в экологической системе всей нашей планеты, передается от растений, и там максимальное количество энергии сосредоточено, потому что растения просто усваивают энергию солнца и перерабатывают, превращая в энергии химических связей, поэтому чем ближе к пищевой цепи, к начальному, первичному продукту состоит животное, тем оно выгоднее отличается от следующих, потому как и антилопы, лани, все лоси там, они выносливее, чем хищники, они могут больше пробежать, они сильнее физически часто, хищники на коротких дистанциях, как гепард, могут быть активны, а потом выдыхаются, потому что у них нет такой энергии, никогда не будет, вот, а теперь думайте, что, так сказать, ущербно, а кто не ущербно, думают некоторые хищники, это вершина, да хрен там, хищники это всего лишь там неотъемлемая часть по утилизации, чтобы экосистема не вздохнулась, это бедные, ущербные существа, а не какие-то там брутальные мечты идиотов, это, так сказать, только для того, чтобы утилизировать, а дальше бактерии, вирусы, грибки, почины, реадуценты, разложители, в экосистеме переработают это до новых минералов, до микросоставных частей, элементарных, которые опять, корневая система растений вместе с починными грибами, втянет свое тело вместе с водой и в процессе опять фотосинтеза, благодаря газам в атмосфере, углероду, например, откуда берет растение вот этот углерод, да, энергии солнца, в воде растворенных минералов, в них опять построит свое тело, которое опять поедят животные консументы вот эти первого порядка и так далее, поэтому чем ближе мы к этой первичной энергии и веществу стоим, тем легче мы это вещество, вот это все любое в своем теле переработаем до тех, какие нужны нашему организму, а не нашему воспаленному сознанию и безумному мозгу, вот этих товарищей, которые больны. Самым страшным это, значит, аминотоксикозом мозга, когда мозг уже действительно не способен воспринимать многие вещи объективно. Так, ну хорошо. И вот теперь смотрите, такая веселая, можно сказать, картинка, если бы не такая грустная была, питание и дети. Вот, типа, картинка пока ничего, типа, нельзя смотрит. Так, а этого и не надо. Ну, кроме разве, что вот здесь вот что-то такое из фруктов стоит, вот это-то вот ничего и не надо. Так, вот она как выглядит, язва 12-перстной кишки, но тут достаточно неплохой снимок. А вот, пожалуйста, еще раз, вот тут мы видим печень, вот желчный пузырь, вот протоки соединяются, тут клапаны, дальше это все идет, идет вот тут за, за, как бы за, вот так, тут что у нас тут поджелудочная, а это от желудка, вот 12-перстная кишка, и вот здесь вот идет, идет, и вот сюда в 12-перстную кишку, так сказать, впадают протоки. Вот, ну, просто повторение. Да? Вот здесь вот это тоже хорошо видно. Вот и печень собирает, собирает желчь, собирает, собирает, идет, идет, сюда, идет, а здесь вот поджелудочные железы идут, идут, которые, поджелудочные, еще раз, и гормоны, и ферменты бедняга, столько различных синтезирует, это такая лаборатория уникальная, малюсенькая, но действительно, какую нагрузку мы на нее даем, а потом удивляемся, почему мы сырые овощи не можем, у нас реакция, так сказать, плохая, и поджелудка, так правильно, правильно, не надо удивляться. Слушайте, товарищи дорогие, если вы хотите считать себя разумными людьми, вы не должны говорить, неправильная система сыроедения, потому что у меня что-то плохо, да хоть у миллиона людей будет плохо, она хотя бы потому правильная, что по этому закону единому работает вся природа, вся ее сложное многогранное взаимоотношение и между организмами, и внутри каждого организма, только живая клетка передает жизнь другой живой клетке, в полной мере, все остальное ущербно, если вы ущербны, то только потому, что виноваты в этом вы, ваши, конечно, ну, к сожалению, родители и медики, то есть каждый вот человек, который довел себя до такого, ну, усложнил жизнь, извратил ее, ну, вот и все, давайте будем рассуждать, как здоровомыслящие люди. Так, еще добавлю к этому, что, смотрите, рак молочной железы, это гной в легких и лимфоузла, значит, теперь немножко температура, я тоже, в принципе, рассказал, почему, да, она повышается, да, нарушается вот это вот, значит, запас АТФ и за счет гнойных токсинов, которые мешают энергообмену и этому процессу, в том числе. Значит, при голодании, вот эти протеазы, кстати, да, активизируются, и в том числе кишечные, и выводят сгустки гноя из толстой кишки, любой гной, гной в полостях клетках, да, вот выводятся постепенно, при голодании, вот эти куацерваты, которые находятся в клетках, концентрированные яды, помните, да, они разрушаются тоже, лизируются и выводятся в кровь и лимфатическую систему, потому что организм, как и говорит, да, я могу сейчас потратить на это энергию, ферменты дополнительные и прочее, и делает это, если он способен, он же умный, он всегда первично защищает жизнь и значит первично, вторично, вот, например, увеличилась кислотность в организме, но кровь будет смерть, если будет 7, там, 41, например, и поэтому организм держит 7,42, 7,43, понимаете, всегда, и он откуда угодно минералы возьмет, из костей, из ткани, из крещей, откуда хочешь минералы щелочные, чтобы только ощелочить среду, да, и не сделать ее кислой, вот, про что я говорю, все одинаковая логика, тут нужны, что в этом случае, если вот, так сказать, вот эти сильные зашлакованности, гной, эти проблемы, промывание, комплексное очищение, применение сорбентов, такие как белая глина, допустим, да, но с умом, с разумом, то есть поэтапно, когда я, вот я описывал в продуктах, подробно о 9 и 10 это все, да, в методиках, но не это, а применимое к тем болезням, теперь, гной накапливается, надо понимать, в любых полостях организма, в любых пустотах, в гайморовых пазухах, где угодно, миндалин и ангина, это все воспалительные процессы, где воспаление, там есть грибки, как правило, поэтому еще раз, кто не смотрел, смотрите про грибковые инфекции, да, плюс ко всему, например, гломертолнефриит, там, прочие проблемы с почками, да, вот, необходимо голодание в этом случае, потому что очищение, необходимо печени, как один из комплексов по очистке и голодания, но правильный, там свои нюансы, тюбажи, там, с малых, начиная до серьезных, и, иначе, осложнение на почках неизбежно, если печень грязная, ведь они же принимают удар на себя после печени, все, что кровь выносит и несет, значит, так вот, вирус, конечно, ипштейн-бара, да, это влияет на гломертолнефриты, на болезни почек, но, моноклеоз, так называемый, но, дело, все равно изначально в гнойных токсинах, ядах, это поймите, помните всегда, если ангину и простуду лечить правильно, то не будет мононуклеоза, рака, других осложнений, так называемый, вот, ювенальный, то есть, детский, юношеский, ревматоидный артрит уже пошел, которого не было там 20 лет назад еще, полиартриты, это, если лечить химиотерапию антибиотиками, то исход один, инвалидность, разрушение суставов, это естественно, так вот, мы разбирали лимфу, там очень подробно об этом тоже все рассказано, да, значит, раковые ведь клетки, еще раз, это механизм уничтожения и консервации гноя, когда нет другого пути, когда организм уже говорит, все, предел, гной, а вот где в организме, смотрите, мешочки, сгусточки, гноя, туда и распространяются метастазы, кстати, имейте в виду, кстати, они по лимфе распространяются, и именно там, потому что застойные процессы, и вот эти гнойные, там, и вот это тоже говорит об этом, что действительно, это одна из функций раковых клеток, утилизация, так сказать, ну и вот этих гнойных токсинов, ну и хаотическое разрастание, как и неудержимый процесс, кстати, они разрастаются в анаэробной среде, где мало кислорода, поэтому очень важен кислород, и в борьбе с раком используют очень активно, должно быть доступ к клеткам активного кислорода, поэтому и здоровый чистый воздух, поэтому специальные процедуры, много магния, который увеличивает количество и переноса, в том числе кислорода, и многие-многие специальные процедуры, но и раковые болезни, это уже отдельная тема, я всегда этим людям стараюсь всегда отвечать, ну все это, в общем-то, знают. Так, хорошо. Теперь немного совсем, ну про некроз поджелудочный я говорил, почему, по какой причине, поэтому сейчас не буду. Значит, еще один интереснейший момент я вам расскажу, мы перейдем к толстому кишечнику. Был такой известный Сильвестр, ну скажем, Брехин, да, Сильвестр Брехин, врач, и он же был священником протестантским. Я не помню, то ли в Англии, то ли в Америке, но в общем была, в 1842 году очень прокатилась, значит, эпидемия холеры, и она унесла огромное количество жизни людей, миллионы. А в его приходе было около 4 тысяч человек. И вы знаете, что? Ни один, вдумайтесь, ни один не заболел холерой, ни один человек. А знаете, почему? Он был сыроедом, и все у него были сыроеды в приходе, а тогда очень жестко был священник, а у протестантов там все. И ни один не заболел. Вот иммунная система, вот что такое, понимаете? То есть, вот инфекции, грибки, вирусы, бактерии развиваются в ослабленном организме. Только если организм забит гноем, если у него ослаблены все функции, защитные, выделительные, вот вам ярчайший из прошлого пример, жаль, до наших дней их не так много дошло, но так наглядно и хорошо они демонстрируют, так сказать, ну и собственно, только подтверждение естественности, что вполне понятно объективно, законов природы. Итак, идем дальше с вами. Вот толстый кишечник. тут вы как раз рассмотрите опять-таки отделы строения, это такие хорошие анатомические профессиональные картинки. Вот, а я вам скажу, что толстая кишка является конечной, конечной, действительно, частью пищеварительного тракта человека. Она тоже из нескольких отделов состоит. Началом толстой кишки считается слепая кишка на границе которой с восходящим отделом, ну скажем, в толстую кишку впадает тонкая, но мы видели это на прошлых схемах, а заканчивается она наружным отделом заднего прохода, анусом, ну и собственно общая длина около двух метров. Диаметр от 7-8 миллиметров до 3-4 в сигвобидном отделе. Значит, в толстом кишечнике как бы выделяют две части, ободочную и прямую кишку. Стенка ободочной кишки состоит из четырех слоев, ну собственно, как уже я говорил про, когда рассказывал, про другие отделы. Значит, изнутри кишка покрыта слизистой оболочкой. Конечно же, она защищает стенку кишечника от самого продвижения содержимого этой кишки. Далее расположен слой жировой клетчатки под слизистой так называемой оболочкой, в которой проходят кровеносные лимфатические сосуды. Зато идет мышечная оболочка. И она состоит из двух слоев внутреннего, значит, циркулярного и наружнего продольного. За счет этих мышечных слоев происходит перемещение и передвижение кишечного содержимого по направлению к выходу, к утилизации. Значит, сирозная оболочка, она покрывает толстую кишку снаружи. Ну, имеет, естественно, и защитную функцию в том числе. Значит, что нарастает на слизистой и в складках? Черт знает что. И каловые камни, и гнойные токсины, которые прессуются, образуют дегидрированные вот эти самые каловые камни. И развиваются грибковые и кандиды, и прочие грибки. И слизью покрывается до 3-4 сантиметров, так сказать, может доходить. И, естественно, это приводит к всем видам заболеваний, в том числе раку толстой кишки, температура увеличивается, гнойные процессы, ну и клетки перерождаются, безусловно, о чем мы говорили. Так, вот давайте посмотрим на такую картинку, здесь очень хорошо видно. собственно говоря, вот от тонкого кишечника что идет, да, тут аппендикс, вот вы видите этот отросток, который, кстати, очень, видите, как происходит, тут застой пищи очень может быть активно даже, да, помните, при гидроколонотерапии вот кружка эсмарха вы вот только досюда, вот с ануса, вот досюда треть кишки можете почистить, гидроколонотерапия раза с 5-го, с 6-го только прочищает почти досюда, что очень важно. Ну, это идеальный вариант, он не обязателен, вы можете благодаря методикам комплексным, что я даю там вполне, так сказать, очистить кишечник благодаря комплексным мерам, когда уже чистите его, ну, применяя магнезию и другие средства через тонкий кишечник, через все, значит, отделы кишечника, да, ну, и другими методами и массажами и прочее, это все хорошие дополнительные вспомогательные методы, но очистка самого кишечника это тоже не панацея, потому что у нас с вами есть еще другие органы и у нас есть межтканевая пространство, внутриклеточная жидкость, и вот тут-то как раз нам нужны активные вещества, здесь как раз мы уже будем говорить о специфических вещах. Так, ну и следующая картинка очень хорошая, пожалуйста, посмотрите, здесь тоже хорошенько в увеличенном варианте видны и отделы, и как все это находится внутри нашего организма. Так, буквально в двух словах важнейшие функции толстого кишечника, да, и во-первых, это всасывательное, так называемое, в толстом кишечнике преобладает процесс обратного всасывания, да, и очень весьма эффективно, вот, например, здесь всасывается глюкоза, фруктоза, то есть моносахара, да, витамины, аминокислоты очень многие, вырабатываемые бактериями, ведь, кстати, 95% воды здесь всасывается, и электролиты, растворенные в воде здесь всасываются, ну, соответственно, вот, очень важно понимать, что если кишечник работает эффективно, то тогда здесь, во-первых, осуществляется процесс переработки нашей родной симбиотической кишечной микрофлоры, и уже здесь, соответственно, в кровь всасываются и те аминокислоты, которые синтезируют эти микроорганизмы, полезные, дружественные нам, но не у всех, к сожалению, это происходит. По многим вот этим вышеперечисленным и прочим причинам. Потом, функция эвакуаторная, так называемая, потому что в толстой кишке накапливаются и держатся каловые массы, ну, и они выходят наружу, соответственно, причем, если пища живая, растительная, быстрее, если вареная, дольше задерживается. Почему? Учтите, что в тонкой кишке, которая длина, там, 5 метров, 6, да, за 4-5 часов проходит пища, ну, у сыроедов быстрее, а в толстой кишке, которая всего 2 метра, за 12-18 часов, ну, и у сыроедов, конечно, быстрее, вот, но пища, поэтому здесь, конечно, задерживается, здесь очень сложно идут химические реакции, и, к сожалению, не все те, какие должны идти, поэтому, вот, собственно говоря, и не выполняет она той роли, говорят, я вот худею, во-первых, худею, лямблии могут быть, паразиты определенные, дисфункции печени, во-вторых, поджелудочные железы, вот все, что мы объясняем, причин-то много, может быть, почему надо искать, соответственно, надо питать организм тем, хороший рецепт у меня овса, который я давал в приложении один к десятому продукту к печени, как раз многие из вас, наверное, его получили, кстати, напишите мне, пожалуйста, в чат, мне это очень сейчас интересно знать, вот, кто получил приложение, вот этот десятый продукт, номер один приложение к десятом продукту, насколько интересна вам эта была информация, где я рассказывал о том, какой уникальный настой овса можно сделать, эликсир вот этот, да, какой, потом я давал про проростки и расторопши на определенной стадии, да, какое это уникальное вещество для чистки и регенерации клеток печени, вот кто получал, ну, я вот, как бы, попрошу, напишите, насколько эта информация вам была важна и понравилась, вот, ну, и пока вы пишете, да, вот, так сказать, может кто-то даже почитает, а получить это легко, я потом вам, ну, это есть у меня, так сказать, инфопродукт, приложение, там, в блоге, потом расскажем мы вам чуть позже, так, хорошо, вопросы остальные я попрошу, попрошу вас немножко попозже задавать, давайте я вам дорасскажу очень важные, интересные вещи, значит, помимо этого, есть еще, значит, да, имейте в виду, если стула нет в течение 24-32 часов, то это четко надо рассматривать как запор, а значит, самоотравление, запор это отравление организма, ведь те продукты, которые должны были выйти за это время через толстый кишечник, эвакуироваться, они задерживаются и обратно всасываются в кровь и, соответственно, выделяются куда? Поступают легкие почки, почки особенно, подкожные слои очень страдают при запорах печени, очень страдают печень и почки. Если обложенный язык, зловодные дыхания, внезапные какие-то головные боли возникающие, головокружение, апатия, сонливость, тошнота, особенно в нижней части живота какие-то вздутия, боли, урчание, снижение аппетита, замкнутость, раздражительность при этом, брачные мысли, пессимизм, наклынувший вдруг, значит, ну и, конечно, недостаточный вот этот стул, явно мало, все это признаки запора болезни печени и кишечника, безусловно. Значит, функция также толстого кишечника выделительная, какая? Например, потому что ведь толстая кишка обладает способностью выделять в просвет пищеварительные соки, тоже свои, ферменты, да, с небольшим количеством, но ферментов, тем не менее, и из крови в просвет кишки могут выделяться, понятно, что соли, ну, все, что я говорил, и другие вещества, которые иногда вызывают раздражение слизистой оболочки и развитие болезней, связанных с ним, таков уже, например, механизм раздражающего действия на слизистую оболочку толстой кишки, например, острой пищи, например, да, чрезмерно. Так, как, значит, правило, да, вот геморрой, он всегда обостряется после употребления как раз вот копченых, так сказать, острых и прочих блюд, так называемых, ну, естественно, главное, мясных, и заправленных уксусом, селедки, поэтому, где уксус, вот везде, это просто первым делом. Так, роль микрофлоры в толстом кишечнике, конечно, здесь обитает аж около 500 видов различных бактерий. Значит, для чего их так много? А их, даже, кстати, вот подсчитано, что примерно в сутки с фекалиями человек до 17 триллионов микробов, ведь фекалии, это и есть, в основном, половина это микробная масса. Почему так много их? А именно потому, что нормальная микрофлора толстого кишечника не только участвует, да, в конечном звене пищеварительных процессов, но и несет защитную функцию в кишке. И плюс к тому, из питательных волокон, волокон вот этих, в результате жизнедеятельности этих микроорганизмов, нам синтезируются и витамины, и аминокислоты, и ферменты, и гормоны, и питательные, и любые вещества различные. Это действительно целый, ну, такой микрокосмос, но он не у всех, к сожалению, работает. Так, вот, значит, а вот эти пищевые волокна, которые не усваиваются организмом, ну, скажем, целлюлеза, пектина, лингит, да, допустим, но зато это усваивается, перерабатывается кишечной микрофлорой. Ну, хорошо. И вот такой уникальный, действительно, слайд, где посмотрите внимательно, вот нормальная микрофлора кишечника. Если она нормальная, что будет делаться? Будет синтезироваться витамины, в том числе, заметьте, В12, он синтезируется, ну, спрашивается, ну, как у гориллы, которая питается, бог с ней, с этой коровой бедной, причем тут корова, мы с коровой не так близки по строению, абсолютно не близки. Мы близки, например, с гориллой, она ест только траву, даже зелень, ну, зелень, она почти не ест фрукты, уж не говоря, так сказать, продукты животного происхождения, уж вообще нет. так вот, ну, почему она такая большая, она не меряет себе, так сказать, В12 в лабораториях, не мучается, потому что все идет, как устроила природа, а запомните, все организмы живые, сложные, млекопитающие, все симбиотические организмы, и В12 именно всегда синтезируют бактерии. Да, конечно, можно взять непомытый какой-то фрукт или земли, и там тоже В12 вырабатывается, но там можно занести заразу, зачем это надо, и так далее. Надо свою микрофлору восстановить, очистить организм от шлаков, токсинов, очистить, восстановить клетки печени, почек, мембраны почистить. Надо обязательно, так сказать, 12-ти кишку, ой, извините, поджелудочную железу, привести в должное вид, тогда будет, смотрите, обмен жиров, жирный кислот, билирубин, обмен желчных кислот, это все печень, это все будет прекрасно идти, при нормальной рабочей, водно-солевой обмен, кстати, тепловой обмен, что такое, что оказывается, толстый кишечник, это уникальная, ну, скажем, грелка нашего организма, там происходят как раз самые высокие, так скажем, обменные химические реакции, в результате которых больше всего тепла образуется, конечно, при движении мышечной активности, все понятно, но грелка нашего организма, это вот именно толстый кишечник, потом, участие в синтезе, вот как раз незаменимых, причем всех незаменимых кислот, состояние слизистой кишечника, хорошее, если здоровая микрофлора, защита хорошая, значит, участие в усвоении кальция, разумеется, для, кстати, напоминаю, для усвоения кальция необходим магний, витамин D3, ДА, плюс, к тому, чтобы кальций удержался в кости, нужен кремний, и нельзя закислять нашу внутреннюю среду, то есть, никакого мяса, азота излишнего количества. Я еще раз напоминаю, кто мои лекции не смотрел, или даже кто смотрел, что поймите, три варианта синтеза у нас в организме есть белков, да, через поступление, синтез аминокислот, и через выработку, так сказать, азотофиксирующими бактериями, которые в здоровом, толстом кишечнике, на складках есть, и это научно тоже давно доказано, подтверждено, просто у большинства этапов, то есть, три механизма, плюс, печень наша способна разбирать белки, и собирать новые белки, у нас рециркуляция азота в организме может доходить до 95%, то есть, всего лишь 5% белка нам нужно извне, но только не белка, а аминокислот, белки наши какие-то выйдут, а посмотри, что у нас происходит с почками. Ураты образуются, вот эти соли от белков, образующиеся урат натрия, которые причиной подагры всегда вызваны, это только белковая пища, мясо, ну и алкоголь. Почему такое количество мочевины, мочевой кислоты, вот этих разобранных ядер клетки, то есть, это опять-таки белков, мочевой кислоты, почему у нас в таких количествах вот это ацетона в моче там выводит, это все продукты распада, вот этих нуклеидов, так сказать, белков, ДНК и так далее, из лишнего количества белковых молекул. Так, хорошо. Стимуляция перельстатики, конечно, будет прекрасно работать продвижение пищи, если нормальный микрофон, регулирование иммунитета, клеточный, который я говорил, и гуморальный в крови, который, помните, да, вот мы и говорили с вами, значит, ну и выделение токсинов, конечно, если будет полости кишки не забиты, если они будут нормальные, тонкие оболочки, качественные, как говорится, на исследовании розовые, все процессы будут идти хорошие, здоровые, и, так сказать, организм будет чистый. Так вот, поэтому запомните, синтезируется B12. Ну, кто-то спросит, ну как еще получить, ну конечно, да, конечно, можно съесть яичный желток, именно только желток без белка, проблемы большой не будет, B12 получите, можно спреи, вот помните, у меня в блоге есть, слушайте, ну есть, ему сейчас уже 100 в этом году, это академик, найдете кадры, там, значит, ролик про него, веган, он не сыроед, но он веган полный, ну какая разница, между веганом и сыроедом нет разницы, только один может что-то варить, другой ничего не варит, какая разница, если B12 с пищей, как говорят, не поступает, так что один, что другой, тип человека, так сказать, одно и то же, да, но вот смотрите, тема эта действительно преувеличена, и очень многие люди говорят, я не знаю, сейчас появляются такие, доброздравен начал про это, там, кого больше 4-х лет, там 3-х, да он, тот же Советов уже 5 лет или больше на сыроедении, у него проблем вообще никаких нет, я не употребляю ни грамм яичных желтков, там, ничего, 7 лет, это преувеличена тема очень сильно, но да, есть люди, у кого проблема, но у них проблема другая, другого плана, общая проблема организма, понимаете, о чем я сегодня все вам пытаюсь рассказать, это не потому, что в сыроедении что-то не происходит, потому что мозги у них уже раком стали, у этих людей, кто начал из ума выживать, такого типа Чернова, там, который получил какую-то проблему, там, со здоровьем, и сразу, как любой глупый человек, а только удел это глупых людей, сразу на природу пенять, ну, то есть, это, конечно, абсурд, сейчас крыша поехала у многих, но посмотрите на этого человека, ему было 98, ролик найдете, ему 100, он говорит, я 50 лет, ни грамма, ничего этого не подняли, ну, я в спрее, я вот ради страховки, я так считаю, я спрей B12 брызгаю себе под язык, ну, пожалуйста, можно так, кто-то уколы пойдет, раз в 5 лет сделает, ну, я вообще, это, конечно, глупость, но я просто говорю, кто-то маточное молочко будет принимать, там есть B12 в маточном молочке, в маточном молочке есть B12, хорошо, в живом, конечно, в сухом уже нет, конечно, безусловно, или там с медом смешанным, там распадается, разрушается, для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов нужна определенная обстановка, среда, которую нужно создать нам, значит, про теплообразование я сказал, да, про, другие функции толстого кишечника, прочтете у меня, кто купит инфопродукт, там подробнее все, значит, вот смотрите, застои, каловые камни, слизь, которые накапливаются в толстом кишечнике, могут вызывать множество болезней, безусловно, систем пищеварения, и обязательно вызывают их, все это происходит от того, что токсины накапливаются в толстой кишке, да, и не только в толстой, ну, мы говорим, они проникают в кровь, проходят по организму, отравляют и его, и весь организм, и, какие органы, больше всего страдают, когда есть проблемы с толстым кишечником, а которые близкие к толстой кишке, почке, печень, половые органы, добавим туда уреоплазму, получим там простатит, и, так сказать, проблему с мочеводелительной системой, так сказать, с любой ее частью, добавим, а тем более уреоплазма питается уратами, солями вот этими, образующимися от чего, от белков, вот вам, логическая цепочка, которая пронизана все, я еще раз вам говорю, если любой краешек, капельку нашего организма, любой процесс рассмотреть от и до, каждый будет указывать на то, что мясо это страшный яд, что это не наша пища, что тем более донатурированная, уж вообще это не мясо, понимаете, вот и все, патологии, в общем, еще, конечно, малоподвижный образ жизни, да, конечно, да, но вернуть здоровье организму и толстому кишечнику позволит правильное питание, очистка, адекватное питание, да, терапия, соответственно, дополнительная какая-то, физические упражнения, ну, естественно, травы и определенные препараты натуральные, которые для этого я советую. Вот теперь смотрите, пищеварение, вот полипа сигмовидной прямой кишки, вот они все, посмотрите, что здесь в разрезе, вот ее удалили, потому что, ну, тут уже все, вот, поросло, тут какая, какая стенка, гиперфорация, тут все в узлах, так сказать, черное, а вот рак уже толстой кишки, ну, уж не мог, как говорится, не показать это, тут все, тут посмотрите, тут настолько кровеносные сосуды, раздутые, тут непроходимость потому, что, потому что забиты капилляры, поросло тканью, так сказать, аномальной, естественно, слизь, вот, ну, господи, это ужасная картина, не будем это больше смотреть, значит, вот я не буду сейчас рассматривать вот эти инфекционные проблемы с желудочно-кишечным трактом, их много достаточно, но, это мы поговорим уже, когда будем говорить о специфических этих заболеваниях, потому что, например, смотрите, вот меня спрашивают сальмонелла, да, сальмонелла, ну, будет интересно спросить, я расскажу, вот, что не только это яйца, это и мясо, и с черепахами, вот этими, которые дети играют, в зоомагазинах родители покупают, передаются сальмонеллез, она сама не болеет, но она носителем является, да, короче говоря, вот почему так важно было мое, да, занятие о паразитах, вы теперь понимаете, что это не, так сказать, воздухо высосано, а это действительно проблема, но бояться не надо, надо знать, знание это вообще большая сила, тогда вы можете просто спокойно вести в свой, в свою привычку, то, чтобы гигиена, мытья рук, дети пришли мыть руки, дальше, так сказать, и так далее, это придет в нормальный образ жизни, никого же мне уже не раздражает, что ребенок кровать не заправил, в привычку вошло, что не заправил, а если бы был порядок, то на это бы ни секунды лишние не тратилось бы, все было бы правильно, и наоборот настроение только лучше, потому что, когда, как говорится, и дело в руках горит, так и душа радуется, ну, хорошо, теперь давайте перейдем, я вам расскажу, о моем, вот этом уникальном инфопродукте, а потом мы с вами будем отвечать на вопросы, то есть останется у нас с вами самое такое, много чего еще интересного будет, вот смотрите, вы что, ну, во-первых, я расскажу, что это такое, что туда входит, я уже частично говорил, но, вот основные болезни пищеварительной системы, безусловно, тут они перечислены, далеко не все, ну, конечно, далеко не все, тут главное понять по группам, по сути лечения, по методикам, потому что, например, даже комплекс мер, которые я указываю, связаны с, лечением болезни пищевода, ведь это же все в пищу, через пищевод, извините, в желудок попадает, они те же средства для, например, лечения болезней желудка, но, конечно, надо понимать, исходя из тех функций, что несет каждый орган, о чем я вам сейчас говорю, и к тому же будет подробнее в инфопродукте, я вам сейчас покажу, что еще будут, какие приложения, помимо методик, вот посмотрите, вот видите, значит, что входит еще сюда, это текстовый, полностью файл, там страниц 60, с дополнительными слайдами, пояснений, схемами, подробно писать, это видео, которое, вот собственно, сегодняшний наш вебинар, он будет не только, когда-то у меня там выложен в блоге, через сколько-то дней, а он будет, так сказать, у вас доступен, ну, просто для скачивания, это удобно иногда, как бонус просто, конечно, дополнительные материалы, там где-то не 40, там даже 50 страниц, это вот для самостоятельного изучения подробного, про те отделы, которые я сегодня не так подробно рассказывал, или на что обращал вам внимание, дальше, видеоинструктор по инфопродукту, путеводитель, с пояснениями, как это было в печени, кто знает, теперь, вот они методики лечения, от каких болезней, и это и поджелудочно, печень, ну, печень рассматривалась у нас, вы помните, отдельно, поэтому это отдельный продукт, да, ну, печень просто входит в систему пищеварения, но косвенно мы ее обязательно будем касаться, там и методики, они переходящие, это спаечные боли, это гастриты, онкология, значит, сколиты, все что угодно, естественно, и это комплексные методики, которые входят и в сборы трав, и их комбинации, по дням недели, по месяцам, в зависимости от болезней, соков, определенных трав, корней, настоек, вот здесь как раз у меня 95%, это связано именно с уникальными действиями, и комбинациями трав, соков, продуктов питания, и прочее, и прочее, и прочее, так, теперь смотрите, что еще тут как бонус будут, один из пунктов, а это вот все те вопросы, которые я от вас, с сегодняшнего дня, в течение двух недель буду принимать, кто изучит, и будут вопросы, я составлю специальное приложение, это дополнительно моя очень тяжелая работа, которую я беру как дополнительный бонус, как подарок вам, кто купит этот продукт, и вот эти ответы мои на вопросы, в виде методик, в виде пояснений, там уж жизнь покажет, как я это сделаю, мы потом всем вам, потому что все вы в базе, кто купит, остаются, мы вам всем направим как бонус, ну вот как те люди, вы знаете, кто получил приложение номер один, бесплатно, к продукту номер 10 по печени, бесплатно вы получили, потому что я обещал, я это сделал, теперь, дополнительно, всем купившим, внимание, внимание, вот этот продукт, который я вам сейчас предлагаю, до 3 октября, а 3 октября это завтра, пятница, до 23.59, до завтрашнего вечера, кто купит, тот получит уникальный бонус, это мини инфопродукт, номер 2, номер 1, это вот эти вот методики, к печени, которые я дал, травы, овес, вот это, да, а номер 2, что это будет, я разберу уникальную, важную тему, комплексно ее разберу, это хроническая усталость, потому что тут и печень, и это, и все, что, это синдром, так называемый, хронический, то есть там будет понятно, как, значит, избежать этого, если есть что делать, как лечить, как вернуть силы, и это очень ценные данные, причем, там и про вирусы мы коснемся, потому что я отдельно эту тему, ну, глубоко не разбирал, тут придется коснуться, то есть вот все вы, кто купит это сегодня, да, а уже доступна ссылка, это получит, то есть 7 в 1, не 3 в 1, 4, 7 в 1, и методики, и дополнительные курсы, и мои ответы, и так далее, теперь смотрите, вот сейчас, не выходя из форума, да, спокойно, вы можете зайти на мой блог, youfrallov.ru, но вы его знаете наверняка все, вот он указан, вот он, видите, кто не видит, кто первый раз, вы заходите, и видите, вот такую вот, мой заставку блога, и вот здесь, посмотрите, вот написано, инфопродукты где, да, я сейчас покажу подробнее, вот, вот, значит, магазин инфопродуктов, вы нажимаете, выбираете в меню, магазин инфопродуктов, вот сюда нажимаете, так, потом вы попадаете на следующую страничку, ну, я просто покажу, как это будет выглядеть, и вот продукт номер 13, он уже там есть, вы нажимаете, видите, цена будет, вот 3 тысячи, да, цена будет, смотрите, вообще цена 5 тысяч будет стандартной, я думаю, хоть этот продукт более сложный, он у меня отнял гораздо больше времени, я оставлю цену 5 тысяч, и сегодня будет цена, и завтра, только, значит, она вообще-то будет до вторника, включительно, 3 тысячи, но вот с этим дополнительным, уникальным бонусом, мини инфопродуктом, она будет только сегодня и завтра, вот вы можете прямо сейчас нажать, добавить в корзинку, добавить, следующее, что вы видите на экране, ну, я уж пошагово, извините, кто знает, покажу тем, кто не понимает, я сам ноль в компьютерах, поэтому мой программист подробно так делает, а я его прошу, дальше следующую картинку вы увидите, вот, оформить заказ, 3 тысячи, оформить заказ, сумма к оплате, нажимаете, заказать, дальше перед вами появляется картинка, сейчас слайд загрузится, вот такой, ваш заказ, робокасса, это автоматический робот, вы оплачиваете, получаете инфопродукт, значит, разместить заказ, нажимаете, разместить заказ, переходите на следующую страничку, оплатить заказ, собственно говоря, оплатить, вот, все проверяете, все правильно, оплатить, нажали оплатить, ну, если вы нажали оплатить, то, соответственно, вот, выберите, какой вариант для вас подойдет, визой там, так сказать, Яндекс.Деньги, так сказать, что угодно, нажали, что вам подходит, что у вас есть, и вы, вот, допустим, виза, как здесь вариант, вводите свой e-mail, и нажимаете оплатить, нажали оплатить, ну, и все, и дальше автоматически все это произошло. Ну, что ж, а теперь давайте я верну немножко назад, так сказать, вот картинку, ну, так сказать, для нашего дальнейшего наглядного диалога, потому что все равно придется возвращаться именно к этим картинкам, и скажите мне в начале, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы, непонятки с оплатой, и так далее, давайте пока вот на эту картинку важную вернемся. Так. А, да-да-да, про добро-здравенно рассказать, ну, я, конечно, могу, если интересно, но отошел он, потому что, а я сам толком, понимаете, я сейчас с ним мало общаюсь, он вообще, так сказать, мы сейчас с ним, так сказать, вместе уже не работаем, и больше не будем работать, в силу разных причин, не хочу, как говорится, грязное белье вытряхивать на всеобщее обозрение, но я скажу вам так, что он действительно отошел до сыроедения, он сейчас, хотя рассматривает дальнейший вариант, но уже какого-то нового, собрал каких-то, там, других людей, медиков, которые, так сказать, там, сыроеды, кто-то вегетарианцы, ну, в общем, куда-то, я не знаю, в какую сторону пошел, яичные желтки пьет, то ли он боится по B12, то ли его сподвигло, то, что с Черновым такая какая-то проблема со здоровьем была, и он там, как он говорит, поправил свое здоровье на макаронах, съел макарон, и ему лучше стало, я, знаете, что я вам на это хочу сказать, я, у меня есть один знакомый, он по этому поводу подробно мне написал, вот у меня в блоге сейчас появилось такое вот исследование, помните, вот последнее, да, там, сыроедов, в Крыму это было, очень интересные результаты, объективные, ну, просто наглядно показывающие, что есть к чему, так вот, будет примерно то же самое по вот этому Чернову, и по этой глупости человеческой, как люди невысокого ума сразу начинают, так сказать, пенять, ну, собственно, на то, что вчера защищали, а я почему и говорю, люди, вы не фанатично следуете, вы просто изучите, тогда для вас не будет никакой, ну, скажем, удивления, для меня это не удивление, я знал, что это будет рано или поздно, если люди уже позволяют себе такие фразы, что надо думать, ну, как там, добро-здравен, не о том, что идет теоретически, а что у меня лично, и я только на основании того, что у меня буду говорить, правда это или нет, то есть, ну, в плане процесса, правильно это, что это за глупость, у тебя может быть тысячи вариантов, почему у тебя есть проблемы, или там начались, или идут, но это не значит, что я говорю, природа дура, это ты такой, ну, собственно говоря, если разумный человек, он скажет, нет, я как раз хочу изучить, как это есть в природе, как это идет, как на самом деле, ну, и сам просто потом это понять, что у меня не так, вот это разумный подход, так, вот я, Дмитрий, который сейчас наш слышит, программист, я вот прошу, Ната Володина написала, что еще в прошлый раз на вашем сайте я не могла зайти в Робокассу, почему-то, вы знаете, если вдруг у вас не получилось, Дмитрий, может вы ответите, почему, или как-то напишите Нате, что к чему, но, что я хочу сказать, вот Наталье, или кто, у кого есть такие проблемы, если вдруг, почему-то, у вас через Робокассу не получилось, там есть такой вариант, вот если вы откроете мой блог, да, если вы откроете, то там вот этот раздел, ну, собственно, вот я сейчас даже открою его, инфопродукты, если вы на него не нажмете сразу мышечкой, а приложите вот мышку, да, то там будет инструкция, варианты оплаты инфопродуктов, инструкция и варианты оплаты, если через Робокассу не получается, на автомате, вот как я вам сейчас показывал, то вы туда зайдите, и вы там увидите вариант оплаты через Пайпал, это особенно актуально для тех, у кого, так сказать, кто из-за границы, кто не имеет возможности через Робокассу, или там через, просто на карту Сбербанка перечислить, то есть, если через Робокассу не вышло, а лучше, конечно, туда, то пройдите, значит, и вы поняли, да, уже как, все, там подробные инструкции, так, сейчас, теперь я, так, плохо влияет, значит, по Эруэде лук, чеснок, зато это мощнейшие дезинфекторы, зато это те вещества, которые очень хорошо подавляют работу патогенной микрофлоры нашего кишечника, а также влияют отрицательно на многих паразитов, то есть, на самом деле, я вам так скажу, я не знаю, почему они по Эруэде считают, что работают плохо, я ем иногда до полукилограмма лука в день, вы видите, как я, соображает мой мозг, а сегодня, ну и каждый день, знаете, многие, кто меня знают, чем я и как занимаюсь, какой скорость аналитического мышления и прочее, да, поэтому, ну, вот на моем примере это не так, так, салат, зелень, конечно, в салате зелень прекрасно смешивается, я просто не советую с послеными мешать, например, с томатами, это отдельная пища, прекрасная, томатный сок, томаты, перцы, но желательно их салат, ну, перцы еще в меньшей степени, лучше делать салаты зеленые чисто, например, где, там, огурчик, зелень, петрушка и все такое, так, авокадо, пожалуйста, дойдет отлично, так, 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 быстро уходит, я вот не успеваю, большое письмо, о, сестры, так, вы знаете, вот про тромбофлебию, беременность, все-таки, напишите еще раз в почту мне, я где-то все-таки помню, отвечал, но может быть не вам, но точно на похожее письмо, вот смотрите, 8 месяцев ребенку, что давать в прикорм, в таком возрасте, в принципе, можно начинать давать прикорм, но вообще-то можно и только молоком, если у вас молоко, так сказать, действительно качественное, в том смысле, что все-таки оно несет в себе те вещества, которые нужны для развития ребенка, организма, но внедрите уже морковный сок, сначала разводите в воде, немножко потом цельный, значит, делайте пюре из свежих, естественно, тыквы сладкой, нормальной, да, из той же, ну, допустим, кабачков с тыквой можно немного, в принципе, вот этого достаточно, а уже где-то год и два месяца там начнете уже вот эту льняную кашку пробовать, отдельные не очень сладкие фрукты, так сказать, морковь, морковный сок, сейчас, пожалуй, тертую морковку введете через 2-3 месяца, когда начнете морковный сок давать, так что вот это, так, ой, так, очень быстро идет, пожалуйста, пока не пишите, пока, почта моя очень, вы знаете, как, чтобы ее сейчас, Дмитрий, скиньте, пожалуйста, мою почту, или кто-нибудь, скиньте вот эту вот, aravana.sobaka.bukey.ru в чат, но в любом случае, вы зайдете на мой блог, левая колонка, есть там Коралловый клуб, нажмете на Коралловый клуб, и там написано, прям моя почта, синим выделена, прям нажмете, и письмо сразу, но я вас прошу, только в крайней необходимости, да, благодарю, Дмитрий, вот написал мою почту, но я прошу вас, только в крайней необходимости, пишите, потому что, ну, представьте, ну, сотни людей пишут, ну, мне очень трудно, ведь это, и от этого я медленнее делаю, и какие-то новые исследования, там, продукты, а у меня столько еще других своих дел, а уж, я и так стараюсь отвечать, и, конечно, всегда, ну, тут уже понятно, и безвозмездно на беды с онкологией, а знаете, сколько мне пишут об этом сейчас, оу, а я же должен как-то, в общем, плакаться не буду, так, значит, синий йод, да я не к нему никак, в принципе, я не вижу тех особых необходимостей, почему его надо применять, и когда, не могу сейчас сказать, конкретной ситуации, может быть, в блендере, да, вы знаете, вот, про капусту, это вот у меня есть в блоге про Еремина, где он рассказывает, ну, про зачем добавлять, что и так очень хорошо написано, так, а это что такое вместо браздра на Коралловый клуб, слушайте, ну, это как-то неадекватный, не объективный, вообще непонятно, что вы имеете в виду, послушайте, Коралловый клуб, еще раз, давайте так, потому что, действительно, кто-то сначала, и не от того, что человек глупый, или хочет гадость какую-нибудь сказать, а потому что, может, человек не знает, а я поясню обязательно сейчас вам, поэтому пока не пишите, итак, почему Коралловый клуб, объективно, потому что там есть препараты, действия которых, некоторых, не всех, я знаю, которые могут спасти человеку жизнь, которые могут, наряду с правильно выбранной методикой, усилить их, например, человек не может накопать корни лопуха, которые антираковые средства, другие, сильно очищают печень, а он может бурдок рут, вот этот лопух принять, вместе с, там, артишоком очистить печень, почки, извините, вместе с тем, что, это не только не воспринимайте сейчас буквально, я говорю, даю методики, в них, если сделать АВВГД, будет работать, потом, там есть уникальные препараты по воде, которые восстанавливают все физико-химические свойства воды, какие нужны нашему организму, посмотреть лекцию о воде, это объективно? Объективно, никакими фильтрами, так дешево и просто это не сделать, зачем сейчас про это, поэтому, причем добро-здравен был моим, смотрите, ну, партнером, он был, так сказать, организатором, за что ему благодарность, первых массовых мероприятий о сыроедении, так сказать, популяризировал тему, это вообще, вот как могут люди такие говорить, действительно глупости, не сопоставить, причем тут это, сейчас, я ради бога бы, и с добро-здравеном бы дальше работал, прочее, если бы он не сделал просто определенных вещей, ну, которые меня сильно, скажем, обидели, действительно, а вот, ну, и плюс, так сказать, ну, зачем мне про это говорить, как будто я спец... Волосы лезут, ну, во-первых, первое, конечно, тут могут быть гормональные изменения, которые вызваны, это вот эти, тиреоидеи, это щитовидные железы, ну, а знаете, почему тиреоидиды, вот эти все проблемы с щитовидкой? А потому, что это тоже влияние напрямую гнойных токсинов, накопления, и это тоже автоиммунное заболевание, все тиреоидиды, и они проходят, когда человек очищает организм, питает его, то есть это комплексные методики, благодаря которым, вот, даже в своей книге Огоня написывала, например, вот как она, благодаря долгой, правда, методике такой, ну, там не все делали, как в идеале, можно еще усилить, это ускорить, так сказать, люди излечивались, естественно. Так, а, значит, теперь смотрите дальше, волосы, почему выпадают? Если грибки, например, грибковые поражения кожи головы, волосы активнее начинают выпадать, они лишаются многих питательных веществ, зарастают фолликулы, так сказать, не хватает им, так сказать, активного кислорода, крови, и так далее. Дальше, грибки, дальше есть такой кожный клещ, подкожный клещ, и это заболевание, часто этот клещ, ну, скажем, поражает не только ресницы, когда выпадают там брови, кстати, вот у тех, у кого, например, по бровям себе так проводят пальцем, ну, там, ногтем, и перхоть сыпется с бровей, это значит, этот клещ есть однозначно. Как же он, господи, я все из головы вылетает, как он у нас называется, но бог с ним, я потом вам, вообще, я по, знаете, по волосам, по лечению, облысение, да, по пигментации волосам, волос, по вот всем этим вещам хочу сделать отдельный мини-инфопродукт, три в одном, было у меня по прорастанию уникальных вот этих семян расторопши и использованию методик по лечению с ними и по овсу, да, как питание, как средство, которое восстанавливает мышечный тонус, массу человека поднимает, вот, ну, и прочее. Есть еще причины, это нехватка определенных минералов, ну, и комплексная причина отравления организма, о чем я говорил, потому что в подкожные слои, смотрите, когда лимфатическая система перегружена, она не выводит все шлаки и токсины, то через сальные потовые железы, шлаки и токсины, яды пытаются выйти, в том числе, где кожа головы их очень много, ведь потеет человек, вы знаете, и лоб, и голова вся мокрая, то есть там очень много этих желез, и, соответственно, яды травят, нарушается кровообмен, обмен веществ в подкожных слоях, где формируются луковки, то есть вот и комплекс мер, я потом подробно сделаю об этом, еще продукт небольшой, маленький, он, все мини-продукты, они очень недорогие, они абсолютно всем доступны, а я там буду рассматривать самые важные вот такие, так сказать, проблемы. Так, когда запустить, сейчас, я прошу вас, сейчас не пишите, пока в чат не успеваю, да, да, не дублируйте, я сейчас отвечу, запустить эко-гостиницу в Пушкинских горах, знаете, наверное, первый дом с несколькими номерами, я запущу, наверное, уже до нового года, то есть еще, может быть, даже в ноябре, к концу ноября, я об этом сообщу, и будет сайт об этом вывешен, Так, теперь дальше, здравствуй, голодал, нечистка, касторка, печень тоже чистилась, после второго раза, касторки гулял, и все погребы, чувствовал сильную тошноту, голову окружить, значит, значит, вам касторка противопоказана, почему? Потому что это масло, а значит, идет удар на поджелудочную железу, еще раз, люди, у кого есть даже подозрения, особенно после сегодняшнего нашего вебинара, да, что поджелудочная железа, вы поняли, какие она функции несет, и как она страдает, да, от нашей пищи, прошлой жизни, так сказать, да, что если есть, то это огромные, почти 99%, что именно потому, что поджелудочная нельзя, значит, вы делаете магнезию, а не касторку, килограмм веса, выпиваете с теплой водой стаканом, потом пейте, пейте, пейте теплую воду, пока начнет, не пронесет, если не пронесет через 2 часа в туалет, не захватывается, то двойную, еще одну дозу, вы выпиваете килограмм на килограмм тела, тоже пьете, пьет теплую воду, и пошло, как говорится, в туалет сходите уж по-любому, если не сходите, то извините, там что-то, значит, какой-то идет сумасшедший, либо спазм, либо закупорка, либо опухолевый, ну не дай бог, да, я просто так, теоретически, вот как у бедной той девочки, которой я рассказывал в начале, что в 3 года уже рак тяжелый, и тому, это просто, я, больно вспоминать про это, не то что, значит, да, дальше, рвота закончена, когда вышли, так, соты гашеной теплой, почему такое могло произойти, после этого еще 3 раза пила кастурку, желчь больше не шла, желудок, сейчас у меня 3-4 болезни нет, ну вот, это могло быть сочетание нескольких факторов, до этого определенный прием пищи, и остаточная работа этих функций, той же поджелудочной, а вы еще добавили тут дозу кастурки, одно на другое наложилось, вот получилось, а сода, она, правильно, она дополнительно щелочи дает, и гасит некоторые процессы, в том числе, так, сейчас, после этого 3 раза, желудок больше не шла, так, теперь дальше смотрим, с чем связана проблема с деснами, сейчас, на сыроедении, а вы знаете, с деснами тут, как правило, это все-таки связано с серьезным каким-то дефицитом некоторых минералов и витаминов, то есть, и жирорастворимых, это, конечно, нарушение пищеварения, это могут быть инфекции, которые, соответственно, в этих тканях деснах могут быть, в оголенных частях зубных, значит, зубной эмали нижней части, да, прилеганиями зубов к мягким тканям, так, я просто параллельно смотрю еще, поэтому так тяну, вот, это могут быть с этим, скорее всего, вы просто гигиену полости рта, вот смотрите, поели что-то, полощите рот, а лучше почистите, мягкой только щеткой, мягенькой, с хорошей зубной пастой, или порошком, или щелочной воды, пополощите с содой немножко, вылейте, так сказать, да, где-то в раковине, попили сок только через трубочку, или я имею в виду сок фруктовый, после этого моете, не ленитесь, тоже чистите зубы, то есть тут гигиена полости рта, она обязательно должна быть, ну и соответственно, нарушение, вы знаете, еще может быть проблема, так называемые камни, слизистые, специальные микрокамни, сальных, то есть не сальных, извините, а вот этих вот, слюных желез, я об этом вам не говорил сегодня, но это есть подробно у меня в приложении, там в инфопродукте, то есть я говорю, изучайте более подробно, там это будет ответ, так, вроде бы, так, 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 секундочку, не пишите, не пишите, что-то такое, ну, модератор, просто заблокируйте чат на время, пусть люди, а, ну ничего, я сейчас, ладно, люди медленнее стали писать, поры на коже расширены, чем связано, а вот это вот как раз, демодекоз, то есть вот этот вот клещ, как правило, как правило, то есть другие причины могут быть, ну, как правило, демодекоз, вы знаете, у кого вот складка, где нос, так сказать, у основания, вот имеет красноту частую, но не по причине, там, каких-то вот там аллергий, вот не правильно, а вот часто, постоянно, это вот демодекоз, тоже одно из проявлений, знаете, я сам бы удивился недавно, только стал изучать, что у огромного количества людей он есть, вот я говорю, перхоть с олба идет, с бровей, все, демодекоз, вот эти расширенные поры, демодекоз, скорее всего, кожный клещ, я буду про него подкожный, в смысле, рассказывать, потом его вывести, медицина официальная почти нельзя, я легко, так сказать, холецистит же, как чистый организм, а вот, смотрите, панкреатит, холецистит, желчекаменные болезни, подробно про желчекаменные болезни, про камни в печени, желчные пузыри, я подробно рассказываю в инфопродукте номер 10, он огромный, он посвящен именно этому, пожалуйста, приобретите его, невозможно об этом рассказать, да не будет это правильно, потому что там есть нюансы, на которые обязательно надо, неспешно, смотреть вам, и сопоставлять со своими конкретными проблемами, и так далее, что касается, и там же поджелудочную железу, но, но, сегодняшний инфопродукт, это вся пищеварительная система, и куча тех проблем, которые связаны, как бы комплексно, и связаны с конкретными, серьезными, это язвами, гастритами, колитами, то есть, это, ну, все, что в том числе, ну, если все-таки вас только это волнует, то вам инфопродукт номер 10 нужно, но я думаю, что сегодняшний инфопродукт необходим каждому, потому что, если даже, дай бог, не сейчас, то завтра он пригодится, не вам так, детям и так далее, из морковного сока витамин А без масла, дело в том, что там вообще нет витамина А, там есть бета-каротин, и он прекрасно без масла усвоится, как усваивается у других, не дегенератных животных, то есть, у всех, другой вопрос, что в чистом виде витамин А, он мало где есть, например, он есть в хлореле, поэтому, когда я говорю, вот кто-то там начинает ерничать насчет кораллового клуба, вот там есть хлорела, чистая, 100% известная, вот там есть витамин А в чистом виде, он очень нужен организму, особенно детям, поэтому мои дети просто берут, подбегают к хлорелу, открывают тюбик, и грызут, просто берут, ну старшая дочь, она там просто с водой проглатывает, просто как таблетку, грубо говоря, а младшая грызет там, вот и все, вот я, еще раз, давайте так, для тех, кто хочет чем-то меня, ну подколоть, может быть, и здесь есть один-два человек, вот я хочу сказать, я человек, который говорю не потому, что какую-то цель преследует, то или иное, а говорю так, потому что я считаю так лучше, и это связано с тем, с моими знаниями, с объективным подходом. Так, теперь, как репу и стеклу и картофель есть? Ну, картофель можно не есть, хотя картофельный сок, слушайте, вот здесь я даю инфопродукты, здесь методиках при язвах, очень серьезная методика с лечением в том числе картофельного сока, но не только его, а один из компонентов и в определенный период. Вот это очень полезно. Что касается репа, свекла, есть можно на терочку, и салаты есть так прекрасно. В блендер размолоть, вы знаете, как делаются борщ, сыроедный борщ? Берется свекла, она в блендере взбивается с морковкой чуть там, добавляется немножко чеснока, там что-то зелени, там томата чуть-чуть. Вкуснейшая вещь, но очень хорошо усваиваемая и очень полезная получается, да? Так, зубы на сыроедне вырастают. Безусловно, эмаль восстанавливается однозначно. Однозначно. Если постоянно не травмировать поверхность зуба, если постоянно не подвергать его кислотой и так далее, и так далее. Я вообще подробно про зубы тоже сделаю. Отдельный маленький вот этот мини-инфопродукт, без его аннотации, без вебинара, потому что все же невозможно осветить. Но действительно, есть такие основные вещи, которые очень многих волнуют. Поэтому я буду делать такие мини-инфопродукты, и просто по умолчанию они будут в соответствующем разделе «Блоги» у меня появляются периодически. Так. Папайя. Да, я рекомендую. Сейчас я даже, наверное, представляю уже, о чем опять ушла про папайю. Но там есть сухое молоко. Слушайте, вот там действительно есть сухое молоко, но там есть не казеин, а сахар молочный. И в тех микродозах, в которых абсолютно, это уверяю вас, безвредно, папайя просто очень хороший фермент. Но, пожалуйста, Digistable, ассимилятор, есть другие совершенно ферменты, не обязательно папайю. Уже 4-5 ферментов, так сказать, есть хороших в Коралловом клубе. Поэтому, пожалуйста, не надо. Вот я вам сейчас скажу, например, очень хороший фермент, вот сейчас прямо открою, сейчас я вам скажу, какой. Например, из Кораллового клуба. Digistable, да, это очень сильный комплекс ферментов, очень многих. Пожалуйста, его ассимилятор, да, тоже, так что вот, не обязательно это. Так, ну, опять-таки, ничего страшного, здесь не будет. Есть мед. Так, у Анны Полупан есть мед для массажа, добавления какие-то помогают. Она говорит, что, не говорит, что добавляет. Как вы думаете, что это может быть? Вы знаете, не знаю, не изучала, я знаю, что есть медовые массажи, практика старая, и наряду вместе, если применять ее с голоданием, с хорошим употреблением воды, с банями, русскими, настоящими банями, и медовый массаж, это будет прекрасное очищение, просто прекрасное. Так, ребенку один год, вес, так, сильный недобор веса, каждый день, так, один год, выход в том, что, о, ну, не усваивается явно, да, конечно, мы на сыроведении, прикорм с пяти месяцев, грудь до девяти, вот жаль, что грудь сейчас не потребляет, конечно, видите ли, в чем дело, многие матери делают, какие ошибки, они, переходя, будучи беременными, или уже родившими, они переходят на сыроведение, чистятся, либо даже не чистятся, но, там, кратковременное голодание, вот это очень, ну, как бы вам сказать, ну, уже перешли, тут все понятно, я советую чиститься до, вообще, беременности, до, ну, я понимаю, что не у всех есть возможность, поэтому, голодать на, когда мать им кормит грудью, нельзя, потому что в молоко выделяется огромное количество ядов из организма матери, когда он начинает активно чиститься, при, в том числе, вот голодании, так, поэтому, но, тем не менее, вам, ребенку надо вводить активные питательные вещества и чистящие, морковный сок в первую очередь, с него начните, потом конопляное молочко с года можете вводить уже смело, только дезинфицируйте семена, лен, коноплю, как я рекомендую, я все-таки, чтобы, не дай бог, вирусы, там, да, бактерии не попали с зерном, то оно же хранится, сами понимаете, приезжает, земля, ветер падал, в амбарах изначально там лежит, где, ну, поэтому, та методика дезинфекции, это как раз вот, маленький мини инфопродукт, ну, на пяти страницах, или на шести, маленький, где как раз третьим пунктом, помимо расторопши, овса, что я говорю, да, а вот этот овес уже детям грудным можно, ну, не грудным, но вот уже с года можно давать, и это будет дополнительный источник мощных аминокислот, витаминов, то есть вот как раз вам хорошо по чуть-чуть, по той методике, что я описываю, только пропорции других, и вот там есть, как семена дезинфицировать, подготовить к проращиванию, вот это очень важный мини инфопродукт, кто не взял, кто не покупал продукт по печени, кому не достался, он бесплатно, возьмите, он стоит всего 1000 рублей, так, а там три таких уникальных вещи, так, на антибиотике фурункулез, понимаете, фурункулез это то же самое, это мешки с гноем, вопрос где, они дислоцируются, как, то есть там есть просто нюансы, вы вот методикой комплексной по очистке пищеварительной системы, да, и спокойно его выведите из организма, то есть не его, а гнойные шлаки, токсины, в результате которых организм сам растворит и ферменты, вам еще нужно, конечно, помимо этого включить в рацион некоторые ферменты, 3-4 фермента, вот кораллового клуба, опять-таки скажу, потому что просто в одном месте, чтобы взять, и лучше я ничего не знаю, оно может и есть что-то, плюс ввести сок Годжи, я очень рекомендую, он опять-таки есть концентрированный, натуральный, не вареный в коралловом клубе, сок мангустина, вот, и если есть подозрения на вирус, а вам обязательно надо провериться на Эпштейн-Баррена, ну допустим, цитомегаловирус, да, герпес, то тогда если это есть, нужно внедрить еще по коралловому клубу обязательно, потому что коллоидное серебро лучшее в мире, какое есть, это у них точно, кору муравьиного дерева, ну и в зависимости, какие вирусы, там что еще, вот будет у меня еще очередной мини-инфопродукт, вот там будет, так сказать, по, вот так вот я обещал всем, кто сегодня или завтра купит, там будет еще дополнительно, только для тех, кто купит мой вот этот 13-й инфопродукт сегодня или завтра, будет выслан потом, чуть позже, там дня через три, приложение дополнительное, бесплатно вам, с мини-инфопродуктом номер два, где будет подробно и про это рассказано, и в том числе про вирусные проблемы и их лечение. Так, психические болезни можно, а вы знаете, вот Николаев, он лечил свои психоатрические клиники, ему разрешили официально сыроедением, наши придурки от Минздрава, именно на сыроедение переводить шизофреников, ну то есть психически больных людей, для них разрешили, им можно, типа, и прекрасные результаты были, можно, 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 только помните, что Альцгеймеры, это все-таки накопление силиката алюминия, алюминия в головном мозге, там это сложнее, но все возможно. Так, белой редькой желчной, нет черной соком черной редьки, но там не только эта методика, она комплексная, а черная редька, ее вещества есть, которые растворяют камни, да, так, так, какая ярая информация, как дефицинс, чего? Так, ладно, вокруг меня много людей, которые вообще не едят сырого растительного и пьют воды, не могу понять, как они умудряются иметь нормальный здоровь, так, ну вот сегодня вы, наверное, не сначала, Валентин, сегодня же я об этом говорил, но имеют они нормальное, только потому, что при вяло текущих, а главное, стабильных условиях жизни, стабильном питании, привычном, одинаковом, сегодня, завтра, у человека очень, ну, скажем, не безграничные, но очень большие ресурсы откладывания в себя ядов, токсинов, их коагулирования, кауцерваты, каловый, вот все, что я говорил, и люди бывают курят, и ничего, даже кожа хорошая пока, но потом, как снежный ком, и потом просто наступит раз, и человек просто вот лицом в тарелку и умрет, от инсульта, там, какой-то, так сказать, облетворивающей эндертерии, там, неважно, язва, что угодно проводная, там, вот это временно, ну, слушайте, давай тогда я вам адресую другой вопрос, ну, а почему тогда все люди, которые вас окружают, умирают, больными людьми, почему миллионы людей лежат, с инсультами лежат, с отрезанными руками, ногами, почему люди, так сказать, от рака, уже рак на первое место, в США вышел, например, только неофициально, каждый третий болеет, почему люди умирают от страшных, неизлечимых болезней, вот давайте этим вопросом отвечу я вам на вопрос, почему, потому что жизнь такая, я ведь говорю вам не то, что хочу, а как есть, вы же, наверное, слышали сегодня, в моем выступлении, ну, неужто из него непонятно вам на сотнях примеров, почему и как происходит, так, так, теперь дальше, значит, можно ли нормализовать, гормональный фон, да, можно, только очистка организма, выведением шлаков, токсинов, поступлением адекватной пищи, и очень богатыми минералами, витаминами, и в хорошем рационе, чтобы много ягод было, а летом, весной, дикоросов, таких как, дуванчик, молодые листья березы, крапива, все это в блендер, зеленые коктейли, ну, как я обычно рекомендую, седина, это все-таки нарушение медного обмена печени, вообще, это, конечно, зашлакованность печени, по большей степени нормализовать, очистить печень, и это все нормализуется, и продукты, содержащие медь, те же проростки расторопши, там их очень много, в нормальной растительной, разумеется, пище, кстати, в хлорелле, вот это вот, пожалуйста, бурая водоросль, спирулина, все тоже очень много, но очистить печень, главное, есть здесь, так, ну, есть еще вспомогательные методы, хитрые, там, типа, едкий, как его там, не чеснок, а этот, острый перец, перец, он смешивается с водкой, втирается в голову, там, я потом буду, про волосы, когда инфопродукт, такой мини выпущу, да, там я про это тоже расскажу, все эти методики, ну, а главное печень, печень, так, про седину, да, так, про гормоны, ну, гормоны, гормоны, понимаете, гормоны выделяют железо внутренней, внешней секреции, все эти гормоны находятся в взаимосвязи друг с другом, я сегодня частично этого касался, и напрямую работа этих желез связана с качественным получением питания и обменными процессами, а от накопления гнойных токсинов, ведь поймите, вот кто-то говорит, вот все они, а копнуть, они не здоровые, ну, есть, да, еще раз, в начале в самом, я же говорил, какой-нибудь качок скажет, а я вот здоровый, белок жру, там, мясо, все, ну, ты дружок, потому здоров, что у тебя хорошо выделительная система работает, потому что ты активный образ жизни, очень активный ведешь, ну, подожди чуть-чуть, подожди, чудес не будет, и прикует тебя, инсульт у тебя очень весьма обеспечен, так сказать, в дальнейшем, ешь, ешь мясо, это так же, как монастырский, лечит сахарный диабет, чем, ничего сладкого, никаких углеводов вообще, даже фруктов, конечно, сахарный диабет пройдет, но рак будет, понимаете, какая штука, но позже, господи, знать организм надо, вот, для чего я так подробно все объясняю, чтобы вы понимали, как все происходит, годжи, нет, годжи очень хороший, как-то, экстракты годжи, нет, не ядовитые они, нет, это очень полезно, это барбарис, это, нет, нет, это как кизил, это очень хороший продукт, уникальный, а сок годжи вообще, он гемоглобин повышает, просто в разы, вот у кого падает, а часто падает то, что лямблии в организме, ну, и другие причины, вот падает гемоглобин, вот выпивает человек не по 50 грамм, как советую, 30-50 в день, а по 150 в день, у него через 3 дня норма и выше норма гемоглобин, а то иммунный тиреидит с пониженной функцией щитовидки, только очистка организма, потом голоданием, питанием в малом количестве пищи, большим количеством минералов, вот все, о чем я говорю, и так далее, и так далее, я про это, ну, это, конечно, относится к гормонам, да, и к щитовидной железе, это мы будем разбирать потом, но, тем не менее, в общем, я вам отвечаю, только так, и на то были очень хорошие примеры полного исцеления человека, так, значит, кормлю грудью, и можно занимать овес, ну, нужно, вот слушайте, хорошо, что вы задали этот вопрос, Елена, вот, кто кормит грудью, обязательно по моей методике, если вы будете вот этот овес принимать, то у вас не только печень, почки будут очищаться, помимо прочих методик, если вы будете, помимо, это будет, но вы еще будете и себя питать, и вашего ребенка, прекраснейшим целебным молоком, который у вас будет, потому что это даст не только силу, энергию, и много аминокислот, белков, и витаминов, это уникальный продукт, вот, это методика, кто не слышал, вот, был такой врач, француз, там, все, я описываю это, он прожил 120 лет, он открыл этот секрет, потом его извратили, стали варить, киселин, а все там варят, и то получают что-то лучше, результат, почему, чем ничего, а потому что просто действует и информация, не вещество уже, но тем не менее, а это эффективное, безумно эффективная методика, которую я описываю в инфопродукте номер один, ну, в мини-инфопродукте, в малюсеньком вот этом, в малюсеньком условно, виталиго, я рассказывал про виталиго, да, подробно, он же ведь, это пигментация, нарушение, нарушение билирубинового обмена печени, подробно в 10 инфопродукте, и в самой лекции о печени, я подробно рассказываю, картофельный сок тут прекрасно, нет, нет, я вот, поймите, пожалуйста, не обижайтесь, не могу, я сейчас методику вам, даже не потому, что мне ее жалко, ну, потому что не жалко, я рассказываю, но, как я это все вам, так сказать, объясню сейчас, вареной пищи больше и быстрее наедаешься, конечно, быстрее, больше, она вон как ударяет по всем функциям, сразу органам, так сказать, по тому, как требует, понимаете, наедает, что значит наедаешься, желудок, вот вы примите, разведите белую глину, выпейте ее, и вы сразу наедетесь, то есть вам не захочется ездить, потому что желудок растянут, рецепторы думают, ты наелся, понимаете, в чем дело, а кишечник там, микрофлора патогенная, она тоже ест, получает свою пищу, она говорит, я довольна, не получает, она посылает сигнал, мозг хочу есть, понимаете, какая штука, когда переходишь, поэтому надо переждать от период, а лучше всего, голодание на отварах, соках, значит, пройти курс, и потом на среднее легко перейдете, вообще легко, потому что организм очистится, ну, в какой-то мере очистится, так что, а, значит, аргументы некоторых противников, аргументы их понятны, они очень примитивные и простые, я об этом ведь все рассказываю, я вообще советую, кто начинающий, вот знакомые ваши и прочие, дайте им хороший совет, дайте им ссылочку на мою лекцию, в блоге, она есть от 18 июня, там введение в тему адекватного питания, начать надо с этого, чтобы просто общую, вот мозги промыть человеку, а потом он уже будет понимать, ну, в хорошем смысле, так, без аппендикса жить, это значит нужно, понимаете, значит, нужно больше, напрямую, из съеденной пищи, получать аминокислот, получать витаминов, больше, чем тот, кто может это синтезировать, имея аппендикс, пусть не сразу, но потом сможет синтезировать, просто вот и все, вам нужно активнее, то есть, вот это овес, который я рассказываю, вот эти суперфуды, вот эти вот, годжи, прочее, спирулина, по возможности, морковный сок, свекольные, так сказать, хорошие экологически чистые продукты, в идеале, которые выращены на богатых почвах, они больше содержат минералов полезных, и прочее, содовые ванны, а нет, не от седины, от грибка могут, но только не просто сода, а там с каменной солью, втирать, там, плюс там, вот опять-таки, вот комплекс над грибка помогает, понимаете, грибок тоже может, и вот он связан с сединой, в том числе, то есть тут изначально печень, обменные процессы меди, но это еще и грибок влияет, поэтому лук-чеснок, нет, не вредно, к тому же лук-чеснок, втирать тоже есть методики в голову, но я вам все это потом расскажу, там, я просто систему дам, это же обрывочные знания, вот начнет втирать человек делать, а у него ничего не поможет, он скажет, да ерунда все это, а вот я хочу так дать знание, что он сделает и точно, если он применит АБВГД подробно, у него все будет отлично, вот я сейчас так делаю, поэтому сложно и долгое время на это теряем в составлении методик, программ, так, с хвоей сосны, есть информация, это особенно из еловой, ну и сосны тоже можно, это зеленый коктейль, хвойный так называемый, прекрасный, он очень сильный иммуноукрепляющий фактор, антисептик против гельминтов, даже в желудках многих, вот знаете, аписторкоз заболевания, аписторхий промежуточный хозяин рыба, и человек из рыбы получает, его заражается, вот в северных реках, там почти вся рыба им заражена, и некоторые вот находят хариусов по весне, или там вырезают, ну, желудок раскрывает, а там забито хвоей, там пихты, то есть действительно это обладает антигельминтными средствами, но это не значит, что вот вы будете это пить, у вас гельминтов не будет, конечно нет, вот почему я говорю, ну нельзя так воспринимать примитивные буквально, это прекрасное средство, но если системный метод, а если есть аписторхоз, полгода он лечится, это особая методика лечения, я про это говорил, так, без аппендикса вы поняли, жить можно, ну просто вот, а потому что у меня, вот Василий, кто пупкин, а ну да, спрашивает, а почему же у меня есть седые волосы, да есть, почему, потому что у меня не очищена в должной мере печень, почему, потому что я ленивый человек, да, это вот как сапожник без сапог, корю себя за это и говорю, нет, завтра сделаю, так будьте вы не как я, сделайте, я сам, я просто знаю, как это будет, я знаю на других людях, я знаю на просто, так сказать, как процессы происходят, да, они проверены многократно, но, к сожалению, к сожалению, вот, это вот, как действительно тот самый сапожник без сапог. Так, ну не совсем, ну, все, я понял, о чем вы говорите, смотрите, лук, чеснок убивают возможности синтеза В12, потому что частично я согласен, но не совсем, я рекомендую все-таки по весне и по осени, где-то по месяцу, да, так каждый день потреблять лук и чеснок в эти периоды промежуточные, ну, вот эти осенние обострения многих инфекций, ослабление иммунитета, там изменение, когда климата происходит, да, то есть вот осень по месяцу, а остальное время можете, конечно, не потреблять, ну, частично кабаламин, естественно, В12 это есть, это правда, частичное, да, значит, так, вареного нута, о, лучше нет, все-таки горох, бобы вареные, там много белков, они донатурированные, все-таки это тяжелая пища, лучше гречка вареная, овощи на пару, там, вот что-то типа этого, тогда да, так сказать, даже, ну да, да, нет, ну вот живут, живут, и сто лет можно прожить нормально, ну как, прожить без аппендикса, но, еще раз говорю, так сказать, нету ненужного органа, ни одного у нас в организме, каждый необходим, просто можно прожить 300, 500 лет, мы, у нас есть много причин, почему мы не живем такой срок, но питание главный, естественно, главный, вот, без аппендикса тоже работает, ну, она частично остается, опять-таки, можно нарастить, можно внедрить искусственно, микрофлору, ту, но все равно, ведь он не только инкубатор, там еще и ферменты определенные, да, конечно, конечно, можно восстановить, в большей, в меньшей мере, есть такие, у меня вот знакомые живут рядом, сыроеды, аппендикса, вот, у человека нет, но он, он анализы постоянно делает, все, у него очень хорошие тенденции, прикроем, и в 12, и все, там, в принципе, все в пределах, нет, все нормально, значит, потеря веса не должна быть ниже минус 125, 130 единиц, ну, то есть, человек 80 килограмм минус 130, это 70, так, метр 80 минус 130, 50, да, вот, ниже этого предела, конечно, не должно опускаться, лучше человек метр 80, чтобы не ниже 60 весил, но, соответственно, вначале понятно вес, почему худеет, организм уничтожает активно старые полумертвые клетки, которые не мог, ну, руки не находили разрушить раньше, а сейчас дошли, и, поэтому, вот эта овсяная, так называемая, только не каша, а настой, сверхпитательная, она даст возможности не худеть, ну, надо учитывать, что при этом надо физической активностью заниматься. Да, семена чии хорошая штука, это суперфуды, так называемые асайи, чии, это да, это стоит принимать в пищу, иногда вполне можно в льняную кашу добавлять, которую я рассказываю делать, пожалуйста, можно туда по ложечке чайной всыпать, одного, другого там, по чайной ложечке в день, будет только хорошо, это плохо не будет, если это сырое, живое. Ой, давайте так, про бутылированную воду, газированную, я подробно рассказываю, потом посмотрите мою лекцию о воде, ну, дальше там почки и так далее, обязательно, она в блоге есть, это не буду сейчас повторять, в Сибири, сырым, а сырым очень просто, корнеплоды, свекла, ну, капуста, а корнеплоды, свекла, морковь, репа, редька, и всевозможные их комбинации, масла, у вас же кедры есть, кедровые орехи, кедровое масло, ну, что вы, это более чем, хвойные коктейли себе делать иногда, да, вот те самые, о которых человек тоже спрашивал, вот и прекрасно, тыквенные семечки, не, семечки, семечки тыквенные, вообще подсолнуха, можно, пожалуйста, делайте, вот возьмите вкусные, прекрасные вещи, вот для Сибири, где хотите, купите векаме, водоросли векаме, копейки стоит, замочите ее в теплой воде, ну, градусу 50 залейте, слейте немножко, чтобы соль ушла, да, и, а, ну, нет, если с семечками, другой рецепт, я про кокосовое масло, просто можно слить, размешать в кокосовое масло, и прекрасно, вкусно, а еще кокосовое масло, огромная польза, ну, я рассказывал, это вообще эликсир, просто обладающий антибактериальным, и прочее, дальше, а вот если вы в сухом виде векаме, в блендер, насыпите, и там, семечек, ну, пропорцию сами посмотрите, подсолнечный, то получится просто шикарный, воды добавите немножко, такой, как бы, как, ну, как его назвать, крем, как, я не знаю, там, как вот вареный, да, измельченный, как по, и питательность его колоссальная, так, это требование, так, нужно в сутки, лимон с маслом в салате, снижает поле, нет, не снижают, можно, а жор вечером, ой, слушайте, это с нашей наркоманией пищевой связано, исключительно с ней с родимой, ведь дело в том, что вечером снижается активность всех желез, и внутренней, и внешней секреции, особенно поджелудочной железы, сильно снижается, а мы хотим, и печень губится от этого, желудок, ну, все, что я говорил, надо это перебороть, а потом привычку войдет в полезную, и уже не будете хотеть, ну, хотите, но съешьте вначале там яблок, потом, арбузное, я не знаю, арбузы съешьте пока сезон, например, там вот, хотя это нежелательно, уж так вечером, да, сладкое, а лучше огурцов, вот прям вот, ну, просто чтобы вот, а лучше всего возьмите белую глину в коралловом клубе, если уж заодно очистите будете, это сорбент мощнейший, вы разведете в стакане теплой воды, он сразу как только быстро надо, за секунду выпить, иначе он гелем становится таким, выпейте, у вас он разбухнет в 5 раз в толстом, ну, в желудке, потом в кишечнике, не хватит одного пакетика, если уж совсем у вас там, может быть, конечно, паразиты подстегивают, да, те же лямбли, аписторхи, ну, два стакана выпейте такого сорбента, вам будет только супер, потому что, вы, часть шлаков, токсинов, выведите с этим мощнейшим сорбентом, белой глины, есть не будете хотеть, несколько раз так сделаете, а потом в привычку войдет, жмыхи, ну, да, говорится, что большая часть точно в жмыхе вредных веществ остается, соки, это тоже один из плюсов, их в этом смысле тоже, хотя, тут больше это лечебный, лучше, конечно, есть в блендере взбитое все, ну, например, вот, когда вы выходите из голодания, например, на сок и соки, 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 а потом проходит несколько дней, вы уже, например, свекла, кабачок, но только в блендере просто, то есть клетчатка, чтобы микрофлора начала постепенно увеличиваться в количестве, да, и все-таки, так сказать, ведь клетчатка, вы поняли, для чего нужна, плюс перистатика, тоже сорбент клетчаткой, плюс это питание для наших бактерий-симбионтов, которые все-таки синтезируют, обязательно синтезируют, как и в других живых, высших млекопитающих, да и не только высших, и низших, и не млекопитающих, многие-многие питательные вещества. Кабачок сырой, конечно, да, он очень хорош, есть такие приборчики, где крутится такой кабачок, прям получается такая, ну, это для тех, кто кулинарии там, кто изысканный хочет, сыроедный, такие соломки, как макароны, потом там паста делается какая-нибудь сыроедная, ну, это, для начала это проще так людям, авокадо очень хорошо смешивается с огурцами, луком тем же, чесноком, пожалуйста, это все-таки овощи, назовем его больше овощи, не фруктом. грибы соленые маринованные, нет, 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 соленые маринованные, это никакого отношения к пище, к полезной не имеет, поэтому лучше этого не есть, свежие грибы, сырые, лисички, там, белые грибы, пожалуйста, эти, как они там, шитаки, там, шампиньоны, пожалуйста. Дело в том, что никак, при поедании живой льна, который способен прорастать, конопли, тем более, если коноплю с меда добавляете в блендер, ну, для, так сказать, вкуса, то там есть все необходимые ферменты для автолиза, то есть, аутолиза, для самопереваривания, остальное дадут наши ферменты слизистых оболочек кишечника. Если такое, томаты, свекла, капуста, зелень, нет, ну, томаты лучше исключить и добавить там авокадо, например. Так, так, гайморит, но вот эта проблема накопления в гайморовых пазухах постепенно и выше уже мозг может идти как следующий этап, это гноя, вот того самого, который все-таки там откладывается, это вот результаты инфекционных перенесших заболеваний, а вообще просто питание, накопление гноя и тех самых кадаверинов, других ядов в результате потребления в прошлой жизни, так сказать, животных белков и так далее. Поэтому, конечно, это пройдет, но тут есть методики очистки гайморовых пазух, их хорошо дает огонян. Но это, грубо говоря, сок цикламин, только живой, свежий, но нельзя делать это всем. У некоторых могут быть спазмы вплоть до остановки дыхания, это надо сначала делать чеснок с маслом, вернее, чесночное масло выжимается пополам со свекольным свежим соком там и закапывает с пипеткой в ноздрю, потом это высмаркивается все вместе с очень хорошей дозой, так сказать, соплей, извините, гноя, но не сразу, а постепенно. Можно промывать соляным раствором, есть люди, которые спокойно в одну ноздрю могут вогнать и в другую выйти все оттуда, но глубинные слои промываются только корнем цикламена. Потом, когда вы очистите свой организм и попробуете, что такие процедуры хороши, вы капельку экстракта корня цикламена можете добавить в это уже привычный раствор масла и попробовать с ним, не будет ли реакции, и потом по капельке увеличивать, так безопасно, а иначе, не дай бог, можно хуже сделать, но очищать надо и это в том числе. Как можно перейти 12-перстной кишки? Прекрасно можно перейти. Начните с того, что я говорю про систему очистки и трав, чтобы у вас зарубцевались и прошли язвы, и введите тот овес, настой, который я рекомендую. Но вообще в методиках, которые сегодня в продукте я предлагаю, подробно все это есть, про лечение язв 12-перстной, любой, желудка, изжога, вот все, что вы описываете. Ну, вот тогда обмороки. Ну, тогда крайне важно, не надо голодать сейчас, не надо сейчас голодать, сейчас нужно убрать язвы сначала. Сейчас нужно, так сказать, применить методику, благодаря которой язв не будет. То есть щадящий метод, но очень эффективный. Кожуру у конопли нет, просто в блендере перемалывается, в сито или в марлю, там, или в газовую ткань, там, просто промывается и остаются твердые части, или отстаиваются. Ну, лучше процедить. Так, ну, я про конопли, простите, сказал, как, пожалуйста, лечить артроз. Так, ну, это уже у нас все-таки про суставы, хотя я в каких-то продуктах, уж не помню, в начальных, там, первом инфопродукте, по-моему, большом, там есть в том числе про это, я рассказываю. Тут ведь это и грибы надо лечить, и я вам единственное, что скажу, опять-таки, не для рекламы. Вот есть в Коралловом клубе, да, очень дорогой препарат, сверхэффективный, который восстанавливает хрящевую ткань, он очень, называется билурон. Так вот, его изобрели коневоды, то есть ветеринары, потому что там огромные травмы получают лошади, и была задача, когда поставлен, так вот, это сумасшедший сильный препарат, но он работает сам, как по себе, так в системе, но нужно понять кровопричины, нужно чистить лимфатическую систему и грибки убирать из организма, вот это очень важно. Ну, а это просто вам пример. Да, кто Коралловый клуб, вот подробнее, чтобы все это понять, кто еще не зарегистрирован, ну, во-первых, чтобы и скидка у вас была, клубная цена, и получить информацию дополнительную, вы можете ко мне в блог зайти, я говорил, левая колонка, Коралловый клуб, нажмете там, поймете, как зарегистрироваться, ну и уже информацию от меня будете получать, какая вам будет нужна по препаратам, потому что я уже буду обязан вам эту информацию дать, а я ее знаю неплохо. Так, не мешаю. Так, спасибо, не 20 лет, а потом. Когда я очень мало ем. Вес, так, вес теряю, ну, стабильный уже. А, не теряю, отлично. Ну, нормальный при росте вес. Это может потом, как-то сказано, почему? Почему? Нет, если вы хорошо чувствуете, если вы физически активный человек, если вам некогда, там, думать, что вы будете есть заняты делом, и едите, питаетесь все-таки более-менее нормально, и, ну, как бы, я не люблю слово сбалансировано, но какие проблемы? Да, 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 крапивы сныть, это очень мощное биологическое. То есть, лен, ну, прекрасно, но овощи, корнеплоды видите, обязательно свекла, морковь, вы, вот именно, репа, будет прекрасно, ну, видите как, ну, вот, отлично. Значит, у вас при равных прочих не было, например, там, паразитов печени, ну, как минимум, да, иначе бы, так сказать, еще что-то. То есть, вот у всех людей по-разному происходит не потому, что сыроеденец или там вегетарианство правильно, неправильно, это вообще разговор идиотский, а потому что те или иные причины, последствия, то есть, проблемы у вас нет, а у другого есть. Так, про коралловый клуб что-то можно? Можно, но только не по моему коду, по моему коду реферальному вы зарегистрируетесь в коралловом клубе, и у вас будет свой реферальный код, индивидуальный номер, и вы в любом отделении, в любом, вернее, городе России и СНГ, да, и даже за границей, там, в Италии, в Германии спокойно получите продукцию кораллового клуба, ну, вернее, то, что продает фирма коралловый клуб, продукции разных фирм-производителей, разумеется. Так, ага, турмалиновый стакан, вот это я насчет ОВП лично не измерял, говорят вроде да, но, понимаете, я вам скажу, ОВП это электрический потенциал, это окислительный восстановительный потенциал, это, по идее, это другое. Я понимаю, как микрогидрина это делает, я понимаю, как ОВП меняет, там, вот, морковный свежевый сок, любой овощной, там, да, ОВП, там, отрицательное, то есть, много свободных электронов, это понятно. Холестерин, содержащий продукты, на самом деле, не опасны, если они не в комплексе с белками идут. Конечно, яйцами мы в природе, как бы, ну, питаться, в общем-то, не должны, но яичный желток, он холестерин содержит, но проблем никаких нет, не волнуйтесь, атеросклероз бывает не от этого, а именно от того, что, так сказать, изначально минералы вареные все, да, которые вареная пища, они забивают поврежденные сосуды, микрососуды артерий, начинается это в капиллярах, я подробно рассказывал, как это происходит на занятии, вот, в прошлом, когда я про печень говорил, да, и вот тогда уже, так сказать, наслаиваются на арматуру, как, да, как бетон на арматуру, вот тот самый холестерин, когда и получается, сам холестерин не опасен и необходим даже для очень многих производства ферментов. гормонов, например. Так, почему не получается оплатить на Яндекс? Не знаю, Дмитрий, почему не получается? Скажите, вот, на Яндекс, но в крайнем случае, если у вас, вот, девушка, по-моему, пишет, не получится оплатить, то в крайнем случае попробуйте тогда по-другому или вот через Пайпал, как я рассказывал, альтернативные варианты там. Так, вылечить аденоиды на сроидни, огромные шансы, только я еще раз говорю, это мешочки с гноем, там могут быть уже процессы грибковые, поэтому нужно посмотреть, обследоваться иммуноферментный анализ крови, какие есть грибки, вирусы там, ну, в идеале и бактерии, ну, там главные грибки, и очищаться методика в зависимости, что у вас есть, потому что ясно, что голодать нельзя, если есть паразиты там в печени. Но я про это все говорю подробно, вы просто смотрите другие лекции. Конечно, конечно, сроиднее, поймите, оно вообще в целом очищает организм, значит, соответственно, уходят многие проблемы автоматически. Сахарный диабет просто в легкую, тейроидит, тейроидит и все это просто в легкую. Постепенно меньше, меньше гормоны. Ну, кто пьет уже, колет там или пьет гормоны, конечно, просто он будет чувствовать, что можно уменьшать, уменьшать дозу. Можно при сорока томить, что угодно, конечно, при сорока двух. Яичный желток все-таки сырой, да, сырой. Не бойтесь, сырмонолез не подхватите, если обработаете сверху кипятком яйцо, отдадите, покров его, почистите, хорошо откроете, очень хорошо отделите белок от желтка. Только желток. Сырой, конечно, это идеально. Идеально от хорошей курицы, особенно от черной. Черной, где вообще черных пигментов много, это особо полезное все. То есть растения, ягоды черные, черника, голубика. Это вообще что делать? Жор и хочется... Ну, жор, я говорю, могут провоцироваться разными вещами. И паразитами в том числе, и, конечно, сильным изменением обменных процессов. Вечерние... Ну, я про это рассказывал, что для этого делать. Глину белую возьмите, в кораллом клубе она продается, а заодно почистите очень хорошо, это сорбент мощный. Аппарат обслуживает кораллобирон. Как к нему относитесь? Вы знаете, никогда ни один биорезонансный метод не даст точных результатов. Но в чем-то он даст методы точные, но, по крайней мере, он даст маркеры. То есть вы обследуетесь, это хорошо, и вы будете знать. О, нашли 20 там видов паразитов, вирусов. Конечно, скорее всего, всего этого нет. А потом, чтобы провериться точно, вы идете в клинику официальную. И по иммуноферментному анализу крови скажете, мне надо вот это, 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 это проверить. Вам проверяют, и вам говорят, так, это точно есть. Вот, четко критерий. Это, это есть, это нет. Все, и вы начинаете, соответственно, думать, с чего вам начинать. Так, можно голодать? Можно, но он только на воде очень сложно. Права гонят. Тут нужно все-таки использовать и мед, хороший только, конечно, без сахарозы, да, без сахаров, которые нечестно эти подкладывают часто. Травы определенные, в зависимости от того, что вы сейчас, какие у вас проблемы, это почечный, сбор печеночный или те травы, лучшие, уникальные методики, которые я рекомендую, включая там по весне сок, пойти только прорастающих лопухов собрать, и определенная методика по принятию такого свежевыжатого сока корня лопуха гарантированно вылечит многие формы рака, например. То есть, поэтому я даю вот эти методики такие, где даже, казалось бы, сегодня о раке у нас есть тема, нет, она другая, пищеварительная система, но бывает там, да. И я про это тоже в методиках, в своем приложении, вот, в, тоже рассказываю. Я стараюсь, я говорю, очень подробно все вам там описывать в методиках, поэтому не пожалейте и приобретите этот инфопродукт, у вас отпадут очень многие вопросы. Без желчного пузыря, да, конечно, есть. Просто вам надо обращать внимание, что за один раз много жирной пищи вы есть не должны, то есть, там, два авокадо вы не должны за раз есть, понимаете. Можно, конечно, вы будете чистить желчные протоки печени, естественно, тюбажи, а вам вообще безопасно. То есть, это у кого есть желчный пузырь, а если там есть камни, я говорил, 6-12 мм, то тут надо начинать с маленьких тюбажей, все. А вам вот берите инфопродукт 10, который у меня, да, по печени, и вы можете сразу начинать с сильных методик очистки печени. И будет прекрасно все, у нас будет работать, желчи будет хватать. Она будет не такая концентрированная, конечно, она будет все время выходить сразу через общий желчный проток в 12-перстную кишку. Ну, конечно, будет ее раздражать, поэтому вы просто периодически ешьте, иногда раз в неделю голодание делаете, а иногда употребляйте какие-то масла, которые, так сказать, будут сглаживать и обладать регенерирующими свойствами. Конечно, номер один – это кокосовое масло. Ну, льняное, черного тмина тоже подойдет. Так, моноедение только, я понимаю, я про это тоже, это хорошая вещь, теоретически. Знаете, она когда идеальна, моно-сыроедение? Когда капустный, сначала только все-таки настойка, квас капустный, а потом уже капуста, да, которую очень долго надо жевать, но не всегда микрофлора ваша готова перейти сразу так. Так, вот если вы будете перейти сначала настроение, потом очиститесь хорошенько, ликвидируете какие-то проблемы, связанные с паразитами, вирусами, а потом перейдете прекрасно, может быть, очень. Я знаю таких людей, которые один-два продукта едят, и мышечная масса набирается, и прочее, и прочее. Так, ну-ка, два года сейчас чистки, голодания, стали появляться родинки на другом. Вы знаете, стали появляться, значит, у вас 100% либо цитомегаловирус, либо там, ну, Штейнбаре, ну, скорее всего, цитомегаловирус, то есть у вас есть определенные вирусы, патогенные. 100% это кладбище, родинки, это кладбище вирусов на коже. Избавляться от них. Тут уже программа нужна серьезная. Я вот это приложение, которое будет, все-таки там укажу, что делать с вирусами, но поэтому будет у нас когда-нибудь отдельный вебинар, как по грибкам, как по паразитам. Это 100% я вам говорю, что это вирусы, да, определенные, да. Так, надо изучать какие, пройти, сделать анализы, пройти на те вирусы, особенно какие, ну, сейчас быстрый Эпштейнбар, цитомегаловирус, герпес 6 типа, патогенный, цитомегаловирус, ну, хотя бы на это, да. Так, что надо чистить при экземе? Экзема, это надо чистить печень, потому что кожные проявления все, это проблема с печенью и лимфатической системой. Инфопродукт, посмотрите номер, во-первых, лекцию о печени. Инфопродукт номер 10, и это вот прям вот в путь, как говорится, 100%. Где брать холестерин на сроидне, так, вы не смотрели, либо неплохо слышали мою лекцию о печени. Холестерина печень вырабатывает из любой съеденной пищи больше, чем может понадобиться нашему организму. Все, ответил. Близорукость на сроидне. Да, очень многие люди говорят, что даже без специальных методик упражнений с глазодвигательными мышцами, что, конечно, очень важно, если нарушается зрение, то даже при всем прочем улучшается, конечно. И витамина, тут очень важна хлорелла, сразу витамина поступает, очень важен для, без всяких там преобразований. Ну и все-таки глазодвигательные методики Жданова очень полезны. Говорят, что если кушать фит, тину содержащую в рот, что там будет, проблемы с поджелудочной. Ой-ой-ой, ну вот я рассказал про поджелудочную, откуда там берутся проблемы. Сначала ее надо восстановить, ее нормальную работу. Пищу долго жевать хорошо нужно. И очистить кишечник и, соответственно, печень. И никогда не будет никаких проблем с живой растительной натуральной пищей. Детский сахарный диабет можно плевым образом, недели за две, вылечить на сыроедении. Если нет еще каких-то специфических нюансов, то скажете, за две недели не получилось. Но даже очень серьезный, первого типа, сахарный диабет детский, можно вылечить на живом, адекватном питании. Применяя методики очищения, там, вот ростки расторопшие обязательно, пусть ребенок потребляет, которые я в приложении к 10 инфопродукту, приложение 1 рекомендую. Про ростки расторопшие. Как правильно и что обязательно. Так, 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 давайте я посмотрю сейчас еще, значит, да, ну, во-первых, всех хочу, что кто уже от нас отъединяется, тоже поблагодарить за такое внимание. Видите, у нас уже опять, как всегда, 4 часа, да, ну-ка я попробую вопросы, ой-ой-ой-ой, их уже больше 100 там. Вздутие, вот смотрите, пишет человек, полтора года настроить, до сих пор часто вздутие живота после еда. С чем связано? С тем, что это называется тот самый дисбактериоз. То есть, такого болезни вообще-то нет в медицине. Правильно, мало что ответить, что такой болезни нет. Но это показатель нарушения работы кишечной симбиотической микрофлоры. Это значит, что идет газообразование, вот это, почему? Потому что есть либо неправильное сочетание продуктов, либо поели-запили. Вообще, слабость кишечной микрофлоры, так сказать, причина, плюс ко всему, плохая работа поджелудочной железы. Дисфункции в разных отделах пищеварения, о чем мы сегодня говорили, да, загаженность печени, безусловно. И в связи с этим это влияет на жировой обмен, прочее, это как раз тут. Может быть, дисфункции каких-то между клапанами, ведущие из одного отдела пищеварительной системы, другой. И так далее. Но имейте в виду, что это все лечится, конечно. Просто надо понять, это проблемы могут быть, я говорю, с тонким кишечником, с желудком. Вот о чем мы сегодня как раз говорим. Так, гемофилия. Ну, с гемофилией немножко сложнее, там надо разбираться индивидуально с человеком. Вообще возможно, но это индивидуально надо разбираться. Я не могу дать сейчас ни в коем случае общую какую-то кисты в печени. Так, не хинокок. Курс от паразита прошла. Сейчас срывы на срывы, да, но, видимо, навареные. Печень может реагировать? Нет, конечно, печень может. Ну, срывы, что ли, печень реагирует? Не совсем понял. А вообще я вам скажу так, что если кисты в печени, они безусловно, если вы примените, если у вас, я так понял, десятый продукт есть, там методики по печени, по очистке есть, вы не срываясь попробуйте пройти полный курс. Он там месяца два, по-моему, такой комплексный. Но добавьте к этому ростки расторопши, как я рекомендую, каждый день, вот там по схеме, по увеличению количества ростков десятидневных, как это надо потреблять. И вот тогда гарантированно, конечно, и кисты пройдут. Я единственное, сделаю поправку, так сказать, ну, если нет каких-то там, ну, каких-то тех вещей, которые я даже сейчас предвидеть не могу. Бывают исключения, очень редкие какие-то, но, как правило, легко. Кисты обязаны. Так, что при жизни может меняться группа крови, не знаю, я такого не наблюдал, но, по крайней мере, я не могу отрицать этого. Морской соли, ну, слушайте, мало употребляете, чем меньше, тем лучше. Конечно, о вреде, да. Нет, она не источник желудочного сока. Подождите, как соль может быть источником... Значит так, соли, допустим, натрий хлор. Вот натрий, это один из важных компонентов для желудочного сока. Но кто сказал, что натрия нет, например, в огурцах, там, в шпинате, да? То есть, он везде есть, просто его может не хватать потому, что он расходуется, как щелочной металл, на окисление соляной... То есть, избытков кислотной среды вообще в нашем организме. На реакцию, которая идёт, окисление на избыточное количество белков. Только поэтому. А так, какие проблемы? Человек потому соли хочет, что он закислен. Потому что там натрий, щелочные минералы. Особенно если это морская, там не только натрий, там все щелочные минералы. Вот человек и хочет, потому что он закислен постоянно. Макароны поел, закислен. Это же не только из-за белков, из-за любой варёной пищи, а тем более крахмалов. Голодание вылечить гастрит с повышенной кислотностью не навредит? Нет, конечно. Но только сразу не голодайте. Вы сначала примените ту методику комплексную, которую я сегодня как раз, вот этот инфопродукт 13. Там я как раз рассказываю, как при любых язвах, гастритах и так далее не навредить. С чего начать? И потом переходите правильно на увеличивая, но оставляя сначала чуть-чуть каши гречневой, допустим, в рационе ещё пока. Потом убираете постепенно. У вас пройдёт гастрит и буквально за 2-3 недели вот этих методик, что я говорю, язву побольше немножко. Хотя за месяц-2 однозначно. Ну, 2 это вообще самые тяжёлые. А дефицит, понимаете, ещё раз, смотрите, дефицит B12 почему может быть? Я просто привожу примеры, могут быть и другие факторы. Дефицит B12, допустим. А у вас, например, лемблиоз. Ну, допустим, теоретически. Ясно, почему B12 дефицит. У вас, допустим, нарушен какой-то обмен, ну, скажем, перед... Вот я объяснял в одной из лекций, как... Потом, смотрите, хорошо. Не работает синтез B12 кишечный микрофон. Ну, это факт, не работает. Надо запускать или ждать. Чистите тогда. Либо в крайнем случае, просто, чтобы вы, если замучаетесь, не захотите ждать, ну, поступите, как вот этот столетний академик, нейрохирург, который, так сказать, просто в спреи употребляет B12. Ну, в крайнем случае. Ну, подождите, можете маточное молочко под язык, курс 15 дней, лучше 30, конечно, ну, хотя бы 15. У вас увеличится B12. Если нет патологических каких-то, вот, связанных с лямблями, аписторхами, там, бычьим цепнем, допустим, да, тогда, конечно, дефицит B12. А вдруг есть паразиты? Ну, проверьтесь. Особенно вот эти. Так. Так что вот так. Значит... Да, сухая, правильно высушенная крапива полезна. Ну, слушайте, чтобы не сгущалась кровь, не окисляйте кровь, да, и, так сказать, воды пейте в достаточно, и все будет нормально. Так. Ох-ох-ох-ох-ох-ох, сколько у нас... Ну, давайте, может быть, все-таки на сегодня перец чили. А, знаете, часто тянет, потому что паразиты есть. Ну, иногда просто это замена привычных вкусов, чисто психологический момент. Так что тут разные причины на то может быть. А грудью лучше до трех лет кормить, если кормится, дай бог. Плюс, там, при корме водите уже, ну, и спокойно. Это основное питание, да, ребят, прекрасно. Можно есть или это... Рябину можно, и черноплодка особенно полезна, очень сильное средство, и антивирусное, и антимикробное. Капуста с хренодеркой, маслом, ну, ух. Слушайте, и капуста с хренодеркой, ну, все-таки, ну, в принципе, совместимо. Но если у вас все-таки микрофлора уже достаточно нормальная, капуста, конечно, сырая капуста, не через блендер пробитая. Она очень много содержит грубой клетчатки, и тут должна хорошо работать уже кишечная микрофлора. Работает прекрасно. Ага, про керосином на зеленых орехах можно уничтожить. Слушайте, ну, то есть, если взять орехи и в керосине обработать, что ли? Я не думаю, что, ну, частично можно, наверное. Зачем? Все овощи можно обработать в соде. Ну, все это не уничтожите, но большую часть. Содовый раствор трехпроцентный, трехпятипроцентный, или трехуксуса трехпроцентный, хорошая штука. Высушенные перемолоты, они теряют свою силу. Да, они процентов 40-50 теряют, но этого достаточно порой, если правильно хранятся, если они не сохраняют цвет свой, естественно, теневая сушка, все правильно, то они очень хорошую силу. Но не убивайте их кипячением. Запаривайте при 60 градусах, не больше, в термосе, просто не 15 минут, как рекомендуется, а 2-3 часа. Группы крови я не думаю, что влияет. Хотя я этот вопрос, честно, не изучал. Но я не думаю, что здесь есть какие-то факторы особые, которые могут влиять на переход настроения. Я думаю, что этот вопрос переувеличен. Я просто не вижу здесь логики биологической. Как получить приложение к продукту 10? Смотрите, заходите, вот прямо сейчас, давайте сделаем, зайдите на мой сайт ufralov.ru. Там вы видите разделы. Главное, блог, мероприятие, видео о себе, я по горизонтали, слева направо. И магазин инфопродуктов. Нарядите мышкой, но не нажимайте. И вы увидите там инструкция и варианты оплаты инфопродуктов. Это то, что вылезает в столбик, если кто-то не сможет через рыбокассу оплатить, оплатят через PayPal или еще. А нижнее дальше, мини-инфопродукты. Дальше еще индивидуальные консультации, но это ладно. Мини-инфопродукты. Нажимаете на них, и вам выпрыгнет мини-инфопродукт номер 1 к продукту 10. Цена 1000 рублей, пожалуйста, оплачивайте. Вот это уникальное, всего за 1000 рублей я буду такие мини-инфопродукты по определенным группам проблем выпускать в дальнейшем тоже. Вот, все, куплен, куплен. Ну вот видите, раз, два и сделали так. Да, тренировки, восстановления, тут вот очень подойдет мой вариант по ОВСУ. Помимо там спирулины, там добавок логичных, что... Да, вот в Коралловом клубе есть такой препарат Противити. Он сделан на основе из растительных именно аминокислот. Все незаменимые аминокислоты, значит их много. Причем они все влево вращающие изомеры на полиметре, если посмотреть, то есть живые остаются. Поэтому можете смело это есть, Противити препарат называется. По две, два, три раза в день, если кто качается. Плюс там овес, вот как я рекомендую, хлорелу. Прекрасно мышечную массу будете набирать. А-а-а, настойка орехов на кер... Я понял. Методика такая. Вы знаете, ну с керосином есть, ну есть действительно методики, но не возьмет она всех паразитов, а керосин внутрь все-таки вещь не очень хорошая. Тем, кто купил, он доступен по ссылке. Ага, ну это вот методик про овес. Все делать с уже пророщенным 10 дней? Конечно. Конечно. Только не овес 10 дней пророщенный, там до 10 дней. Но вот самая сила овса 4-5 дня, как он начинает прорастать. Вот. Все правильно, вы прорастили его, вот все как там описано, только пророщенный. Конечно, не сухой. В этом принципиальная разница. А как методика применять, там все подробно, вплоть до почти граммов, что называется, да? Описано. Как до еды, после, как увеличивать дозу, как там прочее. Все-все-все-все. Ох, руку, лоджи, кроме лямблей, да каких паразитов. Вы знаете, что вы, я вам советую, Ирина, все-таки сдайте, пойдите вегеторезонансную или биорезонансную диагностику, сделайте. Вам там все покажут, что есть и что нет. Вот что есть, уже можно посмотреть. Пройти, сдать уже в медицинском учреждении на иммуноферментный анализ. И вы будете точно знать. А по результату уже и методику подбирать. Так. Кровоточек трескаются губы. Во-первых, витаминов А, Е, жирорастворимых разных может не хватать. Во-вторых, жирных кислот омега-3. В-третьих, грибковые могут быть инфекции, проявления, так сказать, болезни печени. Вот это вот и есть. Точно. Так, ну это тоже можно. Гречку, пророчный овес, просто можно, конечно, сусы, как и гречку, добавлять в салаты. Прекрасно, можно, конечно. Посленовые не совсем. Но томатный сок, томаты спелые, хорошие, полезные. Если они сырые, не вареные, безусловные. Вареные очень вредные. А, глютен в злаках уходит, уходит, когда он прорастает. Да, уже там нет глютена никакого. В этом-то и дело. Там вообще белков сложных и сахаров не остаётся на пятом дне проращивания, на четвёртом, третьем даже. Кандидоклир от грибов помогать? Не знаю. Насчёт кандидоклира. У меня подробно есть такой инфопродукт номер 9 по грибковым инфекциям. Там подробнейшие методики, идеально подобранные от кандиды, от любых грибков. Вы просто вот, я советую, потому что там односложно это не сказать. Грибки вещь непростая. Там надо параллельно лимфатическую систему очищать и печень. Как может произойти через вас и получить ваши консультации? Очень просто. Смотрите, по Коралловому клубу вы что делаете? Заходите в мой блог. Да, вот зашли, я сейчас сам захожу. Левая колонка. Там геополитика. Ниже. Будь человеком. Кстати, посмотрите этот раздел. Ой, как важно каждому посмотреть. Вот там аудиозапись очень важного труда Толстого. А ниже Коралловый клуб нажимаете. Там теперь попадаете вы, дорогие друзья, вот, так сказать, Коралловый клуб. И дальше внизу вы читаете спокойно. Вот официальный сайт Кораллового клуба. Вы заходите туда, нажимаете регистрация. Нажали. Перешли. Вводите, копируете мой реферальный код. Сверху там регистрация по реферальному коду. Только по нему. Вводите мой код. Нажали зарегистрироваться. С вам и мне приходят, дублируются письма, что вы зарегистрированы. Все, вы становитесь полноправным участником Кораллового клуба, членом. Уже 20% скидка просто автоматическая, как члену клуба. Доступ к информации, к дополнительной, к рассылкам, к моей консультации по препаратам Кораллового клуба. И даже соглашение с Бутаковой. Если я совсем уже перегружена, надо, то я ей пересылаю. Она отвечает вам, тем, кто от меня зарегистрировался. Сосуды в глазах, да, можно. Это могут быть вирусные инфекции. И скорее. Это проблема с печенью. Давление увеличено, либо с почками, когда увеличивается давление внутри глазной, в том числе это почки печень. Так что, конечно, проверяйте на вирусы, очищайте печень. Конечно, можно. Заряды в губах. Всё. Это не просто. Это вот то, о чём я говорил. Проблемы с печенью, интоксикация. Это грибки, так сказать, нехватка витаминов, омега, поле ненасыщих жирных кислот. Остриц, как выгнать примитивно. На то есть методики, гарантированные только выгнать примитивно. У них цикл развития достаточно. Яйца долго инвазивные, до полугода на мебели, в ковре останутся, занесётся обратно с бабушкой, приехавшей. Поэтому вы внимательно посмотрите мою лекцию про паразитов, любую из двух, которые у меня в блоге есть. Внимательно. А потом вы будете знать. Ну и захотите, возьмите пятый и шестой, или тот и тот, или один из них инфопродукты. Там подробно все методики по, так сказать, уничтожению, вернее, выведению из организма, изгнанию паразитов различных. Гидроколонтропия имеет смысл делать. При голоданиях очень хороший имеет смысл. Прочистите весь толстый кишечник, прям гарантированно аппендикс воспаления не будет потом долгие годы. Ну, если останется на строении, никогда не будет. В каком форе лучше больше всего подчистки поджелудочной? Вы знаете, здесь всё-таки так. Конечно, это продукт 10, где печень, поджелудочный, желчный пузырь, но всё-таки по поджелудочной, вы знаете, всё-таки вот этот, видите, это такой орган, который я разбирал в той связи, но в связи пищеварения там определённые нюансы, связанные с влиянием самой поджелудочной на некоторые отделы пищеварительной системы. Поэтому и вот в этом 13-м там те методики, они тоже нужны. Тут всё-таки от специфики заболевания, если есть возможность, лучше иметь и то, и то. Как многие люди, знаете, берут вот периодически у меня вот эти все продукты, и вместе они, вы найдёте любой ответ там на вопрос. То есть это уже будет огромной базис знаний, ваша личная библиотека на все случаи жизни. Да, я тоже уже благодарю, хочу тоже, наверное, уже попрощаться. Многие вещи всё-таки я ответил, остальные, пожалуйста, будут в наших и других встречах, да и это вы пересмотрите. Значит, да, кто выросли зубы, знаю, и даже вы можете у меня в блоге, тоже найти эту информацию. Женщина там у Будилова одна лечилась, ну там была, значит. И вот она про свою маму, которой было 88, у неё до 90 лет там выросло 8 зубов. На сыроедине, да. Ну что ж, я хочу вас тогда поблагодарить и за то, что вы пришли, за то, что вы захотели получить. И всё-таки, я надеюсь, правда, получили очень важные сегодня знания, да, как вы считаете, поставьте там плюсики или просто что-то напишите. Понравился вам сегодняшний наш вебинар? Да, ну вот, да, да, я надеюсь, что понравился, потому что действительно он очень много приоткрыл новых, как бы, тайных завес и поможет и вам, и вашим знакомым, близким на пути к хорошей, качественной, здоровой жизни. Я тоже вас благодарю, желаю всего самого лучшего, крепкого здоровья, ну а я чем смогу, помогу. И обязательно до новых встреч будем видеться, я надеюсь, почаще. Ждите от меня новых, так сказать, оповещений, уведомлений, каких-то об интересных наших новых разных мероприятиях. Так что, всего вам самого лучшего. Если чего-то не ответил, вы извините, всем понятно, невозможно, пишите мне. Или вот, если вы приобретете инфопродукт, то там вы просто сможете тематически по всей пищеварительной системе подумать после прочтения, просмотра, сформулировать вопросы, и я вам обязательно, на них уже и вам комплексно отвечу в виде нового приложения, которое всем вам вышлю бесплатно, естественно, как дополнительный бонус. Благодарю вас, всего самого лучшего. А наш инфопродукт, кто сегодня не посмотрел, будет, вернее, извините, не инфопродукт, а лекция, сегодняшний вебинар, будет доступна через два дня в блоге. Тот сможет пересмотреть. Но помните, сегодня акция, завтра только вот та, которая дополнительное приложение, мини-инфопродукт номер два, будет для вас бесплатным. Всего вам самого лучшего, дорогие друзья. Доброй ночи. Всего самого лучшего. До свидания.